Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Документальное расследование Николая Андреева Тайна перевала Дятлова Все документы и главные версии о самой загадочной истории века Читает Алексей Багдасаров Часть первая Не вернулись из похода Подозреваются все Алиби есть у всех Чем больше вникаешь в обстоятельства, факты, свидетельства В документы, которые описывают трагедию группы туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года Тем острее ощущения Перед тобой разворачивается придуманная Только вот кем история Продуманная до мельчайших деталей Детективная Захватывающая Что не факт, то загадка Что не деталь, то ставит в тупик История будоражащая воображение В ней заложена щемящая интрига Жуткая тайна Она дразнит и поражает логическими капканами Чем дольше знакомишься с завихрениями событий и вязью фактов Исследованиями и расследованиями трагедии Версиями и догадками Тем дальше уходишь от реальности И вот уже не различить правду от вымысла А вымысел от фантазийного расчета А мне надо сохранить хладнокровие Мы имеем дело с головоломкой Которую с жаром и упорством бросается разгадывать любой, кто узнает о ней Я не исключение Лет десять разгадываю Не дает покоя Изложу трагическую историю 1959 года, как я ее понял Не случайно использую это выражение Как я ее понял Потому что историю эту каждый понимает очень даже по-своему По-разному Каждый оригинально оценивает и толкует факты И размах выводов о событии, имевшем место быть в ночь С 1 на 2 февраля 1959 года Вселенский Итак, 23 января 1959 года Группа туристов из Свердловска Отправилась в поход по Северному Уралу Сначала их было 10 человек Шесть студентов Уральского политехнического института Игорь Дятлов Зинаида Калмогорова Людмила Дубинина Александр Колеватов Юрий Дорошенко Юрий Юдин Три выпускника этого же института Рустем Слободин Георгий Кривонищенко Николай Тибо Бриньоль Инструктор турбазы Семен Золотарев Руководил группой студент 5 курса радиотехнического факультета Игорь Дятлов Они доехали на поезде до города Серова Оттуда тоже по железной дороге до Ивделя Потом автобусом до поселка Вижай Дальше грузовик подбросил группу в поселок лесозаготовителей под названием 41 квартал Здесь они встали на лыжи и в сопровождении подводы, на которую сложили рюкзаки, добрались до заброшенного поселка 2-й Северный Здесь один из участников, Юдин, сошел с маршрута по болезни Трупа пошла по маршруту дальше И пропала Они должны были вернуться в Свердловск 15 февраля Не вернулись Друзья и родственники подняли тревогу Начались поиски 26 февраля была найдена палатка дятловцев Пустая На одном из скатов палатки, обращенном к склону, были большие разрезы Позже экспертиза определила Палатка порезана изнутри На палатке снег На снегу лежит фонарик Возле палатки следы мочи От палатки идут следы Расстояние между следами давали основание предположить, что люди бежали По характеру сохранившихся следов видно, что часть туристов была без обуви 27 февраля нашли два трупа Кривонищенко и Дорошенко Они лежали под кедром До палатки километра полтора Странно одеты Точнее, раздеты до нижнего белья Потухший костер У трупов обгоревшие ноги и руки В тот же день обнаружили трупы Дятлова и Калмогоровой Зина метрах в шестистах вверх по склону от кедра Игорь метрах в трехстах от кедра Полу лежал, обхватив руками березку Зина и Игорь лежали головой к палатке Через четыре дня Служебно-розыскные собаки почуяли под снегом труп В 180 метрах выше того места, где было обнаружено тело Дятлова Это был Рустем Слободин Поиски остальных не дали результатов Только в начале мая, когда начал сходить снег Нашли последних четырех Метрах в 70 от костра Сначала обнаружили настил По углам сложена одежда Трупы были в стороне от настила в ручье Как показала экспертиза, у них травмы, несовместимые с жизнью Это не первая и не единственная массовая гибель туристов В Свердловской области и в стране Они гибли, гибнут И как бы жестоко это не прозвучит, будут гибнуть Но ни один из известных трагических случаев Не сравнить по резонансу с гибелью группы Дятлова Это исключительный случай, который вызывает лавину вопросов Из-за дьявольской запутанности трагедии Развернувшейся на склоне горы Холат-Сяхыл Вслед за журналистом Геннадием Григорьевым Который в 1959 году был с отрядом поисковиков На месте этих трагических событий Хочется сказать Я никогда в жизни не видел этих ребят и девчат, которые погибли Но я их так полюбил Мне их так жалко Очень жалко Уголовное дело о гибели группы Дятлова Закрыли в мае 1959 года Но к нему обращаются и шесть десятков лет спустя И интерес год от года нарастает Только вопросы Вот вопросы, которые десятилетиями будоражат людей Самое загадочное Что заставило туристов в панике покинуть палатку? Их действия не поддаются логике Ветеран Свердловского туризма Вадим Брусницин вспоминает Мы палатку никогда не покидали Даже если что-то страшное Был случай на высоте под 5000 метров Застала нас гроза Гроза надвигается прямо на нас Все гремит, все сверкает Мы быстренько поставили палатку И укрылись в ней Огром и молнии все страшней Никто палатку не покинул Никто не убежал Все, что происходило после того, как группа покинула палатку Было страшно, ужасно, трагично Но поддается объяснению, пониманию Как-то можно восстановить цепь и порядок событий Но причину панического броска вниз по склону Никому еще не удалось логично объяснить Что именно разворачивалось в палатке в ту ночь на Северном Урале? Вот жгучий вопрос Не найдено объяснение Почему вполне здоровые, уравновешенные молодые люди Опытные путешественники Уже много чего повидавшие Вдруг принимаются полосовать брезент палатки Чтобы выскочить наружу Что могло появиться такое немыслимо страшное Явно угрожающее жизни Если они стали выскакивать из палатки едва одетые Если палатку резали изнутри Значит, отдавали отчет Что ею больше не придется пользоваться Но все же резали И резали вполне осознанно Что их заставило? Почему они ринулись полуодетые, разутые, вниз по склону? Почему, успешно разведя костер, бросили его? Почему Дятлов и Калмогорова побрели обратно к палатке? Что или кто нанес Слободину удар такой силы, что в черепе образовалась трещина? Почему четверо, Дубинина, Золотарев, Тибо-Бриньоль, Колеватов Оказались отдельно от остальных? Почему сохранилась палатка? Месяц она стояла на продуваемом сумасшедшими ветрами склоне Ее должно было изорвать в клочья Она устояла Откуда взялись почти у всех Жуткие травмы? Трое из девяти погибших пострадали очень серьезно У Тибо-Бриньоля проломлен череп У Семена Золотарева и Людмилы Дубининой перелом ребер Удивляет, что у Золотарева сломано второе ребро Оно под ключицей И, как говорят опытные медики, сломать его не так-то просто Предположительно, на Золотарева упало сверху что-то очень тяжелое И еще одно замечание опытных медиков Ребра у молодых людей весьма эластичные Они при ударах прогибаются Сломать их можно только при очень сильном воздействии Если ребят избивали То характер травм не соответствует травмам от удара кулаком или дубиной По заключению судмедэксперта Это, скорее всего, были удары о широкую поверхность Какую? Загадка И это лишь главные вопросы А есть еще масса мелких Мелких, но столь же важных Но на все Туманные, неопределенные, неубедительные ответы Кратко о некоторых деталях Непонятных, ставящих в тупик самый изощренный ум На палатке нашли фонарик Кто его оставил? Даже если туристы были в полной панике Вряд ли бросили бы фонарик Он очень нужен в темноте ночи К тому же лежал он на снегу, который намело позже То есть, получается, не туристы его положили? Кто в таком случае? Внутри палатки разрезанная лыжная палка Да никогда турист в здравом уме Не будет кромсать ножом палку Тем более, что запасной не было Обожженные руки и ноги Дорошенко и Кривонищенко Тоже ставят в тупик Даже замерзающий человек Не будет совать руки и ноги прямо в огонь Нелепый настил Бессмысленный без костра А сколько сил ухлопали на его сооружение Вместо того, чтобы заниматься костром Да и как соорудили настил люди, у которых поломаны ребра Потухший костер, в котором недогоревшие сучья толщиной в руку Что мешало подкладывать в него ветки и развести пламя хоть до небес Кругом тайга, полно сухостоя и валежника Есть чем поддерживать огонь практически бесконечно И подобных вопросов десятки Почему посидел Рустем Слободин? Но возвратимся к главному Что смертельно напугало группу? Вадим Брусницин, участвовавший в поисках пропавшей группы, размышляет Палатка — это твой дом, твоя крепость И кто меня там, вне палатки, будет пугать? И как пугать? Я не покину свою палатку Свой дом Я всегда останусь в нем Если вдруг снаружи что-то настораживающее Я выгляну, осмотрюсь, оценю обстановку Но не выскочу из палатки, не побегу Поэтому все те, кто говорит Вот, дятловцы побежали А побежали они от испуга, там взрыва какого-то, там инфразвука И черт знает от чего Это все ерунда, это все сказка Но ведь выскочили, побежали Как и почему сказка стала страшной былью Вряд ли смертельный ужас напал на них внутри палатки Судя по тому, что осталась корейка, которую нарезали Ребята и девушки спокойно готовились ужинать Значит, опасность надвинулась снаружи Тот из ребят, скорее всего, Рустем Слободин Вышел по малой нужде и увидел нечто И сдал страшный крик Почему предположение, что именно Слободин покинул палатку? Когда родственники увидели его в гробу, поразились Волосы Рустема были седые Отметим Кроме родственников никто не отметил этот факт Ни судмедэксперт, ни поисковики Мгновенно люди сидеют от сильного нервного переживания От смертельного ужаса Резко посидеть в молодом возрасте Можно только пережив нечто ужасное Седина от смертельного испуга Скорее всего, Рустем погиб одним из первых До кедра он не дошел И смертельный ужас он пережил у палатки Умирая от замерзания, человек испытывает страх Но вряд ли переживает ужас Какое жуткое явление могло так сильно испугать Рустема? Несколько примеров из жизни Как молниеносно появляется седина Мальчишки перебегали через железную дорогу Ногу одного из них зажала автоматическая стрелка И поезд Мальчишка стал белым в одно мгновение Серго Берии, сыну Лаврентия Павловича Объявили, что он приговорен к расстрелу Выводят его на тюремный двор Ставят у стенки Строй солдат с винтовками Команда Пли Над головой Серго Брызги осколков кирпичей Через несколько дней он увидел себя в зеркале Волосы сплошь седые Посидела мать, на глазах которой погиб под грузовиком ее ребенок Огромная злобная собака кинулась на детей в школьном дворе Дети в ужасе заорали Девочки верещали, как резанные Отбивались от собаки сумками Собака убежала А один мальчишка не мог успокоиться Трясся Снял шапку Челка седая Во время Чеченской войны Некоторые бойцы, совсем юные Возвращались домой седыми Так что, возможно, Рустем увидел нечто Леденящая кровь Увидел И у него мгновенно посидели виски И, скорее всего, от ужаса у него вырвался нечеловеческий крик Ужас передался тем, кто был в палатке Что могло напугать Рустема Слободина? А может, кто-то напугал? А может, все происходило вообще не так? Вот что десятилетиями не дает покоя исследователям трагедии группы Дятлова А люди в группе Дятлова бывалые Много чего повидавшие Их не так просто напугать Читаю дневник студентки Уральского политеха Натальи Шараниной О летнем походе по Южному Уралу Июль 1956 года В составе группы Игорь Дятлов и Зина Калмогорова Запись Натальи от 8 июля Утро солнечное Наш путь на Тюлюк Вдоль речки Березняк Идем гуськом, так как трава высокая Равнинный луг, окруженный холмами И вдали синеют отроги Уральского хребта Тепло Запахи трав дурманят Птицы поют Мечта Утром всегда идется легко Вдруг сзади раздается страшный гул Быстро нарастающий Непонятного происхождения Оглядываемся И застываем от неожиданности На нас несется табун лошадей Много Туча Первая мысль Убежать, скрыться Куда? Игорь властно командует Стойте Не с места Сбились в кучку Кто закрылся Кто смотрит во все глаза Молчим Табун Лошадей тридцать Бешено несется На расстоянии метров пятнадцати до нас Табун разбивается на два потока И не сбавляя скорости Уносится по разным сторонам Тихо Как будто и не было Не все успели даже испугаться Продолжая молча свой путь по тропе вдоль реки Которую перешли И устроили привал Как видим реакция Игоря Дятлова в опасный момент Мгновенная И разумная Отдал команду властную Точную Окинься студенты в панике Кто куда Беды не избежать Что помешало ему действовать Столь же властно и точно В ночь с первого на второе февраля Тысяча девятьсот пятьдесят девятого года Другой случай В Саянах Рассказал Евгений Зиновьев Который учился в политехе вместе с Дятловым К нам на лесную опушку Заросшую черничником Под вечер, когда оставились палатки И разжигался костер Пожаловал большой медведь Об этой неожиданной опасности Возвестил истошный крик Юры Дорошенко Сам он, не задумываясь, неустрашимо двинулся к зверю С геологическим молотком в руках Мы не могли не поддержать Отважного нашего товарища И с улюлюканьем Даешь мишку Дружно бросились к медведю Кто с топором, кто с ножом, кто с палкой Медведь не выдержал психической атаки И, роняя пропущенные через себя черничные лепешки Спешно ретировался Юра Дорошенко недолго преследовал зверя Но возвращался к стоянке с видом победителя Смелым, отважным, переборовшим страх человеком Что помешало Юрию Дорошенко Проявить смелость, отвагу, бесстрашие В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года Или он проявил Но обстоятельства были выше его отваги А Семен Золотарев Он же фронтовик На войне много чего видел Уже одно то, что он участвовал в Сталинградской битве Говорит, что человек прошел через нечеловеческий ужас И дальше воевал с отвагой Вот как командир полка подполковник Мухин В наградном листе на представлении Золотарева К ордену Красной Звезды Описывает его подвиг Старший сержант Золотарев С.А. Под артиллерийским и минометным огнем противника Перевозил с расчетом 9 человек В ночь с 21 на 22 апреля 1945 года Пантоны с верхним строением на 1 50-тонный паром Прибыв на место сборки парома Товарищ Золотарев быстро и умело стал собирать паром Противник начал обстреливать это место из орудий, минометов и пулеметов Был ранен один боец Но старший сержант Золотарев не прекратил работу, а сам занял место вышедшего из строя бойца И своим примером бесстрашия воодушевлял бойцов на скорейшее выполнение задания Этим же снарядом было перебито два прогона и настил В метрах трехста в болоте лежало верхнее строение от разбитого парома Тогда товарищ Золотарев по пояс в воде дошел до него Золотарев не раз видел смерть в лицо Неужели и он, прошедший ад войны, впал от ужаса в ступор? Командир полка пишет Своим примером бесстрашия воодушевлял бойцов на скорейшее выполнение задания Что помешало Золотареву проявить пример бесстрашия в трагическую ночь? Воодушевить других Сестра Слободина особо отмечает Паника и Рустем несовместимы Значит, им угрожало нечто такое Что вызвало панику даже у Рустема Владислав Карелин, участвовавший в поисках пропавшей группы, размышляет Таких людей, какие были в группе Дятлова Могло напугать необыкновеннейшее явление Из ряда вон выходящее Свист ветра, шум, небесное явление Даже одиночный выстрел их напугать не мог Испугать группу Дятлова Могла лишь вооруженная группа людей не менее десяти человек Но следов посторонних, которых не менее десяти Возле палатки не обнаружено 64 версии Размышляешь над трагическими событиями на склоне горы Холат-Сяхыл И вспоминается фильм, снятый по роману Агаты Кристи «Трагедия в поместье Марсден» Сыщику Эркюлю Пуаро приходит письмо из небольшого йоркширского городка В письме описывается чудовищное убийство Пуаро с верным другом Гастингсом тут же ринулся на место преступления Приезжают друзья к автору письма Им оказывается владелец небольшой гостиницы И тот говорит Написал детектив, но никак не могу решить, кто же совершил убийство Под подозрением все, но у каждого есть алиби Вот он и просит Пуаро помочь разобраться, кто же совершил убийство Первый раз великий сыщик в растерянности Мчаться за сто семьдесят миль, чтобы помочь графоману Такого в его практике не случалось История гибели группы Дятлова совсем не графоманская Но напоминает сюжет из фильма Под подозрением массы людей, организаций, природных явлений Но у всех есть свое алиби И не отбиться от ощущения, что кто-то очень хитро и расчетливо Расставил приманки для подозрений, неоднозначных толкований и версий Иногда кажется, что имеешь дело с чертовщиной Будто бес резвился и специально перемешал все факты Чтобы люди мучились в поисках разгадки Любая деталь работает по-разному на ту или иную версию В зависимости от точки обзора и логики событий Которую выстраивает исследователь На момент, когда я пишу книгу Насчитывается шестьдесят четыре версии Пытающиеся объяснить, что творилось в ночь С первого на второе февраля Тысяча девятьсот пятьдесят девятого года В горах Северного Урала Любая из версий несовершенна Но будем справедливы В каждой есть что-то разумное, здравое, убедительное С огромным увлечением знакомишься с ними Но ни одна не составляет убедительную картину событий В которой каждый факт трагедии подогнан безукоризненно Что-нибудь довыпадает и портит сюжет Попытаемся разобраться Кто виновен Кто причастен к трагедии А у кого есть алиби Начнем с исходной точки Выезд группы из Свердловска Нас дальние дали зовут Туризм в советские времена Был больше, чем просто поход Это образ жизни Формирование мироощущения Проверка себя в экстремальных условиях Поход был постижением мира и себя в мире Да и просто здоровое, увлекательное времяпровождение В пятидесятые годы прошлого века Сфера занятий молодого человека в свободное время была узкой Если сравнить с нынешними временами Чем мог заняться на досуге студент Тогда был очень популярен спорт Чтение книг, кино, редко театр Некоторые были активны в комсомоле Художественная самодеятельность Пели, плясали, играли в любительских спектаклях И туризм Он был не на последнем месте в те времена А для значительной части студентов и на первом Получить путевку в санаторий или дом отдыха Не входя в комсомольский актив Было сложно Студенческие лагеря стали массово появляться Только в семидесятых годах Так что каникулы у студентов Естественно связывались с походами Туризм Это новые друзья Это проверка себя Точнее, чем ветеран туристского движения Уральского политехнического института Евгений Зиновьев и не скажешь Из похода мы возвращались Будто заново родившимися людьми Сплоченными Возмужавшими Наполненными яркими впечатлениями Тогда гордились значком Турист СССР Носили его на груди Походы в выходные дни И походы категорийные В воспоминаниях о тех временах Часто упоминаются Походы выходного дня Они были чрезвычайно популярны В такой поход могли собраться И незнакомые люди Помню типичное объявление В вечерней Москве Собирается группа По маршруту Малаховка-Быково-Жуковский Сбор на Казанском вокзале В восемь утра Ведет группу Такой-то И собирались И шли И весело было всем И в Свердловске В пятидесятые годы Отправлялись по выходным В ближайшие окрестности Пройти десятка два километров Посидеть у костра Приготовить кулеш с дымком Попеть песни под гитару Или мандолину Некоторые после такого выхода В субботу-воскресенье Заболевали туризмом серьезно На всю жизнь Ходили в походы и зимой и летом Нередко по сложным маршрутам Иногда на байдарках На плотах Особый шик Идти по ненаселенке Так называли необитаемую местность Которой на Урале хватало Категорийный маршрут Это уже посерьезнее Чем поехать на электричке И полазать по скалам И подготовка много серьезнее Понятие категорийный маршрут Требует пояснений Походы выходного дня Не имели категории Первая категория Это уже многодневный поход Вторая категория Сложность средняя Длительность не меньше недели Местность обязательно пересеченная И поход третьей категории Это уже сложность значительная Вдали от населенных пунктов Ночевки в экстремальных условиях У группы Дятлова был поход Как раз третьей категории Высшей по тогдашней классификации Это было счастье Попасть в туристское братство Каждую неделю Туристы политеха собирались Всей большой командой А это не меньше ста человек Вспоминали прошлые походы Обсуждали будущее Складывались новые группы Планировали маршруты по Уралу По стране Сергей Согрин вспоминает Я начал с однодневных походов И когда сходишь с кем-то Несколько раз То начали сплачиваться И настолько сплотились Что я до сих пор не могу Выйти из этого состояния Постоянно путешествующего туриста Вспоминает Борис Бычков Год 1956 Начало зимы Игорь Дятлов Загодя подбирает группу Для путешествия в феврале В зимние каникулы Чтобы было время Обкатать новичков Проверить всех в деле А кого-то и отсеять По воскресенье Мы идем тарить лыжню Положив в рюкзаки Гантели и утюги Выбираем путь Где побольше снега В пустых рюкзаках Тяжелые железяки Больно бьют По тощим студенческим спинам Ноги вязнут в рыхлом снегу Но никакого удовольствия От такой прогулки Но Тяжело в учении Легко в бою Или едем на ночь Глядя в зимний лес Чтобы испробовать палатку Печку И пережить холодную ночевку Под брезентовым дном Палатки на снегу Еловый лапник Сверху Шерстяное солдатское одеяло И никаких ковриков Спальных мешков Только молодой задор Да теплые бока соседей Никто не ропщет Не отлынивает Умел Игорь Заразить всех верой В необходимость всего Что он предпринимает Путешественники Всегда занимались Каким-либо полезным делом Дятлов решил обратиться На метеостанцию С просьбой поручить нам Во время похода Провести снегоизмерения В местах Где не ступала нога Профессионального Метеоролога И я по просьбе Игоря Пошел на обсерваторскую горку К метеорологам Где выслушал короткую лекцию Инструктаж О важности предстоящих Исследований И по методике Их проведения Под расписку Мне выдали оборудование Тяжеленную бронзовую трубу Калибра 100 мм И длиной 1 метр А в придачу к ней Массивные рычажные весы Труба больше походила На створ безоткатного орудия Базуки А не на прибор Для полевых испытаний Которые может проводить Хрупкая лаборантка Метеостанции Полученное оборудование Я нес в общежитие С тайной надеждой Что Игорь откажется Его брать с собой Но мои надежды Не оправдались Воспользовались мы Им только один раз В лесу На склоне Уральского хребта Попытка оказалась Неудачной Глубина снега Там была около Двух метров А чтобы сделать Все измерения Как требовалось По науке Надо было копать Окоп до земли На что у нас Не было ни времени Ни лопат Самое поразительное Что мы эту трубу Не бросили А протащили весь поход И вернули Метеорологам Петр Бартоломей Был вместе с Дятловым В походе по Алтаю Летом 1958 года И сохранил отчет О том путешествии В нем есть Такой документ Студенты Участники Туристского похода Высшей категории Трудности По центральному Алтаю Летом 1958 года Руководитель Дятлов Игорь Передали кафедре Геологии УПИ Коллекцию Собранную Во время путешествия Коллекция Быть может Не является Украшением Музея кафедры Но представляет Большой интерес Как собрание Характерных Образцов Используемых В лабораторных Занятиях Со студентами По курсу Геологии И минералогии Это очень хорошее И полезное дело Непосредственно В природных условиях Знакомиться С породами И минералами Условиями Их залегания И образования Это прекрасное Закрепление Приобретенных Теоретических Знаний Кафедра Благодарит Участников Похода За подарок За интерес Проявленный Ими К геологии Желает Дальнейших Успехов И собственных Открытий Зав Кафедрой Геологии И минералогии Уральского Политехнического Института Имени Кирова Архангельский Эта сила И увлекла Группу Дятлова В сложный Зимний Поход У них Был Поход Высшей Категории Трудности Группа Должна была Пройти В течение 16 суток 350 Километров Из них 8 суток По Ненаселенной Местности С ночевками В полевых Условиях Моисей Аксельрот Вспоминает Как серьезно Дятлов Готовился К походу Я был Свидетелем Приезда Игоря На заседании Городской Секции С проектом Похода Маршрутная Комиссия Послала Проект На консультацию Масленникову После окончания Сессии Дятлов И Калмогорова Провожали Меня Шел разговор О многом В частности О походе Я рекомендовал Дятлову Поддерживать В походе Железную Дисциплину С тем Чтобы выходить Как можно Раньше Лучше иметь Время в запасе Чем нагонять Его Оба они Дятлов И Калмогорова Уговаривали Меня принять Участие В их походе Судя по их Настроению Оба не сомневались Что поход Пойдет хорошо Они многого Ждали от него Для себя Первоначально Дятлов Планировал Поход По Приполярному Уралу Но тот Маршрут Требовал Большего Времени И он Остановился На Северном Урале Владислав Карелин Заместитель Председателя Клуба Туристов УПИ Считает Маршрут Группы Дятлова Мне кажется Нормальным Средним Походом По трудности Мог быть Вполне Пройден В феврале Это высказывание Основывается На личном Опыте С 9 По 24 Февраля 1959 Года Я с Группой Туристов Свердловска Прошел В том же Районе Что и Группа Дятлова В походе Такой же Третьей Категории Трудности В проекте Похода Который Дятлов Представил Масленникову Говорилось Цели И задачи Знакомство С природой И хозяйством Северного Урала Проведение Бесед И докладов Среди Населения Повышение Спортивного Мастерства Участников Похода Изучение Глубины Промерзания Грунтов По данным Опросов И наблюдений Жителей Северного Урала Как видим В те годы Даже занятия Туризмом Требовали Обоснования Общественной Полезности Поход Не только Спорт Но и Работа С населением И научные Измерения И наблюдения За природой Масленников Дает Справку Перед Отправлением Группы В поход Было Условлено Что в случае Вынужденного Прекращения Движения По маршруту По любой Причине Непогода Авария Несчастный Случай И другое Группа Вернется По своей Лыжне Если это Случится До Атартена Или Пойдет На восток Если это Случится В районе Главного Хребта Между Атартеном И Ойко-чакуром До Группу Отделял Двухдневный Переход Численность Группы Была Достаточной Чтобы В случае Аварии Продолжать Движение К населенному Пункту С пострадавшим И отправить Вперед Группу Кто Был В группе Юрий Коптелов Вспоминает Поход На Северный Урал Был задуман Еще Осенью Первыми Организаторами Его были Юра Вишневский Люда Дубинина И Влад Биенко У них Ничего Не ладилось Не хватало Организаторского Опыта И основное Никак не могли Укомплектовать Группу Это продолжалось До тех пор Пока За дело Организации Группы Не взялся Игорь Дятлов Много Значащая Фраза Пока Не взялся Игорь Дятлов Дятлов Был не просто Опытным Туристом Он Обладал Задатками Лидера И подобрал В команду Тех Кого Хорошо Знал Знал по учебе Знал по походам Знал На кого Можно положиться Обстоятельства Помешали Пойти в поход Проверенным Товарищем Игоря Евгению Чубареву И Николаю Трегубову Вспоминает Владимир Шунин Формировалась Группа Дятлова Коля Трегубов И Женя Чубарев Правая И левая Руки Игоря Коля Худощавый Строгий Всегда Серьезный Парень Очень Выносливый Хороший Охотник В походах Всегда С одностволкой Не раз Подкармливал Нас То рябчиком То глухарем Женя Чубарев Тоже Крепкий Молчаливый Фотограф И немного Дрынкающий На гитаре Николай Трегубов Уже в наши Дни Вспоминал Игорь Дятлов Вовлек Меня В туризм И я Был Участником Всех Пяти Категорийных Походов Которых Игорь Был Руководителем Нельзя Сказать Что мы Были Друзьями Игорь Был Весьма Авторитарен Но я Был Самым Последовательным Его Соратником Зафиксируем Характеристику Дятлова Игорь Был Весьма Авторитарен И далее Трегубов Продолжает Приближалась Последняя Зимняя Сессия Мы Готовились Сходить В поход Зимой Времени Мало Далеко Забираться Трудно Было Принято Решение Северный Урал У меня Сразу После Каникул Должна Начаться Преддипломная Практика Возникла Дилемма Идти В поход И немного Опоздав Пройти Практику В энергосистеме Урала Или поехать На практику В Ленэнерго В Питер Я Долго Колебался На Северном Урале Я дважды Уже Побывал И эти места Меня не Очаровали А возможность Посетить Ленинград Была Заманчива И Изменив Себе Самому Решил Поехать На практику В Ленинград Тогда Я не мог Даже Предположить Что в этом Городе Я когда-то Буду Работать И жить После Месячной Практики Возвратился В Свердловск И узнал Что наша Группа Из похода Не вернулась Сохранилось Письмо Евгения Чубарева Он проходил Практику Монтажником По письму Чувствуется Что отношения У него С Дятловым Дружеские Я выбрал Из письма Место Где Евгений Пишет О планах На поход Насчет Приполярного Это хорошо Что Коля С Юркой Собираются Я бы тоже С удовольствием Сходил Но мало Надежды На это А так Вообще Надо поднять Уже в секции Этот вопрос Чтобы в этом году Организовать Туда группу Или две Ведь такой Край Силище Жаждал Отправиться С Дятловым На Северный Урал И Николай Попов Его после Окончания Института Сределили в Бугульму Он тосковал Там по походам В конце 1958 года Попов Шлет Дятлову Отчаянное письмо Здравствуй, Игорь Здравствуйте, братья Недаром, говорят Земля слухом Полнится Хоть и далек Тать не и отупи Но все равно Слышно Что вроде бы Собираетесь В поход На Приполярный Урал Госька Ёлки-палки Возьмите меня Ради Бога Игорь Во-первых Я тебя прошу Ответить на письмо Сразу же Во-вторых Напиши мне Кто идет В-третьих Когда идете На сколько дней И во сколько Это обойдется мне Чтобы я знал о походе Все И мог все взвесить Смогу ли я пойти Со своей стороны Извещаю Что у меня Нет лыж Нет лыжных ботинок Нет рюкзака Все остальное есть Если в институте Можно будет взять На меня рюкзак Ботинки и лыжи То я буду рад Остальное найду сам Игорь Обязательно Напиши Сразу же Если группа Будет не против Моего участия Чтобы я мог Вовремя Известить вас Смогу пойти Или нет А пока мест Я не буду терять Время Я буду готовиться Собирался пойти С Дятловым И Юрий Вишневский Но в сессию Получил на каком-то Экзамене неуд И должен был Готовиться К пересдаче Вишневский Чертыхался Что у него Сорвался Такой интересный Поход Но позже Когда стало известно О трагедии Притих Неуд Спас его От верной смерти Могла пойти В поход Маргарита Плюснина Она была студенткой Третьего курса Строительного Факультета Уральского Политехнического Института Вместе с Дятловым Была в походах Сплавлялись По рекам Она вспоминает В этот поход Я не смогла пойти Так как Меня вызвали На производственную Практику В Пермь Посчитала Что учеба важнее И вместо меня Пошла другая девочка В итоге Подобрались У Игоря Дятлова Люди проверенные Надежные Каждый Личность Попасть В команду Дятлова Было непросто Он предъявлял Высокие требования Не только К физическому Состоянию Человека Но и К его Моральным Качествам Насколько Человек Совместим С остальными Насколько Общителен Терпелив Умеет ли он Восхищаться И радоваться Природе Внесет ли В коллектив Свежую струю Умеет ли Петь Веселиться Играть Расслабляться Обязанности В группе Распределились Так Слободин Ответственный За ремонт Калмогорова Ответственная За дневник Санитар Дубинина Завхоз Дорошенко Ответственный За снаряжение Кривонищенко Топограф Дятлов Руководитель Юдин Врач Золотарев Культмассовая работа Смотримся В каждого Помогут Нам в этом Воспоминания Друзей Знакомых Письма Дневники Документы Юрий Дорошенко По воспоминаниям Юрий был Легким В общении Не всегда Обязательным Парнем Умел создать В коллективе Атмосферу Доверия Пользовался Успехом У девушек В учебе Не блистал Хотя Ниже оценки Хор Опускался Редко Приехал он Из Актюбинска Это Казахстан Семья была Бедная Сестра Ирина Вспоминает За 4 года Учебы Мама Кое-как Справила ему Пальто А так Он ходил В курточке Это в Свердловске Товморозы Носил очки На одной Походной Фотографии Он в очках На берегу Речки Евгений Зиновьев Вспоминает С Юрой Дорошенко Я совершил Первый В своей жизни Категорийный Лыжный Поход По Среднему Уралу Нас было 20 студентов 2-го курса Юра был Руководителем Этого Похода Выбранный Им маршрут Проходил Сначала Вдоль Реки Чусовой От Староуткинска До Села Мартьянова Помнится Возле Утесов Мы с удовольствием Озвучивали Эхо Родящие Скалы Был Артистичен Во время Походов Студенты Давали Концерты В поселках Которые Попадались На пути Юрий Дорошенко И Борис Мартюшов Исполняли Сценку По Чеховскому Злоумышленнику Как турист Юрий Был Надежен Брусницын Вспоминает Такую Его Черту Отличался Упрямством Но Если Загорится Готов Свернуть Горы И Ворочал Юрий Блинов Добавляет Человек С незаурядной Физической Силой Крепкий Мужественный Ходил В походы По Уралу По Саянам Людмила Дубинина Многие Из тех Кто Хорошо Знал Дубинину Отмечают Людмила Была Красивой Некоторые Уточняют Тип Русской Красавицы Светловолосая Глаза Карии Веселые Нос Чуть Широковат Но Это Не бросается В глаза Был Ли У нее Парень Трудно Сказать Не Замечали Чтобы За Людмилой Кто То Явно Ухаживал Впрочем Тогда И Девушки И Ребята Вели Себя Скромно Если Кто С кем То И Встречался То Не Напоказ Блинов Вспоминает Люда Умом Не Блистала Простодушная И Простоватая Девчонка Высокая Ростом И Сильная Была Была Многих Походах Человеком Людмила Была Что Называется Компанейским Она Вошла В Туристскую Жизнь Института Чуть Ли Не В Первый Месяц Учебы Была Заводилой В Походах Выходного Дня Организовывала Танцы Веселые Развлечения Типа Чехарды Третьего Лишнего Участвовала В Концертах Любила Петь Хорошо Фотографировала Которые она наметила прочитать Лессинг Кронин Дюма Флабер Жорж Санд Олдридж Дипломат Лондон Жизнь Джека Лондона Томас Гарди Келлерман Драйзер Гюго Зощенко Кассиль Ремарк Типичный для того времени Набор литераторов Разве что Кассиль Кажется здесь лишним Он все же писатель детский В туристической секции Ценили ее за инициативу За активность За доброжелательность Надежная Блинов отмечает Выносливая И никогда не хнычит Людмила подбирала команды Первокурсников Второкурсников Для походов Подвижная Энергичная Все время бежала куда-то С Зиной Колмогоровой У Людмилы установились Добрые Дружеские И деловые отношения Дубинина Подбирала Кандидатов Для турпоходов Которые проходили Через Зинину Комиссию По приему Девушки Как высокопарно Выразился Зиновьев Воспитывали Начинающих В духе Советского Туризма Сама Людмила Прошла Лыжные И пешеходные Маршруты По Среднему И Северному Уралу Была На Восточном Саяне В тайге С ней Произошел Несчастный Случай Охотник Возился С ружьем Случайно Нажал На курок Выстрел Людмиле Пробило Дробью Ногу Около Восьмидесяти Километров Друзья Несли Девушку На носилках Она Мужественно Переносила Боль В зимние Каникулы Тысяча Девятьсот Пятьдесят Восьмого Года Люда Дубинина Уже Сама Вела Северному Уралу Баталова Студентка Политеха Тех лет Вспоминает С Людой Дубининой Я совершила Поход Второй Категории Сложности По Южному Уралу Летом Тысяча Девятьсот Пятьдесят Восьмого Года Остались Очень хорошие Воспоминания О походе Такие Что после Него Я уже Не мыслила Себя Без туризма Люда Проявила Себя Как мудрый Твердый Вдумчивый И справедливый Руководитель Была Всегда Внимательна К новичкам Во всем Помогала Мы Подружились С ней И после Часто Встречались Она Так Радовалась Что ее Взяли В группу Дятлова И была Какой-то Одухотворенной Готовилась Бегала На лыжах Была Сильным Человеком И физически И духовно Между Прочем Девушек В поход Брали Четное Число Было Подмечено Если В походе Три девушки То образуется Парочка А третья Словно Непрекаянная Парни Общаются В походе Гурьбой А девушки Парами Сходятся Семен Золотарев Самая Загадочная Фигура В группе Дятлова Вроде Как Случайно Он в ней Оказался Человек Со стороны Никакого Отношения К уральскому Политеху Не имел Был инструктором На Кауровской Турбазе Это неподалеку От Свердловска А до этого Работал На турбазах Кавказа Алтая Преподавал Физкультуру В институтах И школах Ставрополья Он оттуда Родом Сначала Золотарев Попросился В группу К Согрину Который Собирал Группу На Северный Урал В поход На 25 дней Инструктор Турбазы Объяснил Для получения Звания Мастера Спорта Ему Необходимо Участие В походе Высшей Категории Сложности А от звания Зависит Зарплата Инструктора Резонно Член Группы Богомолов Занимался Изготовлением Походной Печки Из листов Жести Когда Согрин Привел в комнату Незнакомого Человека И представил Его Это Золотарев Инструктор Турбазы Пойдет с нами В поход Судя по всему Инструктор Был человеком Общительным Вызывающим Доверие Согрин Согрин Согласился Взять его С собой Приняли Новичка И другие Участники Группы Он Настолько Располагал К себе Что Согрин Предложил Ему Пожить В своем Доме Вспоминает Богомолов Это Был Загадочный Для нас Человек Обычно Мы Собирались В частном Доме Родителей Согрина На улице Кирова Сергей Привел Необычного Человека С кавказской Внешностью И представил Семен Золотарев Просится В наш Поход Зовите Меня Просто Саша Сказал Этот Кавказский Семен Сверкнув Золотыми Зубами Что Для нас Тоже Было Непривычным Семен Был Значительно Лет На 15 Старше Нас Но мы Не придали Этому Значение Узнав Что он Инструктор Кауровской Турбазы А поход Ему Нужен Золотарев Почти сразу Стал своим В турсекции УПИ Познакомился С Дятловым Позже Попросился К нему В группу Объяснил Тем Что у него Туго Со временем А маршрут Дятлова На 10 дней Короче Чем у Согрина Логично Биенко Вспоминает Золотарев Сразу Всем полюбился Был он Парень Общительный И веселый Легко Сходился С любым Знал Много Туристских И лагерных Песен Он легко Вписался В Дятловский Коллектив Особенно Подружился С Николаем Тибо Они были Неразлучны И Юдин Подтверждает Он Вписался В группу Я с ним Общался Только в поезде Когда ехал Очень симпатичный Пел Видимо Золотарев Произвел И на Игоря Благоприятное Впечатление Тот Согласился Взять его В свою Группу Однако В дневнике Зинаиды Колмогоровой Есть такая Запись Золотарева Никто Не хотел Сначала Брать Ибо Человек Он Новый Но потом Плюнули И взяли Ибо Отказать Не Откажешь Что-то Настораживало В нем Членов Группы И понятно Что Случайный Незнакомый Человек Шаравин Размышляет На эту Тему Группы Формировались Руководителем По принципу Насколько Люди Были схожены До этого И знали Друг друга В походах Сложные Походы Случайных Людей Не брали Вот Золотарев Это Исключение Потому что Была Протекция Определенная А иначе Но с другой Стороны Он Инструктор По туризму Потому Квалификация У него Соответствующая Была Она Не подвергалась Сомнению А таких Случаев Чтобы со стороны Взять человека Без подтверждения Его спортивных Достижений И разрешающих Возможности Идти в такой Категорийный Поход Не могло Такого быть Не могло Но было Золотарев Ушел В поход С группой Дятлова Александр Колеватов Учился На физико-техническом Факультете Все о нем Отзываются Как о надежном Товарище Не чужд был Шутки Веселью В любом коллективе Сразу становился Своим Был человеком Рассудительным Обстоятель Колеватов Колеватов Был не из тех Кто зажигает Коллектив Кто в центре Внимания Его удел Заниматься Полезной Рутиной Он Судя по всему Был Этакой Серой Лошадкой Которая Бессловесно Надежно Тащит Свой груз Он На незаметных Трудах На которых Держится Успех Всего Мероприятия Хотя Вот Зиновьев Особо Отмечает В Саше Угадывался Лидер Отмечали Также В походах Аккуратно Вел Дневник Но его Дневника Последнего Похода Не обнаружено В начале 1957 Года Колеватов Провел Группу На лыжах По Среднему Уралу С выходом Через Качканар В верхней Туре Держался Он Солидно На привалах Раскуривал Старинную Трубку И попыхивал Ароматом Душистого Табака Отличался Аккуратностью И педантичностью Летом 1958 Года Колеватов Провел Группу Студентов Однокурсников На Базыбайский Порог Пешая Часть Похода Прошла Удачно В верховьях Козыра Построив Плот Ребята Стали Сплавляться На сложном Пороге Щеки Плот Перевернулся И рюкзаки С продуктами Утонули Лишь один Рюкзак Колеватова Остался На плоту Потому что Саша Как положено Привязал его В рюкзаке Сохранились Деньги Паспорт Сухой Коробок Спичек И единственный Мешок С мукой Который И спас Группу От голода Юрий Блинов Дает Несколько Иную Характеристику Колеватову Сашка Учился На физико-техническом Факультете Вместе со мной На одном Курсе Упрямый И самоуверенный Человек Не прочь Был порой Потечиться Теми или иными Своими Достоинствами Лишнего Он никогда Не говорил Но слушать Его было Порой Неприятно Ходил с ним Летом 1957 Года По Южному Уралу Девчонки Его просто Не могли Терпеть Брусницин Добавляет Мы в походе Немножко Поспорили Он мужик-то Был настырный Такой Характерный Был Сашка Колеватов Ну а кто Без недостатков Впрочем Валентина Попова Однокурсница Колеватова Удивлена Этим отзывом Мы с подругой Галкой Тихонько Сходили от него С ума Симпатию Разделяли Все девушки Отряда Романтических Отношений С кем-то Из девушек Группы У Саши Не было Он держался Ровно Строго И одинаково Тепло Опекал Каждого Связанного С ним В походах Валентина Ходила За Сашей Тенью Зинаида Калмогорова Зина Из крестьянской Семьи Жили Калмогоровы В деревне Клевакина Ее Сестра Вспоминает Помню Зину Зина 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 Старшая Мама С зари До вечера В колхозе Занималась Растениеводством Папа Прошел войну С уральским Танковым Добровольческим Корпусом И вернулся После фронта Инвалидом Судьба У Зины Трудовая После Семилетки Училась В ремесленном Училище Потом Зина 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 Поступила На радиофак Политехнического Института Способности Была Средних И учеба Давалась Ей Непросто Но Зина Упорная Настойчивая Не отставала От других В читальном Зале Библиотеки Просиживала До закрытия Упорством Затмевала Даже Учившихся В институте Китайцев А уж С ними Тягаться В усидчивости Из убрежки Было Нелегко С Дятловым Зина Училась На одном Курсе И Не без влияния Игоря Попала В турсекцию Все Зимние Летние Каникулы Проводила В лыжных И пеших Походах И вскоре Стала Заметной Фигурой В турсекции Упи Ее знали Все Активная Заботливая Добрая Складывалось Впечатление Что все Дела секции Замыкались На ней Была Незаменимой И в походе И в общественной Деятельности Человек Щедрой Души С ней Было Легко И Просто Отзыв Брусницына Зина Опытный Самый Популярный Член Нашей Секции Организатор Почти Всех Всех Воскресных Походов Вечеров Различных Внепоходных Мероприятий Я не знаю Ни одного Случая Когда кто-либо Был бы Недоволен Или Обижен Зиной Только Самое Хорошее Можно сказать О ней Зина Взваливала На себя Груз Организационно-массовой Работы Вела Учет И агитацию По приему Новичков Подготовку Значкистов Блинов Вспоминает Душа Секции Вечно Горячая С ворохом Идей Выдумок Многим Доставалось От ее Неудержимой И простодушной Откровенности Василий Шулятьев Вносит Штрих Навсегда В памяти Первомайский Поход 1958 Года В район Нижнесергинских Пещер Когда впервые Познакомился С Зиной Колмогоровой Это был Сгусток Энергии Оптимизма И радости Восприятия Жизни Рудольф Седов Добавляет Побывав С ней В походе Уже Невозможно Было Оставить Туризм Все Окружающие Испытывали Ее Очарование А я Завидовал Тем Кто Бывал С ней В походах Сестра Ее Вспоминает У Зины Был Хороший Голос Любила Песни Собирала Их И в школе И в институте Участвовала Во всех смотрах Художественной Самодеятельности Седов Об этом же Во многом Благодаря ей Успешно Проходили Наши Адит Походы Импровизированные Концерты На сельской Сцене Если Зина Выступала Говорила Проникновенно Захватывающе Словно Желая Убедить Закоренелых Скептиков Она Хорошо Училась Много Читала Занималась Спортом Хотела Поспеть Всюду Она Спешила Жить Это Была Удивительная Девушка На Третьем Курсе Зина Отправилась В группе Студентов В сложный Поход По Горному Алтаю В районе Телецкого Озера Ее Укусила Ядовитая Змея Спасла Семья Лесничего Его Жена Прикладывала К ранкам От укусов Сыворотку Зина Мужественно Переносила Боль И больше Всего Переживала За задержку Группы На маршруте Блинов Вспоминает Был С Зиной В одной Группе Летом В Саянах Как Турист Она Железный Человек Дисциплина Для Зины Это Все В февральском Походе 1957 Года Заставляла Всех Мыть Ноги Вечером Это Зимой То Наталья Шарнина Вспоминает О походе По Южному Уралу Зина Была В группе Санитаров И лечила Как могла Мозоли Кашель И даже Радикулит Положительно Действовала На психику Пострадавших Ее Оптимизм Хоть Кого Поднимет Перед Новым 1959 Годом Зина Вместе С Игорем Дятловым Организовали Массовый Агитпоход В Смоленские Пещеры В нем Участвовало Рекордное Количество Туристов Около Ста Человек В деревенской Школе Дали концерт Для местных Жителей Зина Естественно Одна Из главных На сцене В декабре 1958 Года Согрин Пригласил Калмогорову В поход Он готовил Группу На Приполярный Урал Согрин Вспоминает Когда я Ей об этом Сказал Ее глаза Загорелись Было впечатление Что она ждала Этого приглашения Боясь Сама Обратиться К нам С такой Просьбой Она Согласилась Маршрут Привлекал Команда Ей нравилась Но вмешались Личные обстоятельства Согрин Рассказывает В один из дней Зина Как-то Смущенно Отказалась С нами Идти Сославшись На слишком Большую Продолжительность Похода А ей Желательно Раньше Вернуться На занятия К дипломной Работе Анализируя Позже Этот разговор Я понял Что истинная Причина Была в другом Опоздание Туристов Из походов К занятиям Было обычным Явлением В институте Скорее Всего Зина Решила Получить У Игоря Разрешение На переход В нашу Группу Думаю Что он В свойственной Ему Манере Резко Ей Отказал И у него Были На то Основания Во все Свои Предыдущие Походы Зина Ходилась С Дятловым Походе Она была Незаменимым Участником Брала На себя Много Обязанностей И ее Уход Игорь Возможно Воспринял Как предательство Но это Только догадки Обидно Что у нас Не хватило Настойчивости Убедить ее Пойти с нами Не уберегли Зину А можно Ли было Уберечь От судьбы Не убежишь Георгий Кривонищенко У Кривонищенко Было имя Георгий Но звали его Юрой Это типично На Руси Согрин Знал Кривонищенко С детства Отмечает Талантливый И интересный Человек Был Заметной Личностью В школе Юрий Учился На строительном Факультете Вместе С Ельциным Но знакомы Они не были Согрин Продолжает С Юркой Встретились В 1952 Году Уже Студентами УПИ И стали Приятелями Он был Благородным И умным Студентом Писал Рассказы В институтскую Газету За Индустриальные Кадры Отец Кривонищенко Был Заметной Фигурой Возглавлял Строительный Трест Жили Они На Московской Улице Дом Был Гостеприимный Иногда После Похода Заваливались К ним Большой Компанией И Родители Юрия Относились К этому Доброжелательно Они Были В высшей Степени Интеллигентными Людьми Такие Студенческие Чаепития Сплачивали Младшекурсников Со старшими Опытными Товарищами Стульев Не хватало Потому Располагались На полу Зиновьев Дает Важное Уточнение Вина Не пили Пили Чай И пели Песни Впервые Кривонищенко И Согрин Сошлись В походе Ноября 1956 Года На Классическом В те годы Пешеходном Маршруте Станция Кузина Село Нижнее Село Трека Село Каменка Станция Кузина Во главе Дятлов Он уверенно И четко Вывел группу К излучинам Реки Чусовой Обрамленным Красавцами Утесами Шайтай Сенькин Висячий Сокол Поход был Массовый С полсотни Студентов Отправились Согрин Тогда Подметил Дятлова И Кривонищенко Объединяют Дружеские Отношения Запомнилось После обеда Студенты Высыпали На лед Чусовой Хоть был всего лишь Ноябрь А лед уже Встал Твердо Юра Кривонищенко На мандолине Играл Виртуозно Мелодии Популярных Песен Усиленные Многократным Эхом От скал Далеко Разносились О крест Создавая Лирический Настрой А потом Музыка Вальса И Закружились Пары На льду Закончился Поход Традиционным Чаепитием На квартире Кривонищенко Весело Шумно Яблоку Некуда Упасть Согрин О Кривонищенко Он был Очень общительный Человек И охватывал Своими Знакомствами Все курсы У него Были друзья Везде Юрий Блинов Невысокого Мнения О Юрии Лично Я его Не очень Уважал Много Шумит Но делает Не очень Много Краткая Но Многозначительная Характеристика Кривонищенко После института Распределили На Челябинск 40 Ядерный Объект Челябинской Области Работал Мастером Настройки В декабре 1958 Года Пишет Оттуда Письмо Друзьям Туристам А теперь По существу В поход С 22 Иду Наверняка В том Случае Если Морозы Ниже 30 Продлятся Не дольше 5-10 Дней То есть Останется Около 10 дней На окончание Срочной Работы По окончанию Которой Я иду В общем А без Окончания Не отпускает Администрация При морозах Ниже 30 И 5 Баллов Ветра Работы Наружные То есть Те Которые Делать Нужно Со снаряжением Что из Общественного Снаряжения Нужно Брать Мне А что Можно Не Брать Также Интересует Положение В Свердловске С фотопленками У меня Нет Ни Одной Настроение У меня Бодрое Здоровье Хорошее В Свердловске Буду Между 10 И 20 Января Связь Через Турсекцию УПИ Так как Сразу По приезде Зайду В институт Вот так Интересно Какие изменения Произошли В составе Группы Кто Убыл И кто Прибыл В общем Я всегда С вами А если Не буду До 20 Что почти Исключено То 20 Получите От меня Телеграмму Теперь В смысле Финансов Когда Куда Кому И сколько Высылать Справку О состоянии Здоровья Привезу С собой Числа 29 30 Декабря У нас Медкомиссия Физкультурная Там и возьму Вот собственно И все Что могу Сообщить По совести Говоря Очень Соскучился По походной Жизни И мечтаю О походе Как о великом Благе Свои лыжи У меня есть Привет Всем туристам Постскриптум Подготовки Похода Не забудьте Учесть Мандолину Это в смысле Если Так как Я уже Немного Играю Сугубо Деловое Письмо Рассказывает Об условиях Своей Работы Интересуется Подробностями Похода Очень Важные Слова Очень Соскучился По Походной Жизни И мечтаю О походе Как О великом Благе То есть Поход Был Отдушенный От скучной Жизни Тупой Работы 29 Декабря Кривонищенко Пишет письмо Николаю Попову Коля Здравствуй С 59 Отвечаю На твое Письмо По поводу Похода Весьма Удачно Для меня Мне отказали В декабре В отпуске И отпускают В первой Половине Января Это самое То Что нам Нужно Что написал О снаряжении Спасибо Лыжи У меня Добрые Да я Их К тому же Недавно По новой Просмолил Теперь Совсем Как новые Рюкзак У меня Мой Старый Покупал Его За 114 Рублей Крой Тот же Что у Альпийского Но я К нему Сделал Длинные Ремни На клепах Гораздо Более Тех Что у Альп Рюкзака Так что Какой Будет Лучше Не знаю Если Есть Возможность То Доставайте Альп Рюкзак И на Меня А когда Приеду Посмотрим Что Лучше Подойдет Да Где У вас База Если Еще Нет Ее И Не Будет До Моего Приезда Моя Квартира Свердловская По Московской 29 В полном Вашем Распоряжении Я Думаю Появиться В Свердловске 12 15 Января Отпуск У меня Будет Большой До 20 Февраля Так что Со сроками У меня Свободно У меня Идет Все По Порядку Уже Успел Схватить Строгий Выговор С Предупреждением За Технику Безопасности Одному Парню На Зимних Работах Куском Стали Поломало Ногу А так Вообще Порядок Наряды Освоил Уже На Ядь Обращению С Обращение По Имени И Отчеству А теперь Выходит Уже Авторитет Даже Небольшой Среди Них Заимел С Начальством Тоже Вроде Бо Мирно Живем Привет Всем Нашим Салют 29 12 58 Рустем Слободин Рустем Закончил Уральский Политехнический В 1958 Году Механический Факультет Связанный С военно-промышленным Комплексом Его Выпускники Распределялись На так Называемые Закрытые Предприятия Вот И Рустем Слободин Получил Место На Подобный Объект Студентам Его Помнят Как Веселого И Жизнерадостного Парня Улыбка Не сходила С его Лица Был Необидчив Никто Не помнит Его Грустным Любил Петь Танцевать С Дятловым Побывал В путешествии По Алтаю В группе Поддерживал Отличную Психологическую Атмосферу Отец Рустема Владимир Иванович И мать Мария Николаевна Коренные Москвичи Преподавали В Тимирязевской Академии Отец Какое-то Время Работал В Узбекистане И подружился Там с Узбеком По имени Рустем В его честь И назвал Сына Были в судьбе Владимира Ивановича Тяжелые моменты В 1947 Ему Аукнулось Происхождение Его отец Царский Офицер Хоть и перешедший На сторону Советской Власти Мало того Старший Слободин Был учеником Академика Вавилова Критиковал Фаворита Сталина Академика Лысенко Вызвали его В Портком Научно-исследовательского Института Предложили поехать На подъем Сельского хозяйства На Урал Или Украину Без права Возвращения В Москву Ключи от квартиры Приказали сдать В Домоуправление Владимир Иванович Выбрал Свердловск Преподавал В Сельхозинституте Рустем Поступил В УПИ Без экзаменов Он закончил Школу С серебряной медалью Выбрал Механический Факультет Потому что Интерес к технике Был еще с детства Отмечают Обладал Активным характером Уже подростком Был вполне Самостоятельным Увлекался Спортом Показывал Неплохие результаты В беге На длинные Дистанции Ежедневные Тренировки На стадионе Каждый год Участвовал В традиционной Эстафете На призы Института Трудностей Для Рустема Будто не существовало Все делал Легко С юмором Но вместе с тем Выдержанный Терпеливый Вспоминает Геннадий Зубков Однокурсник Рустема Если случалось Выезжать на уборку Картофеля И шел дождь Ребята сидели Играли в карты А Рустем же Надевал кеды И устраивал Кросс-походы А Рудольф Седов Добавляет Очень спортивным Был Рустик Тренировки проводил В любую погоду Мне казалось Он не уставал Ни при каких обстоятельствах Сестра особо подчеркивает Паника И Рустем Несовместимы Закончил музыкальную школу По классу скрипки Играл на мандолине Альте Фортепиано Мандолину взял И в свой последний поход Учеба давалась Рустему легко Оценки в основном отличные Любил литературу Особенно Льва Толстого Знал поэзию Туризмом увлекся еще в школе С первого курса Слободин Член клуба туристов УПИ И с каждым годом Походы сложнее Интереснее Его дипломная работа Одна из лучших на курсе Рустему предлагают Остаться на кафедре Работать над диссертацией Научный склад ума У него был несомненный Он решил Наука никуда не убежит Надо сначала набраться Опыта на производстве Работал в конструкторском бюро Встречался с девушкой Люсей Соколовой Поход его не отпускали Он проработал на предприятии Всего 4 месяца Удалось уговорить начальство Подействовал убойный аргумент Поход посвящен 21-му съезду КПСС Против идеологии Отдел кадров возражать не стал Николай Тибо Бриньоль Не было в туристской секции человека То не поддался бы обаянию Николая Тибо Бриньоля Вторую часть его фамилии Употребляли редко Только в официальной обстановке Был талантлив Самобытен Француз Знавшие его люди отмечают Чистоплотный и аккуратный Он взял в поход 10 пар чистых носков 12 носовых платков Больше, чем у девушек Зиновьев вспоминает Как Тибо участвовал В первом массовом походе По Чусовой в 1956 году Юрия Дорошенко Володе Линчевскому и мне Достался в опекуны Загадочный Николай Тибо Бриньоль Кроме своей необычной Французской фамилии Которая доставляла ему немало хлопот Оля поразил нас импозантной внешностью Среднего роста Темненький С приятным интеллигентным лицом И подвижными глазами Он нарядил себя В казалось бы немыслимые одежды На голове черная шапка-ушанка С торчащими кверху Незавязанными ушами На ногах Черные резиновые литые сапоги-вездеходы На туловище Темные штаны Прикрытые сверху простым Всепогодным ватником Подпоясанным кушаком С заткнутым за него топором Бандит бандитом Конечно, это юмор Насчет бандита Юдин добавляет Это такой замечательный товарищ и друг У него судьба такая Из репрессированной семьи Но в походах он был такой внимательный Я когда еще в первый раз пошел в поход выходного дня Еще рюкзак даже в жизни не носил Он опеку брал над людьми Лямки рюкзака поправит А смотрит, как одет, поговорит Ну, удивительный друг был Зиновьев уточняет Всегда он изображал чего-нибудь смешное такое Чтобы развеселить Кому-то было нелегко Но, глядя на него Приходили в такое Хорошее состояние, так скажем Седов добавляет Далеко не могучего телосложения В шляпе, заросшей черной бородой Тибо привлекал внимание окружающих От него веяло экзотикой, приключениями А сам он являлся источником постоянных шуток, смеха, веселья Его веселое расположение духа ничто не могло испортить Ни тяжелейший рюкзак, ни отвратительная погода или ситуация И потому поддерживал наш дух на высшем уровне В походе Коля с удовольствием выполнял кропотливую И недоступную для других работу топографа Где он только научился непростому искусству Рисовал кроки маршрута с таким изяществом и точностью Что впоследствии их использовали другие группы вместо карт Кроками называют наскоро набросанную в блокноте схему движения Отмечаются характерные особенности Примерные расстояния между отдельными пунктами Природные препятствия Тибо с большим искусством и изяществом Рисовал на маршруте рельефы местности С тщательно нанесенными горизонталями и топографическими знаками В то время подробные кроки для туристов Представляли большую ценность Поскольку масштабные карты местности В советские времена были засекречены Тибо тропил путь по свежевыпавшему снегу Учил заготавливать дрова из сухар Так туристы называют сухие деревья Разжигать костер в ненасти Растапливать снег в ведрах на костре Для приготовления горячей пищи и чая Многие студенты и люди городские Новички на природе Ничего не умели Коля умел И все делал шуткой, весело, непринужденно Производил впечатление надежного, уверенного в себе человека Николай и после первого похода поддерживал тройку молодых Помогал в житейских, бытовых ситуациях Зиновьев говорит Мы с ним контачили еще и потому Что жили в одном общежитии В пятом студенческом корпусе Сложение Тибо был совсем не атлетического Но в трудных походах он был незаменим Мог тащить тяжелый рюкзак на горный перевал Изо всех сил, ругая и стыдя своего неотъемлемого Наездника, то есть сам рюкзак Николай при всем своем неатлетическом сложении Неизменно входил в ядро самодеятельных групп Формировавшихся Дятловым для путешествий Блинов дает Тибо Бриньолю краткую Но исчерпывающую характеристику Человек – дело В студенческой жизни вел себя свободно, независимо Если общался с преподавателями и даже с деканом факультета То с чувством собственного достоинства Коля пользовался популярностью в студенческих общежитиях У него откуда-то появлялись редкие, а порой и запрещенные книги Он не отказывал, если кто просил дать почитать Но не больше, чем на две ночи Зиновьев, кстати, отмечает Тибо очень хороший человек оказался Поскольку по политической линии мог загреметь в лагерь какой-нибудь Потому что родители у него забрали, арестовали Он связи не терял со своими родственниками У Тибо Бриньоля богатое родословное Прапрадед Николая, Франсуа Тибо Приехал в Россию в начале 19 века Он был архитектором Проектировал дома в Орле На Урал переехал дед Коли Горный инженер Иосиф Иосифович Тибо Бриньоль Отец Владимир Иосифович Тибо Бриньоль Тоже был горным инженером В царские годы принимал участие в студенческих волнениях Его выслали в Вологодскую губернию Он уехал за границу Учился в горной академии во Фрайбурге в Германии Получил диплом горного инженера Работал в горной промышленности Среднего Урала Октябрьский переворот 1917 года поддержал В январе 1931 года Владимир Иосифович был арестован и отправлен в Сиблак Жену и двоих детей выселили из их кооперативной квартиры Николай не распространялся о своей родословной Скрывал, что его отец был арестован как враг народа На случай расспросов о необычной фамилии Коля придумал легенду Будто бы отец был французским коммунистом Приехал в СССР строить социализм Как-то Тибо Бриньоль и Петр Бартоломей Тоже студент политеха Долго ехали вместе в поезде на Алтай В пути много чего перетерли И одна из тем происхождение Если бы не долгая дорога То вряд ли затронули бы эту опасную тему У Бартоломея тоже опасная биография Предки из Италии И он только в постперестроечное время Получил возможность исследовать свою родословную Отследил ее до 15 века Мать Тибо Анастасия Прохоровна Умоляла сына не ходить в поход Коля сказал ей Последний раз, мама И действительно Последний Игорь Дятлов Дятлов Ключевая фигура во всей истории Потому Игорем заканчиваю представление погибших в походе Думаю, не будь его Не закрутилась бы фантастическая история С трагическим финалом Игорь из Первоуральска Рос в многодетной семье Отец работал механиком на заводе Хромпик А в те времена Дети перенимали от родителей Их трудовые и профессиональные навыки Отсюда у Игоря склонность к технике А от матери Трудившейся в клубе Общительность, доброта Расположенность к людям По воспоминаниям Татьяны Младшей сестры Игорь с детства был склонен к технике К конструированию Смастерил телескоп И следил за полетами первых искусственных спутников Все отмечают увлеченность Игоря радиотехникой Уже в 15 лет он паял радиоприемники Эта страсть и привела его на радиотехнический факультет УПИ Жил в общежитии И связывался по рации с родными в Первоуральске Году в 1954 он сам сделал телевизор Вещь по тем временам ультрасложная Сестра Татьяна вспоминает У нас дома появился телевизор первый Назывался луч Экран был небольшой, но не самый маленький Самый маленький был КВН Его смотрели через линзу И вот этот луч был водружен в красный угол Помню, спереди он был обтянут красивым шелком И поскольку экран был маленький У Госси была мечта сделать его больше Достал он где-то трубку большего размера Привез и сказал Сейчас буду делать телевизор Поставил луч на стол Пломбы снял Разобрал на части Мама с ужасом смотрела на все это Робко спросила А ты сделаешь как было? Конечно сделаю Гося все внутренности телевизора, значит, разложил на столе Вырезал большое отверстие в красивом шелке Вставил трубку Собрал И телевизор с большим экраном Заработал Кстати, никогда не встречал такое сокращение от имени Игорь Гося Его сестра Татьяна поясняет Наша бабушка не могла выговорить имя Игорь Поэтому она придумала ему свое Гося Вот так и пошло, что все его звали Гося Из патефона он сделал звукозаписывающее устройство Маленькую Таню и ее подружку Аленку Попросил промывать рентгеновские пленки На них записывал песни, мелодии У Игоря сочетались ум и золотые руки Он умел делать все Смешной эпизод на собеседовании при поступлении в институт Как медалист он имел право поступать без экзаменов С ним побеседовали Спросили, чем увлекается, что умеет делать Он ответил Все Председатель комиссии показывает на неработающий вентилятор Сможешь починить? Он быстро его разобрал Посмотрел, почистил Собрал, вентилятор заработал И укоряюще сказал председателю комиссии За техникой-то надо следить Увлекался фотографией Его снимки отличались продуманностью сюжетов, художественным вкусом Юрий Блинов говорит Посмотрите на его замечательные фотографии В них не только великолепные композиционно построенные пейзажи Но и динамика маршрута Мастерски отснятые сценки отдыха в виде акробатических пирамидок Групповых и индивидуальных портретов Авторы книги «Путешествия по Уралу» взяли фотографии Игоря Дятлова из походов для иллюстраций Дятлов не только учился, но и занимался научной работой Подавал в науке надежды Получил предложение остаться на кафедре еще до защиты диплома По воспоминаниям друзей, родственников, знакомых Человек неординарный Аксельрот отмечает К личным качествам Игоря я бы отнес его открытое выражение многих чувств Таких как восторг, удовлетворение, радость Ценное качество, открытость, отзывчивость Когда он домой приезжал, соседские мальчишки уже поджидали его Он их обязательно учил что-то из техники собирать Самой большой страстью Игоря стал туризм Да и пример у него был на глазах Старший брат Слава, который учился в политехе на два курса старше Старший Дятлов был заметной фигурой в турсекции института Владимир Полуянов вспоминает о том времени Славка Дятлов сердешный парень, влюбленный в радиотехнику И его брат, 15-летний Игорь Дятлов Благодаря Игорю мы в походе были собственным самодельным приемником Что в 1951 году представляло собой весьма редкую вещь Он на всю жизнь влюбится в туризм И 8 лет спустя отдаст ему самое дорогое Свою жизнь Из-за увлеченности учебой, наукой, туризмом У Игоря осталось мало времени на другие занятия Которые были популярны у студентов того времени Вечера танцев, культ походы в кино, театры Не очень у него складывались и отношения с девушками Зина Колмогорова пишет подруге Гося Дятлов работает в лаборатории Доделывает дипломный проект практически Живет ничего, ни с кем не дружит Из девочек, конечно Опыт туриста Игорь набирался год от года В 1956 попал на Восточный Саян в составе сборной команды туристов Свердловской области под руководством Королева В том путешествии Игорь набрался громадного опыта Тогда они покорили самую высокую вершину Восточных Саян Пик Грандиозный А его высота без малого 3 километра Но держался тогда Игорь скованно, замкнуто Таким его запомнил Моисей Акселерот Объяснялось это, видимо, тем, что группа состояла в основном из выпускников института Людей зрелых, а Игорь всего лишь второкурсник Непростым был сплав по порожистому кизиру Тогда Игорь впервые пытался применить для связи самодельные рации в ультракоротком диапазоне Идея была красивая Чтобы с каждого плота можно было переговариваться И те, что шли первыми, предупреждали бы об опасностях и неожиданностях тех, кто шел следом Попытка оказалась неудачной На четвертом, самом опасном пороге Плот круто накренился На него накатила крутая волна Рация промокла И перестала работать Дятлова избрали председателем туристской секции Уральского политехнического института Это говорит о его высоком авторитете Он был одним из лучших организаторов туризма в институте, да и в городе Он набирался опыта, мастерства, уверенности Это отметит Акселерот Должен сказать, что Дятлов меня поразил своим несходством с Дятловым, которого я знал в 1956 году Теперь это был открытый, самоотверженный, добрый товарищ Серьезно относящийся к достойным серьезности вещам Умеющий внести там, где нужно, разрядку дозы юмора В группе он пользовался большим уважением За физическую выносливость, за туристический опыт, за готовность в любой момент к выполнению любого дела Долгие дни и ночи, вечера, проведенные у костра, привели к тому, что мы с Дятловым стали друзьями Моим другом стал человек, который, кроме серьезного отношения к туризму, очень серьезно относился к жизни во всех ее проявлениях С Игорем хотели идти в поход Юрий Блинов вспоминает Как турист, Игорь был опытным Прошел проверку в больших походах На Урале, Саянах, Кавказе, Алтае Он был скромным и порой даже стеснительным Но упрямый, настойчивый Человек умный и способный По воспоминаниям, Игорь был тихим И до чрезвычайности дисциплинированным Если вел группу, никогда не говорил командным тоном Не кричал, за ошибки не ругал Молча исправлял сам И в следующий поход просто не брал провинившегося Его как лидера боялись, но боялись по-хорошему Знали, он строг не со зла, а ради дела Отличался Игорь принципиальностью Евгений Чубаров пишет ему в письме Ты пишешь про свой случай в столовой Что ж, таких людей еще много И надо, по-моему, не отступать перед ними И давать сдачи Со мной тоже были сейчас, вот даже сегодня Такой случай Один тип, проходя мимо меня на работе, говорит Эй ты, смотри, не потеряй очки Я ему посоветовал вытереть под носом И шлепать дальше Он стал дальше нахальничать и обзываться Тогда пришлось съездить ему по скуле После чего он поднялся, а ребята ему еще помогли Взад ногой, чтобы он удалился Что за случай у Игоря в столовой? Видимо, какой-то принципиальный конфликт А может и ничего особенного В молодости все представляется принципиальным Блинов вспоминает Перед Саянскими выездными лагерями Мы выезжали с Игорем на склоны горы Волчихи Учились ходить в связках по скалам и заснеженным склонам Познавали секреты ориентирования на местности Устраивали холодные ночевки При этом имитация настоящего похода Отрабатывалась с помощью балластного груза в рюкзаке И натурального пота Появляющегося на наших спинах При ходьбе по проваливающемуся снегу Игорь формировал из нас группы Чтобы они были готовы К самостоятельному прохождению маршрутов Делал это с заботой И доброжелательностью Его решения, принимаемые на маршруте Были тщательно продуманными Рациональными И принятыми всей командой Брусницын добавляет Игорь Дятлов раздавал команды Где идти, какой азимут выдерживать И все шли вот такой вот колонной в виде змеи Вытягивались по лесу через просеки Новый 1959 год Группа студентов во главе с Дятловым Встречала в лесу на берегу реки Чусовой Опробовали палатку, снаряжение Проверяли, как будут себя чувствовать в условиях холодных ночевок Опробовали на практике печку конструкции Дятлова Пытались связаться с внешним миром по рации Опять же, конструкции Дятлова Согрин, вспоминая о походах по Алтаю, утверждает После ухода старого поколения Сформировалось несколько сильных и опытных групп Безоговорочным лидером был Игорь Дятлов Целеустремленный, волевой и сильный турист Серьезно готовил походы, продумывал тактику и все мелочи, детали маршрута Это, видимо, ему давало право и в силу его характера быть достаточно жестким руководителем Мне этот авторитарный стиль руководства не очень импонировал Он не терпел возражений и других мнений Это я почувствовал в массовых праздничных походах А Брусницин вспоминает Поход группы студентов УПИ по Кавказу, которую вел Дятлов, прошел неудачно Все участники были недовольны Игорем как руководителем Он несколько зазнался, да и группа подобралась не по характерам Авторитарный стиль руководства был не только в тургруппах Но и в тогдашнем обществе, на производстве Такова была система Волевой лидер и масса, которую он вел за собой Сталинские времена были позади, но совсем близко И влияние стиля управления Иосифа Виссарионовича держалось прочно Да и вообще, советская система держалась на безусловном подчинении У Игоря Дятлова вполне возможно, авторитарность перешла в самоуверенность Этим можно объяснить, что уходя в поход, он не оставил в спортклубе маршрутную книжку Был уверен, что все пройдет, как он задумал Потому не стоит отвлекаться на формальности Хотя нет сомнений в его ответственности Наталья Шарнина не раз ходила в поход с Дятловым Ее мнение Дисциплина в походе А друзья рассказывали и в других тоже У Дятлова была железная Его любимое выражение В поход взять железный шерстяной свитер Он им напутствовал нас на собрании перед походом Железная дисциплина была почти военной Приказы не обсуждались Порицание или поощрение при всех перед строем Но все понимали, что так и должно Сам Игорь выделялся из всех только тем, что больше на себя брал Дольше тарил лужню Больше нес в рюкзаке Ночью подтапливал печку Первым вылезал из палатки Трегубов ходил с Дятловым в четыре похода Зима 1957 года Северный Урал Лето 1957 года Кавказ Зима 1958 года Северный Урал Лето 1958 года Алтай Вспоминает Так получилось, что я был самым последовательным соратником Игоря Не пропускал ни одного похода, где он был руководителем Мы с Игорем были фанатиками туризма И не упускали возможности сходить в поход С Дятловым в поход ранее ходили Зина Калмогорова трижды Коля Тибобриньоль дважды Рустем Слободин Один раз Остальные участники шли с Игорем впервые Шарнина добавляет На Игоря ложилась вся подготовка к походу Разработка маршрута Его утверждение Экипировка группы спорт инвентарем Палатка, ботинки, рюкзаки, продукты Да чтоб подешевле Аптечка, рыболовные снасти Он продумывал распределение обязанностей Среди членов группы Да мало ли случайностей надо предусмотреть В походе, проходившем по ненаселенной местности Добровольной помощницей Игоря и заводилой во всем Была Зина Калмогорова Крепкая, боевая, улыбчивая Тоже с радиофака Все мы жили в общежитии Виделись каждый день, с утра до ночи Чувство локтя Надежды на друга Придавали бессознательную уверенность В своих поступках Что забудешь, подскажут Не возьмешь, выручат Во время зимних и летних каникул Естественное состояние для Игоря Дятлова и его друзей Поход Зимой 1957 года После сессии Дятлов собрал группу для похода второй категории 220 километров пройдено Десять ночевок в палатке Когда выходили в поход, то Игорь сформулировал цели и задачи Знакомство с природой и хозяйством Северного Урала Повышение спортивного мастерства и приобретение туристских навыков Выполнение заданий метеостанции Снегоизмерения Проверить себя с Северным Уралом Игорь задумал осенью Четыре больших воскресных похода Определили состав участников Собирались регулярно раз в неделю Ходили вместе в кино Пели песни Выбор трудного маршрута Обязывал серьезно и детально готовиться к походу Шили чехлы на ботинки Капюшоны к телогрейкам Конструировали печку Печка конструкции Дятлова В дневнике похода февраля 1957 года запись Оригинальнейшее изобретение Печка Спать было жарко, как на курорте В советское время Популярна была фраза А ты пошел бы с ним в разведку Означало высшую надежность человека С ним можно спокойно отправиться в опасную вылазку Он прикроет, спасет Найдет выход из безнадежной ситуации С Дятловым любой бы пошел в разведку А уж в поход И у Дятлова команда подобралась сильная, надежная, опытная Ни в ком сомнений не возникает Разумеется, в воспоминаниях образы погибших всегда приукрашиваются Это касается не только дятловцев Но все же из воспоминаний возникают черты жизненные Земные, близкие Конечно, хотелось бы больше знать о каждом из них Кто ушел в последний поход в декабре 1959 года Но и того, что мы знаем, достаточно, чтобы сказать о них Это были настоящие люди И лидер у них настоящий Когда Игорь уезжал из дома Мать как чувствовала Сказала ему Не надо, Гося, идти У тебя на носу преддипломная практика Заканчивать надо институт Уж так она его просила Почти умоляла А он Ну, мам, ну давай, ну последний раз Скрипя сердце, отпустила его Потом всю жизнь не могла себе простить Что не настояла Так и получилось Последний раз Юрий Юдин Десятый член группы Дятлова Ему повезло Болезнь сняла Юрия с маршрута Остался жив В поселке Северный 2 У него случилось воспаление седалищного нерва С этим не то, что в поход Но и просто пройтись по улице трудно Как ни странно Но о Юдине студенческой поры Известно много меньше, чем о других Он выжил И потому, вроде как, никому и не была интересна его ранняя биография Ростислав Ермаков Он был слаб здоровьем Что-то с кровью у него было не в порядке Юра был одинок и застенчив Я называла его девушкой Окончил институт По распределению попал в город Соликамск Пермской области В 1990-е годы Юдин был заместителем главы города по экономике и прогнозированию Председателем городского туристического клуба «Полюс» Жил уединенно Ни с кем из однокурсников не поддерживал контакты На традиционные встречи выпускников не приезжал Но в Свердловске бывал И ходил на кладбище Положить цветы на могилы погибших друзей Что брали в поход Опытный турист точно знает Что обязательно нужно брать в дальний путь Дятлов ко всему подходил тщательно Учитывал любую мелочь Палатка двойная и печка конструкции Дятлова Палатка – главное в снаряжении В те годы выпускался по сути один тип палатки Брезентовая, двускатная, рассчитана на четверых А если в составе группы людей больше То стало быть надо брать две-три палатки Потому возник вариант Сшить из двух палаток одну Для десятерых человек Может и тесно, но терпимо Богомолов описывает технологический процесс Сам сшивал из двух стандартных Удлиненную брезентовую палатку на десять человек Наподобие Дятловской Наша палатка отличалась Тамбуром шириной около одного метра Который соединял правую и левую части палатки В этот тамбур был вделан тубус Для входа и выхода из палатки И здесь же располагалась Жестяная печка с дымовой трубой Печка в походе была разработки Дятлова Вместе с отцом, механиком, конструировали Придумал Игорь подвесить трубу По длине палатки Эффективнее процесс теплоотдачи Зина Колмогорова записывает В дневник 23 января 1959 года Так, снова в поход Сейчас сидим в 531 комнате Вернее, конечно, не сидим А все лихорадочно суют в рюкзаки Всякие овсянки, банки, тушенки Завхоз стоит и смотрит Чтобы все у всех вошло Где мои пимы? Юка Трамваи в мандолину играть будем? Конечно Соль забыли Три кг Игорь, где ты? Где Дорошенко? Почему не забирает 20 пачек? Дайте 15 копеек позвонить Безмен, безмен где? Не влазит тут, черт Ножик у кого? Влезет это Влезет и это тоже Юра Довези это до вокзала Пришел Славка Халезов Привет-привет Дайте 15 копеек Люда считает деньги Крупные деньги В комнате художественный беспорядок Некоторые пояснения Пимы Так в Сибири и на Урале Называют валенки А вообще это обувь Финно-угорских народов Сапоги из шкуры оленя Безмен Это весы Весы в длительном походе Нужны, чтобы перераспределять По рюкзакам вес По мере уменьшения Количества продуктов Правда, безмен В конечном итоге Кажется и не взяли Перечни предметов Которые обнаружат спасатели В палатке Безмен не числится Из опыта других походов Сложился список снаряжения Без которого никак не обойтись Потому ничего лишнего Поход берут групповые вещи Которыми пользуются все И вещи индивидуальные Снаряжение общее и личное Типичный набор снаряжения Для общего пользования Палатка Печка Сто девяносто на двести сорок на четыреста Вес четыре килограмма Труба три метра Топоры Ведра Пила двуручная Фонари Карты Компасы Свечи Грелки Фотоаппараты Запасные лыжи Набор для ремонта Шила Отвертка Плоскогубцы Гвозди Шурупы Фанера Жесть Кожа Иглы Проволока Аптечка Валенки Деньги Типичный набор личного снаряжения Рюкзак Ботинки с запасными шнурками Гетры Носки шерстяные Три пары Носки хлопчатобумажные Три пары Костюм лыжный Ватник с поясом Свитеры шерстяные Одна-две штуки Рукавицы Две пары Шапка Подшлемник Котелок На двоих Ложка Нож Мыло Носовые платки Зубная щетка Одеяло Запасные брюки Две смены белья Лыжи Палки Чехлы На ботинке Блокнот Карандаш Спички Индивидуальный пакет Веревка Деньги В списке ничего лишнего Только необходимое Удивляет правда Что не взяли спальных мешков Они в то время уже существовали Но Дятлов остановился на варианте коллективного ночлега Все накрываются одеялами Спальные мешки тогда были ватные, тяжелые, весом не меньше пяти килограммов Да и те были в дефиците Скорее всего решили не тащить тяжесть Обойтись одеялами Ватник и штормовка Тоже вполне обычная одежда для похода зимой Аксель Рот Пояснил следователю Иванову К сожалению У нас ни в системе Роспромсовета Ни в легкой промышленности Не налажен выпуск Соответствующего туристического снаряжения Для зимних походов Большой трудности Как то Первое Тлееные широкие лыжи с металлическим кантом Второе Утепленные штормовые костюмы Третье Спецботинки Четвертое Специальные палатки Согрин добавляет Снаряжение отвратительное Будь у них хорошие куртки Может быть они и не замерзли бы А смогли вернуться к палатке Если взять наш институт То видно, что на туризм смотрят по наплевательству Ходят сумасшедшие в походы Ну и пусть ходят А как ходят А главное в чем ходят Мало кого интересует Палатки Четырех-пятилетней давности Хорошей одежды Защищающей от ветра и холода Нет Лыж для туристов Нет Так называемые Туристские лыжи Кировского дока Не отвечают туристским требованиям Нужны легкие лыжи Широкие С окантовкой При выпуске снаряжения Совершенно не заботятся о снижении его веса Тяжелый рюкзак Большой бич туристов Трудно бывает достать высококалорийные и легкие концентраты Нелегко тогда было туристам Позже Когда расследовалась трагедия Римма Сестра Александра Колеватова Скажет следователю Иванову Считаю совершенно необходимым Отметить следующие недостатки В организации похода На организацию таких туристских походов Отпускаются очень скудные средства Предстоял 22-дневный Лыжный переход По безлюдным местам В зимних условиях Естественно полагается иметь запас Высокопитательных продуктов В частности Каждому студенту нужно было иметь Неприкосновенный запас шоколада Так же как они имели коробку спичек Каждый в нагрудном внутреннем кармане костюма Институт выделил каждому студенту Всего по 100 рублей в качестве помощи Что конечно было недостаточно Остальные средства Участники группы собирали сами Складываясь по 350 рублей Я не ошибусь Если скажу Что многое для снаряжения группы Доставалось в спортклубе УПИ с боем Мой брат отхватил Как он сам выразился Каждому участнику похода Штормовые костюмы Ему через некоторое время сказали Что штормовки полагается иметь Только альпинистам И потребовали возвратить их За штормовыми костюмами Приходили к нам домой Последний день В день выхода Александр достал шерстяные свитеры И приносил их домой контрабандой Надев на себя по три штуки Спальных мешков у группы не было Какое нищенство Штормовок не хватало Про свитера загадочный момент Почему контрабандой? Потому что на работе брал Из спецодежды Сколько стоит поход? Смета на поход, составленная Дятловым Первоначально рассчитанная на 11 человек Выглядела так Проезд по железной дороге В оба конца 130 на 11 1430 рублей Проезд на машинах 50 на 11 550 рублей Питание из расчета 16 рублей в сутки на участника 16 на 20 на 11 3520 рублей Приобретение и прокат снаряжения 200 рублей Итого 5700 рублей Юдин в показаниях следствию Даст такой расклад Для расходов во время проведения похода И самого похода Каждый участник внес по 350 рублей Деньги собирала Дубинина Правком на 7 человек студентов Нам выделил 1100 рублей Поскольку Золотарев, Слободин Итибо, Икривонищенко Не были студентами УПИ На них правком деньги не мог выделить И они должны были внести деньги Еще сверх 350 рублей Внесли ли они деньги, я не знаю На собранные деньги купили Продукты питания И различные вещи и инвентарь Необходимые в походе Аптечку, блокноты, карандаши Материалы для утепления палатки И другое Всего я не помню Почему не взяли рацию Рюкзаки, лыжи, ботинки, палатку Лидоруб и другое снаряжение Получили в институте На базе спортклуба УПИ Получили также штормовки Лыжные костюмы Некоторые участники были в своих Лыжных костюмах То есть получается Что группа располагала Суммой приблизительно В шесть тысяч рублей В уголовном деле Показания Риммы Колеватовой Она напористо задавала вопросы Почему, отправляя группу в поход Ее не снабдили рацией Видя безвыходность своего положения Ребята, несомненно, дали бы сигнал бедствия Когда эти же участники похода Встречали новый 1959 год в лесу Выезжая на два дня на станцию Бойцы по Пермской железной дороге У них же была рация Они слушали Москву Рацию брал и нес с собой тогда Игорь Дятлов Так рассказывал мне брат Это еще раз свидетельствует О печальной бесконтрольности Наших спортивных организаций Возможно, Римма Колеватова путает Если брали в поход на Новый год То, скорее всего, это был радиоприемник Слушать бой курантов А рация нужна для радиосвязи С рацией же у Дятлова в последнем походе Вопрос, скорее всего, решился просто Лишний вес Да к тому же, очень тяжелые батареи питания Не меньше 30 килограммов Итого с передатчиком килограммов 50 Так что, видимо, по этим причинам От передатчика Даже если он и был Дятлов отказался Но, возможно, причина была иная Пояснение дает Булатов Который учился в политехе На год старше Дятлова Точно помню, что никаких радиостанций С собственной конструкции Игорь не показывал А промышленных портативных радиостанций Если они не оформлены надлежащим образом На руках не могло быть Времена были строгими За радиоэфиром велось постоянное наблюдение На всех частотах Выйти в эфир на незарегистрированной аппаратуре Было рисковано Если бы у них была с собой аппаратура То с кем они могли связаться Для этого нужно было знать Рабочие частоты Или лесников Или геологов Или работников почты Регламент работы этих радиостанций Не предусматривал связи Со случайными корреспондентами Годом позднее После всех этих событий Я беседовал с радистом Поисковой группы Ебуровым Он обеспечивал радиосвязью Поисковую группу Которая первой нашла трупы ребят Связь осуществлялась со Свердловском И была не очень уверенной Ебуров использовал танковую радиостанцию Небольшой мощности Но аккумулятор этой станции Весил более 30 килограммов Не просто было получить разрешение На работу и этой аппаратуры Инструктор городского спорткомитета Валерий Михайлович Уфимцев Пояснил следствию Связь с группой по рации Не осуществлялась Из-за отсутствия коротковолновых радиостанций Которые не разрешают использовать в этих целях Просто и исчерпывающе Не разрешено Тогда много чего не было разрешено Много можно сказать о рюкзаках, лыжах, одежде Нам сегодня даже трудно и представить Насколько все это было убого Тип рюкзака тогда был один Так называемый Абалаковский По имени знаменитого альпиниста Абалакова Он его и придумал Сгущенка, консервы, корейка И прочие продукты Набор продуктов, которые туристы брали в поход Типичный для того времени Первое. Молоко сгущенное Второе. Мясные консервы Третье. Сахар рафинад Четвертое. Сахарный песок Пятое. Масло сливочное Шестое. Колбаса вареная Седьмое. Соль Восьмое. Кисель, компот Девятое. Крупа овсяная и гречневая Десятое. Какао Одиннадцатое. Кофе Двенадцатое. Чай Тринадцатое. Сухое молоко Четырнадцатое. Сухари Пятнадцатое. Лапша Дятловцы взяли еще корейку Тогда она была в большом дефиците Так же, как и сырокопченая колбаса Сыр Они отсутствуют в списке продуктов За аптечку отвечал Юдин В аптечке такой набор препаратов Вата Два пакета Бинт Двадцать пять пакетов Стриптоцит Восемь Норсульфазол Тринадцать Цитрамон Три Таблетки от кашля Пять Бесолол Тринадцать Пирамидон Три Пирамиин Шесть Кодеин Три Кофеин Бензонат Натрия Шесть Аспирин Три Фталозол Один Пенициллин Два Пектин Три Вазелин Три Лейкопластырь Два Мась Стриптоцитовая Два Кофеин Десять Ампул Противостолбнячная Сыворотка Двадцать Ампул Шприц Один Йод Четыре Зеленка Три Зубные Капли Три Желудочные Два Валерьянка Два Нашатырный Спирт Один За аптечку Отвечал Юдин Набор составлен Грамотно Чувствуется Что все было Отработано В предыдущих Походах Списки Снаряжения Продуктов Дают представление Не только О походной Жизни Но и о Тогдашней Жизни Вообще Нехватка Всего Но туристы Не горевали Что в силах Изготавливали Своими руками Нет палатки Нужной вместимости Шили из двух Одну Нет портативных Обогревателей Придумали И смастерили Печку Собственной Конструкции Рюкзаки Неудобные Улучшали Переделывали Те что есть В еде Не были Прихотливы Брали в поход Продукты Которые Есть С песнями От Свердловска До второго Северного В зимние Каникулы 1959 года В один день 23 января В лыжные Категорийные Путешествия Отправились Несколько Групп студентов Уральского Политеха Первый Этап Походы Групп Дятлова На поезде Собственно Это еще не поход Просто передвижение В географическом Пространстве Из одной точки В другую О первом дне В общем дневнике Группы Запись От 23 января Сделана Как можно понять Рукой Зины Колмогоровой Сегодня Последний День сбора Весь день Прошел В ужасной Суматохе С 11 Бегала По магазинам Покупала Всякую мелочь С дуру Купила 5 метров Батиста На что ушло Зачеркнуто Все Деньги 200 рублей Собиралась Сама В страшные Поспешки И конечно Забыла Дома Свитер Каждый Занят Был Своим Порученным Делом А дел Было По горло Незадолго Перед выходом Начали Собираться Провожающие Времени Было В обрез Но мы Конечно Вовремя Прибыли На станцию Список Списком А свитер Зинаида Все же Забыла Кстати Она пишет Свитер Так тогда Почему-то Говорили И писали Сели в поезд Номер 43 На станции Свердловск Пассажирский В одном Вагоне С дятловцами Ехала И группа Юрия Блинова До Вижая Им Вместе Зина Отмечает В дневнике Мальчишки Сегодня Торжественно Дали Клятву Не курить Весь Поход Интересно Сколько Сколько У них Силы Воли Смогут Ли Без Папирос Обойтись Все Укладываются Спать А за Окнами Встает Уральская Тайга Кажется Только Колеватов Не нашел Силы Воли Обойтись Без Курева В его Кармане Обнаружена Пачка Сигарет Ароматные Золотарев Вроде бы Легко Вписался В группу Молодежи По крайней Мере В дневнике Калмогоровой Запись Вчера Целый Вечер До трех Часов Пели Песни С нами Старший Инструктор Кауровской Турбазы Александр Алексеевич Золотарев Знает Очень много Новых песен Просто Радостно Как-то Что узнали Новые песни Особенно Какая-то Цумба И прочие А инструктор Турбазы Оказался Знатоком Народного Шансона Песня Цумба Была Популярна Еще в Двадцатые Годы Она пришла С Кубы Негро Цумба У нас Помнится Сочинили К ней Свои Слова Шла Коза В лес За питанием Занималась Воспитанием Эй, козлята Осторожней Рядом Волк Волк Цумба 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 Потому Видимо И особенно Радостно Было Студентам Узнать Эту Песню Знаменательно Зинаида Называет Золотарева По имени Отчеству Значит Разница В возрасте Чувствовалась Судя По этой Записи Золотарев Представился Им Не своим Настоящим Именем Семен А как Александр Ехали Весело С приключениями Пристал К ребятам Молодой Алкоголик Предъявил Смешное Обвинение Они украли У него Бутылку Водки Грозил Что если Не вернут То получат В зубы Ну понятно Что номер У него Не прошел Вытолкали Его В другой Вагон В дневнике Зины Непонятная Запись Дубинина Под сиденьем Почему Под сиденьем Может Пряталась От ревизора Вполне Может быть Уже С дороги В письме Подруге Валентине Зина Роняет Фразу Пока У Люды Дубининой Нечто Вроде Конфликта С неким Женькой Из группы Блинова Она Заносит В дневник Женька То и дело Подъедает Меня Даже иногда Скажет Что-нибудь Обидное Неужели Он считает Меня Какой Дурой Дурой Да Я Я Я Люблю Подливать Масло В огонь Черт Бо Меня Подрал А Вот Ее Запись В Ивделе Женька Опять Съязвил Вот Ехида Уж Да Ехида Теперь У меня Кое-что Проясняется Правда И раньше Но Сейчас Лучше И Больше Кстати Обратите Внимание На написание Слов Подъедает И Съязвил Апостров Вместо Твердого Знака Так Тогда Было Принято Писать И Печатать А на Вокзале В Серове Забавное Приключение Кривонищенко Попал В милицию Он Дурачась Прошелся С шапкой Среди Пассажиров Распевая Песню Типа Он Был Батальонный Разведчик Подошел Милиционер Гражданин Нарушаете Пройдемте И В каталажку Протокол Оформлять Отбили Его Девушки Включили Все свое Обаяние Чтобы Вызволить Друга Из неволи Зина В дневнике Отметила Сержант Дал Разъяснение Что Параграф Третий Правил Внутреннего Распорядка На вокзалах Запрещает Нарушать Спокойствие Пассажиров Это Пожалуй Первый Вокзал Где Запрещены Песни И Где Мы Сидели Без них Приехали Товсеров В 8 утра Не пускают На вокзал А до поезда На Ивдель Почти Полсуток Где-то Надо Перекантоваться Толкнулись В клуб Железнодорожников Не пустили Рядом Начальная Школа Туда Пустили Завхоз Нагрела Воды Предоставила Все Что могла И что Нужно Было Для подготовки К походу Поели Проверили Снаряжение Потом Встреча Со школьниками Рассказали Им О походах Начал Золотарев И такую Казенщину Понес Дети Сейчас Мы вам Расскажем Туризм Бывает Дает Возможность Пионеры Должны А дети Молчат Боятся Серьезного Дядьку Потом Вступила Зина И так Живо Так весело Стала Рассказывать О прекрасной Жизни В палатках О природе О дружбе Дети Оттаяли Влюбились В Зину Вопросом Не было Конца Запись Из дневника Пришлось Показывать И объяснять Каждую мелочь От фонарика До палатки Ребят Занимали Два часа Им Не хотелось Нас Отпускать Пели Песни Друг Другу На вокзал Нас провожала Вся школа Дело Кончилось Тем Что когда мы уезжали Ребятишки Ревели И кричали Просили Чтобы Зина Осталась С ними И была Бо У них Вожатой Они Бы Все Ее Слушали Хорошо Учились Привязались Дети В общем Дневнике Группы Запись До шести Время Пролетело Незаметно Проводили Нас Много Наших Новых Молодых Знакомых Ребятишки До того Привязались Особенно К Зине Что Расставались Со Зами А в Ивделе Туристов Спокойно Пустили На вокзал Две Группы Блинова И Дятлова А это Больше Двадцати Человек В углу Расстелили Палатку И сразу же Улеглись На ней Уморились В дороге На дежурстве Дубинина Шила Бахилы Переписывала Песни Бахилы Прикрывают Лыжные Ботинки И ноги До колен Это лучший Способ Сохранить И ноги И ботинки Сухими Упоминается В дневнике Собака По кличке Ольва Кто-то Из группы Блинова Взял друга В поход Эх, если бы У дятловцев Была собака Возможно Возможно Она Предупредила Бы Их Об опасности Помогла Им Из Ивделя Зина Калмогорова Отправила Письмо Домой Здравствуйте Дорогие Мои Папа Мама Тома Галя И Нюся С приветом К вам Зина Ну Вот я Снова Далеко От вас Сейчас Мы В городе Серове У нас Пересадка Здесь И вот Я пишу Вам Ну Как вы Там Живете Что у Вас Нового Мы Идем В поход Нас Десять Человек Группа Хорошая На заводе Я договорилась Меня Отпустили У меня Из одежды Все Есть Так что Обо Мне Не Беспокойтесь Как Вы Там Живете Мне Пишите Ввижай Я Очень Буду Ждать Отелилась Или Нет Корова Я Очень Хочу Молока Как Мама Работает Как здоровье У папы И мамы Как Галя Снюсь И учитесь Нюся Смотри Чтобы Четверок Не было В этой Четверти А Галя Исправь Тройку По Физкультуре На Четыре Больше Катайтесь На Лыжах И Вообще Больше Бегайте Ну Так Пока И До Свидания Целую Всех Крепко Ваша Зина Напишите Мне Я Очень Буду Ждать Хорошо Двадцать Шестого Первого Незамысловатый Текст Но Сколько Эмоций Я Очень Буду Ждать Два Раза Эта Фраза Зина Деревенская Девушка Потому Интересуется Отелилась Ли Корова Дятлов Отправил Домой Открытку Здравствуйте Все Сегодня Двадцать Шестого Выходим На Маршрут Доехали Хорошо Двенадцатого Пятнадцатого Февраля Заеду В Свердловск Домой Наверное Не заеду Поэтому Пусть Руфа Занесет К нам В комнату Белье Для поездки В Пензу Оттуда Вернусь Пятого Седьмого Марта С приветом Игорь Возникает Пенза Что туда Позвало Дятлова Скорее Всего Секретный Объект Пенза Девятнадцать Где Строился Приборный Завод Для нужд Ядерной Промышленности Возможно Тудаева Должны были Распределить После окончания Института В поезде Орали Песни В путевых Дневниках Дятловцев Часто встречается Слово Пели 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 Расставании С Провожающими На вокзале В Свердловске Пели В поезде Носеров В общем Дневнике Запись В вагоне К нам Присоединились Блиновцы Вместе Пели Песни Среди Всех Особенно Выделяется Кротовский Бас На сей раз Было Много Очень Новых Песен Которые Мы тянули С помощью Инструктора Золотарева А Идущего Вместе С нами В поход Чувствуется Что Благодаря Песням Золотарев Стал Ближе Группе Пели В поезде На Ивдель Опять Запись Из Дневника Поезде Во все Горло Орали Песни Под Мандолину Да и Просто Так В Ивделе Никуда Не заходили Только Зашли На почту Поставить Отметку В маршрутную Карту Пели Когда Ехали В Вижай Сели На автобус И поехали Нас Двадцать Человек Рюкзаки И лыжи Ехали В три Этажа Но всю Дорогу Пели Песни Жили Скудно Бедно Но Весело Как выразила То время Поэт Римма Казакова Мы Молоды У нас Чулки Со Штопками Нам Трудно Это Молодость Виной Но Плещет За дешевенькими Шторками Бесплатный Воздух Пахнущий Весной Вот и они Молоды Воздух Бесплатный Правда Пахни Весной А морозом Песни Рвались Из них От полноты И радости Жизни От молодости От того Что рядом Друзья Что впереди У них Поход И приключения А что за Песни Они пели В те годы Высоцкий Акуджава Матвеева Юлий Ким Висбор Только начинали Сочинять До всесоюзной Известности Было еще Очень далеко Были Другие Авторы Другие Песни Александр Городницкий В начале Пятидесятых Годов Студент Горного Института На практике В геологической Экспедиции Сочинил Первую Песенку Вспоминает А что мы Вообще Пели в то Время На первом И втором Курсах Еще не Соприкоснувшись С обширным Экспедиционным Фольклором И Зайковскими Песнями А пели мы То же Что и все Лирические Песни Ясной Ночкою Весенней При луне Или Над туманами Над туманами Огни Терриконов Горят И прочую Подобную Дребедень Ну Не совсем Дребедень Если запомнилось На десятилетие В дневниках Несколько раз Упоминается Какие именно Песни Пели Например Запись От 25 Января Женька С Зиной Пели Если Были Глаза Твои Не Такие Синие Автор Песни Неизвестен Первый Куплет Такой Если Были Глаза У тебя Не Синие А Над Ними Бровей Не Такие Линии Все Равно Б Я Любил Без Конца И Края А За Что А За Что Я И Сам Не Знаю Когда Прощались В Ивделе С Группой Блинова То Запись Проводили Блиновцев Со Слезами Настроение Испорчено На Прощание Спели С Зиной Жене Если Б Очи Твои Это Песня На Слова Владимира Львова Пели Очень Популярные Тогда Песни Сиреневый Туман Над Нами Проплывает И Я Не Знаю Где Встретиться Нам Придется С Тобой У Рустема В Дневнике Начало Стихов Про Отелло Тоже Пели Венецианский Мавр Отелло Один Домишко Посещал Шекспир Узнал Про Это Дело И Водевильчик Накатал Да Посещал Он Тот Домишко А кто Не знает Почему То Почитать Шекспира Книжку Мы Посоветуем Ему Жалко Юрий Кукин Сочинит Песню За туманом Только В 1964 Году Она Бы Очень Легла На душу Дятловцам В Простеньких Строчках И Романтика И Езда И Нехоженные Места Все Как у Игоря Дятлова И его Друзей Они Ехали За Туманом Встреча С Бородой И Другими До Вежая Добирались Весело В крошечный Автобус ГАЗ-51 Рассчитанный Максимум На Двадцать Пассажиров Набилось Около Двух Десятков Веселых И Жизнерадостных Ребят И Девчат Плюс Собака Ольва До Рюкзаки До Лыжи Было Тесно Но Не Настолько Чтобы Не Петь Они Как Начали Петь Едва Автобус Тронулся Так И Пели Всю Дорогу До Вежая Юдин Отметил В Дневнике Приехали На Машине Без Тормозов Ездить Смелые Видно Шоферы Были В тех Краях Запросто Без Тормозов Отправлялись В неблизкий Путь С Лесничим Вежайского Лесничества Иваном Дмитриевичем Ремпелем Дятлов Советовался Как проложить Маршрут Он Высказал Опасения Идти В зимнее Время По Уральскому Хребту Опасно Свирепствуют Сильные Ветры Которые Сносят Людей Они Обрадовались То, что надо Это будет считаться Первым Классом Трудностей Лесник Заметил Вы сначала Его пройдите А потом Радуйтесь Ремпель Дал Дятлову Посмотреть План Местности Тот Сделал Выкопировку Для своего Маршрута Выкопировка Это копия С большого Плана Или чертежа Пути Группы Дятлова И группы Блинова В Вижае Разошлись Блинов Со своими Ребятами На попутной Машине Уехал На 105-й Участок На прощание Сфотографировались Они И вообразить Не могли Что видят Друзей В последний Раз Дятловцев Встретила Медсестра Зоя Никитишна Савина Уже В наши Дни Вспоминает Я тогда Молоденькая Была Видела их На автобусной Остановке Веселые Все такие Смеялись Громко А потом Их В морг Привезли Я в окошко Заглядывала Девушка Там лежала И парни Не помню Сколько У девушки На ногах Носочки Были надеты А их товарищ Который Не пошел С ними Стоял У морга И плакал Плакал Юдин Дятловцы Встретили В глухом Таежном Раю Замечательных Людей Запись Из дневника Юдина Нас Здесь Тепло Хорошо Встречают Нет радио Нет газет До сих пор Не могу Проверить Лотерею Я обещал Им сразу же Прислать Из Свердловска Эту газету Живут В вагончиках Никакого порядка Но люди Есть люди Везде Читают Что есть Под рукой И Калмогорова Отметила В дневнике Особенно Запомнился Среди всех Огнев С бородой Рыжей И прозвище У него Борода Вообще Очень редко Встречаются В такой дыре Такие люди Истинный Романтик Геолог И вообще Развитый У Юдина В дневнике Тоже запись О бороде Огнев Михаил С 1931 Года Длинная Борода Знает район Всего Северного Урала Бывал участником Нескольких Геологических Экспедиций Разбирается По многим Вопросам Кончил Уфимский Техникум В общем Дневнике Дятловцев Запись Многие Из ребят Играют На гитаре И еще Запись Все поют Рабочие Живущие В бараках Не пошли На работу Поют Мы сидим И пишем Песни Как много Среди рабочих Очень талантливых Умных людей Особенно Борода Он очень Много знает А борода Рыжая Рыжая А глаза Тоже Рыжие Коричневые Кстати Меня удивило Что дятловцы Взяли в поход Не гитару А мандолину У меня было Представление Что мандолина Это что-то Вроде Балалайки Как же Я ошибался Во-первых Мандолина Напоминает Гитару Такой Уменьшенный Вариант Струн Четыре Двойных Используется Техника Тремоло И какой Звук Мандолине Подвластна Любая мелодия В умелых Руках Разумеется Взял Мандолину В поход Рустем Руки У него Привычные К музыкальным Инструментом В те времена Гитары В ходу Почти Исключительно Семиструнные А они Сложны В освоении А вот Когда Войдет В моду Шестиструнная Да еще Под три Аккорда Которые Легко Легко Мог Освоить Любой То Стали Брать Ее В походы И она Вытеснит Мандолину Кстати И Игорь Дятлов И Юра Дорошенко Тоже Играли На Мандолине Экзотичная Для тех Мест Семейная Пара Ее Описывает В дневнике Юдин Аптекарь Художник Герцог Немец Жена Немка В семье Идиллия На стенах Рельефные Картины С филигранной Отделкой Очень мастерски Необыкновенно Тонко Выполнены Шкатулка Вид на лозьву Летом И тоже зимой Другие шкатулки Картины Везде Большие В аптеке Восковые Из красного Воска Розы Все Флюорографируемые Кремль Из пробирки Светится Часы Ручные Победа Вмонтированные Идут Ежедневно Необычайно Мягкий Добрый Человек Жена Очень Приветливая Гостеприимная За лекарства Болеет Душой Для детей Бережет Лучшие Лекарства Очень Меня Просил Взять Пенициллин В таблетках В Ивделе У него Очень Мало Запись В дневнике Разговаривали С Огневым Очень Много Он Уже Знает И С Ним Интересно Сейчас Он Рассказывает О пути Нашем И Вообще Много Такого Это По-моему Наиболее Интересный Объект Здесь На участке У него Такая Длинная Рыжая Борода Хотя Ему Всего 27 Лет А Выглядит Он Старше А Еще Тут Есть Валя Который Хорошо Играет На гитаре Многие И Про Которого Я Шутя Говорила Что Он Мне Нравится Сейчас Большинство Из Ребят Сидят Здесь И Поют Песни Под Гитару По Случаю Как Они Сегодня Пока Не Работают Вообще Кажется В последний Раз Услышали Столько Новых Хороших Песен Но Мы Надеемся Что Рустик Заменит Нам Их В Походе Позже Начальник Лесоучастка Энерголесокомбината Георгий Иванович Ряжнев Вспоминал Когда Туристы Находились В сорок Первом Квартале То Вели Себя Очень Хорошо Пели Танцевали С рабочими Мастеру Венедиктову Евгению Петровичу Они Подарили Художественную Книгу И Тутинкову Анатолию Тоже Что-то Подарили Еще Характерная Запись В дневнике Дятловцев Здесь Работают Просто Рабочие Не Заключенные А Вербованные Есть Много Умных Край-то Был Лагерный Полно Зэков Потому Особо Отмечают Что Борода И его Друзья Свободные Зина Делится В дневнике Впечатлениями Те Ребята Играют На Гитаре Рустик Подыгрывает На Мандолине Прямо За душу Берет Это Последнее Место Цивилизации Даже Это Не то Где Мы Видим Людей Ну Таких Вообще Очень Люблю Гитару И Обожаю Всех Музыкальных Людей А Ребята В общем Все Неплохие Пляшут Музыкальные И Юдин Отмечает В дневнике И Как Поют Тихо От души Песни Старые Которые Мы Забыли И Никогда Не Поем Это Так Хорошо Почему Мы Не Поем Таких Хороших Уже Забытых Песен И Вообще У Нас Уже Давно Не Поет Абду Праза Не Закончена В местах Где есть Какие-то Посторонние Люди Поют Вообще Без Души Громко Услышали Они От Новых Знакомых Много Песен Которых Не Знали Запись Из Дневника Ребята Занялись Переписью Песен Один Парень Прекрасно Пел Услышали Ряд Песен Запрещенных Тюремных 58 Статья Так Уж Запрещенные Да Были Популярные Песни Которые Называли Блатными По Радио Не Услышишь Но Их Пела Считай Вся Страна И в те годы Уже Не Грозила 58 Статья За Их Исполнение Под Гитару Статья Это Напомню Карало Даже За Анекдоты Но Ни Анекдоты Ни Песни В этой Уголовной Статье Не Упоминаются Анекдотчикам Давали Срок По Статье 58 Тиро Десятой Которая Формулировалась Так Пропаганда Или Агитация Содержащие Призыв К Свержению Подрыву Или Ослаблению Советской Власти Или К Совершению Отдельных Контрреволюционных Преступлений А Равно Распространение Или Изготовление Или Хранение Литературы Того же Содержания Влекут За собой Лишение Свободы На Срок Не Ниже Шести Месяцев Однако Типичный Срок Был Десять Лет В Хрущевские Времена 58 Статью Применяли Очень Редко Уж Слишком Одиозно Формулировались Обвинения Но Как Был Велик Страх Что Действовал И Через Шесть Лет После Смерти Сталина И Бесконечные Дискуссии Вот Еще Одна Пламенная Черта Того Времени Дискуссии Дискуссии У Дятловцев Вспыхивали Спонтанно Едут В Поезде Приходил Юрка Попел С нами Немного И Ушел А мы Чего-то Пели Пели А потом Вдруг Как-то Незаметно Перешли На Тему О Любви В частности О Поцелуях Болтали Всякую Ерунду Конечно Всем Было Интересно Все Говорили Стараясь Перекричать Друг Друга И Опровергнуть Другие Высказывания Сашка Колеватов Так Превзошел Всех Наверное Он Это Говорил Со Слов Других Да Тогда Были Жгучие Дискуссии На Тему Не Отдавай Поцелуя Без Любви Сегодня Это Смотрится Смешно Запись Из Дневника Во Время Нашей Прогулки Получился Один Казус Застряла Шедшая Навстречу Машина С лесом Наши Ребята Кинулись На Помощь Наконец-то Вытащили С грехом Пополам Тут Подошел Наш Автобус И мы Опять Взгромоздились В него Дискуссировали На сей раз О счастье В основном Наши ребята Были Наиболее Активными Пытались Дать Определение Счастью Но У каждого Получилось Своё Вечные Споры О счастье А ведь И спорить Вроде бы Не о чем У каждого Счастье Действительно Своё Зина Калмогорова Видимо Была Самым Горячим Участником Споров Занесла В дневник Я Говорила Много Того Что Совершенно Не свойственно Мне И лишь Иногда Старалась Даже Не старалась А прорывалась Искренне Но Это Всё Ерунда Да Не ерунда Это Было Тогда Поветрие В стране Дискуссионные Клубы Опять же Веяние Времени При Сталине Такое И Вообразить Было Невозможно Дискуссии Слободин Кривонищенко Тибо Вроде И Ненамного Старше Остальных Не Считая Конечно Золотарева Они Выпускники Политеха Уже Познали Реальность Потому Уровень Понимания Жизни У них Уже Иной Людмила Дубинина Отмечает В дневнике Рустик 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 Рассуждали Понемного Обо Все О работе И так Далее Вообще Мне нравятся Вот эти Ребята Большая Разница Между Ними Окончившими Институт Рустиком Ко Юрой И нами Все Таки У них Суждения Наиболее Зрелые И умнее Гораздо Наших Господи Я уже Вообще Не говорю О своих Дискуссии Разводили В любой Даже В самой Неподходящей Обстановке Едут Извежая В 41-й Поселок Едут В кузове Грузовика Намерзлись Страшно Но пели И пели А всласть Напевшись Ударились В дискуссии На самые Разные Темы Начиная С темы О любви И дружбе И заканчивая Проблемами Раковых Заболеваний И их Лечении Запись В дневнике Во время Еды Опять Возникла Дискуссия О правах Мальчишек И девчонок Свободе И так далее По-моему Такие дискуссии Ни к чему Не приводят Так просто Для отвода души Ну так уж И для отвода души Дискуссии Полезны Оттачивают Умение Мыслить Расширяют Мировоззрение Помогают Понять Других И себя Вот что Интересно Они были Аполитичными Ни разу В дневниках Не встречается Даже намек На политическую Тему Будто и не коснулись Их Тектонические Перемены В политике Тех лет Ведь Не так уж Давно Прошел Двадцатый Съезд КПСС На котором Была сказана Хоть какая-то Правда О Сталине Доклад Хрущева На съезде Возбудил В молодежи Интерес Ждали Запись из тогдашнего дневника. 11 февраля 1957 год. Посетили Серовский краеведческий музей. Искренне поблагодарили экскурсовода музею Валю Мерзлякову. Снова в путь. Следующее ожидание транспорта в полуночном. Игорь организует две экскурсии. На электростанцию и в шахту. Здорово. Сердце замирает, когда спускаешься в черную преисподнюю. А спустишься чистенько, светло. Вагончики бегают, люди ходят. В походе не просто тупо шли, преодолевали пространство, а наслаждались видами. Запись в дневнике во время похода в 1957 году. И вот вдалеке показались желанные вершины. Молебный камень. Ой, качакур! Как мне хочется скорее оказаться у подножия этих гор, а еще больше подняться на вершину. Имеет бы крылья. Кругом такое чудо, что не хватает даже слов, чтобы описать всю эту суровую красоту. Как беден мой язык! Даль! Даль! Как она зовет и манит нас вперед! Через пять километров тропа пересекает Вижай. Река в этом месте течет почти на юг. Мелкий березняк, кусты, видимо, болото. Запись в дневнике во время похода в 1957 году. Запись сделал, между прочим, Тибо Бриньоль. Сегодня подъем на молебный камень. До гребня по вчерашней лыжне добрались быстро. Ветер, облака и мы среди них. Сердце наполнялось гордостью за человека. Покорителям многих трудных загадок и неотгаданных сейчас еще тайн. Огромные камни, снежные шапки, трещины, нагромождение камней. Весь этот вид подавлял и внушал страх перед многовековой трудноизменяемой природой. Вершина взята. Все взволнованно оглядываются, но кроме облаков ничего не видно. Пишем традиционную записку, не обнаружив других. Короткий обед и спуск обратно. Порой молочное покрывало, как бы внемля нашим просьбам, открывает нам картины, которые запоминаются на всю жизнь. О, Джеки Джом! Последние фильмы, которые они посмотрели в жизни. «Золотая симфония» — «Есть такой парень» — экранизация повести Горького в людях. Золотая симфония произвела на них оглушающее впечатление. Запись в дневнике. «Нам ужасно повезло. Идет золотая симфония». Быстро перетащили вещи в гостиницу и пошли в клуб. Хотя было и не резкое изображение, но это нисколько нас не омрачало. Сидящий рядом Юрка Криво все стонал и причмокивал губами от восторга. Вот это маленькое счастье, которое так трудно выразить словами. Все-таки какая изумительная музыка. Настроение после картины стало значительно лучше. Действие «Золотой симфонии» разворачивается в Австрии. Сюжет о фигуристах. В те времена в Советском Союзе еще не грянул бум фигурного катания. Потому смотрели на западных, как на волшебников. Фильм мудрыми изречениями не блещет. Сюжет простой и незатейливый. Но захватил душу советских студентов. Красивые герои, неотразимое ледовое шоу, волшебные интерьеры, чарующая музыка. Все это завораживало, притягивало. Это был другой мир, блистательный и недостижимый. Калмогорова записала. Ходили на «Золотую симфонию». Какая сила! Просто здорово! Даже Дятлов, в общем-то сухой и рациональный человек, попал под очарование австрийского фильма. Под впечатлением от увиденного стал неузнаваем. Пытался танцевать, припевая «О, Джеки Джом!» Эту незамысловатую мелодию пела в фильме «Мулатка». Мне поначалу показалось, что в названии фильма есть такой парень, а писка. Должно быть, живет такой парень. Первый фильм Василия Шукшина. Неужели этот мягкий, смешной, ироничный фильм оставил их равнодушными? Но быстро вспомнил, что Шукшин снял его в 1964 году, а смотрели они фильм, который действительно назывался «Есть такой парень», снят в 1956 году на Киевской киностудии. Такая банальщина, такая кандовая пропагандистская лента, что не могло это затронуть их живые сердца. Типичный советский киносироп. Юдин сходит с дистанции. Следующий пункт их трагического путешествия – заброшенный поселок Второй Северный Рудник. Провожали их Борода и его товарищи. Запись в общем дневнике. Сегодня согласились наши рюкзаки отвезти на лошадях, и мы ждем, когда они будут готовы, а сами пойдем на лыжах. Все поют, рабочие, живущие в бараках, не пошли на работу. Поют. Не жизнь, а бесконечная песня. А режим считается вроде как тоталитарным. Рюкзаки везла на санях лошадь с возницей литовцем, которого они звали Дедушкой. Это был ссыльный литовец Валюкявичус Станислав Александрович. В дневнике Юдина запись. Дедушка Слава. Забавно как-то люди не задумываются, как будет звучать то или другое имя в приложении к дедушке или дяде. Какой забавный дед. До 1953 года садили и хватали, кого попало, невинными. Потом разобрались и навели порядок. А всех повыгоняли по амнистии. Называли Валюкявичуса Дедушкой. А было ему всего лишь 55 лет. По фамилии понятно. Литовец. Осужден в 1947 году по статье 107 Уголовного кодекса за скупку и перепродажу частными лицами в целях наживы, спекуляция, продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления в виде лишения свободы на срок не ниже 5 лет с полной или частичной конфискацией имущества. Получил Валюкявичус 10 лет. А преступление вполне могло состоять в том, что продал мешок картошки. Вещи и снаряжение едут на санях. Туристы идут на лыжах. Шли весь день. Часто влетали в налить. Лыжи покрывались коркой льда. Приходилось останавливаться, чистить их. Добрались до поселка уже в темноте. Около двух десятков домов. Прежде в Северном-2 жили геологи. Места вокруг красивейшие. Напоминают Чусовую. Камни на берегах реки стоят утесами, белые. С трудом отыскали более-менее пригодный для ночевки дом. Затопили печь. Поужинали. И, как написал Дорошенко в общем дневнике, в горячо натопленной избе, на кроватях бросались шутками до трех часов ночи. Обнаружили в поселке кернохранилище. Керн, если кто не знает, образец горной породы из скважины. Выглядит как аккуратный цилиндрический столбик. Юдин, Тибо и Дорошенко решили набрать минералы для коллекции. Но ничего ценного в хранилище не обнаружили. Взяли только образцы перита да кварца. Они привлекательно сверкали блестками. Здесь заболел Юрий Юдин. Воспаление седалищного нерва. С этим не то, что в поход. Но и просто пройти по городской улице, испытываешь адскую боль. Запись в дневнике. Да, Юра Юдин от нас сегодня уходит. Его груз распределили по рюкзакам остальных. Есть фотография, на которой прощальная сцена. Юдин обнимается с Зиной Калмогоровой. Сам он через много лет не мог вспомнить ту сцену и о чем тогда говорили. А Люда записала в дневник. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться. Особенно нам с Зиной. Но ничего не поделаешь. Чем-то Юдин был близок к девушкам. Юдин отправился с Валюкявичусом в Северный-2. Больше живыми они не увидятся. В дневнике запись. Итак, нас остается в дальнейшем девять. Пока сидим и поем песни. Поют и поют. Ох, не к добру это. В этом факте сход с маршрута Юдина Опять же проблеск дьявольского замысла. Одного из группы оставили в живых. Так же, как и дьявольская в дневнике. Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские слова и перевод на русский. И первое слово. Я ручей. А если учесть, что ее тело было найдено на берегу ручья, то всякая чертовщина лезет в голову. На утро 27 января начнется, собственно, поход. Последний в их жизни. Зина делает запись. Скорее бы в путь. На лыжи. Как-то мы пойдем. Больше не будет свидетелей, что и как они делали. О том, что происходило дальше, можно узнать только из дневниковых записей. Поэтому будет много цитат из дневника. Есть и материальные свидетельства трагедии, но они расплывчатые, неопределенные. Их можно толковать как угодно, чем и занимаются составители разных версий. Я попытаюсь обойтись без толкований и непререкаемых утверждений. Только предположения, только догадки. А если уж факты, то, безусловно, доказанные, подтвержденные документально или очевидцами событий. На маршруте. Маршрут группы Кольцевой, отвежая сразу на север до брошенного поселка Второй Северный, от него на северо-запад, на гору Атартен, самую высокую вершину поясового гребня Северного Урала, затем на юг с восхождением на вершину горы Ойка-Чакур, после чего возвращение в Вижай. Действия группы Дятлов спланировал так. Соорудить в верховьях реки Ауспия Лабас, в котором оставить на хранение по возможности больше продуктов, после чего налегке взойти на гору Атартен, траверсом пологой части северного склона горы 1079, и затем прямо по гребню поясового камня, где твердый фирн, по нему легко идти. Возвращение тем же путем. При необходимости возможен вариант спуск с гребня до полосы леса к долине Лозьвы, где можно устроить удобную ночевку. Восхождение на Атартен должно занять два, максимум три дня. Особая тема, как прокладывать маршрут на местности. Естественный ответ – по карте. Но в те времена карты представляли страшный государственный секрет. Простой публике можно было пользоваться только картами-миллионками, то есть масштаб один к миллиону. Иными словами, один сантиметр на карте соответствовал десяти километрам на местности. По таким картам прокладывать маршрут, ориентироваться было почти бессмысленно. Подробные карты 200 метров в одном сантиметре появились в начале 50-х, но они были только у военных. У геологов были так называемые километровки, на них стоял гриф для служебного пользования. Доступ к таким картам был ограничен, если потеряешь тюремный срок до десяти лет. Понятно, что у туристов таких карт быть не могло. Потому забывали всеми правдами и неправдами более точные карты. Карту выпросил Колеватов у заместителя начальника треста Гипрометруда Игнатия Фокича Рягина, знакомого семьи. Кроме этого, группа располагала в походе такими картами. Республики Коми, Канты-Мансийского автономного округа, пятикилометровки, годились для общего обзора местности. Карта Ивдельского лесничества, двухкилометровка. Вот по ней уже можно было более-менее сносно ориентироваться. Были у группы несколько фотографий с карт двухкилометровок. Это как раз те, что Колеватов взял в рудоуправление. Были три карты с карт Ивдельского лесничества. Евгений Зиновьев так оценивает готовность руководителя группы. Игорь Дятлов к моменту выхода на маршрут находился на пике своей спортивной и физической формы. Сложился неписанный свод некоторых правил, как быть во всеоружии в походе. И Дятлов их прекрасно знал. Обозначу некоторые моменты. Место для установки палатки не разрывать от снега до земли. Достаточно утоптать на лыжах это место и настелить лапник или уложить лыжи креплениями вниз, оставив две-три пары лыж для дежурных. В мокрой или влажной одежде спать не укладываться. Либо переодеться в сухое, либо высушить на костре. Лучше ложиться босиком, чем в мокрых носках. Для надежности закутать ноги в сухую одежду или одеяло. Печка в палатке полезна в сильные морозы. Топить всю ночь не обязательно, лишь когда укладываешься спать. Ну и утром, если хочешь переодеться в тепле. В зимнем походе обязателен большой нож с длинным лезвием. На открытых местах, где плотный снег, можно строить из снега вполне сносное убежище. Ножом нарезать из снега кирпичи, из которых можно построить надежный дом. В центре развести костер или поставить печку. Каждому иметь при себе неприкосновенный запас НЗ спички в непромокаемом пакете куски сахара. Костер это жизнь. Он восстанавливает энергию и физические силы. Лучший и удобный костер для группы Три сухары параллельно комлями на огонь и стволы по ветру, чтобы дым не мешал. Горит долго и за дровами бегать не надо. При себе каждому иметь кусок сухой бересты и смолистые щепки. Лучше не придумать для разжигания костра. Каменная грелка. Нагретый на костре камень величиной примерно в два кирпича закутать в одежду. И можно спать с ним в обнимку как на печи. Эти правила во многом годятся и для сегодняшних походов. И в поход 27 января. В дневнике Калмогоровой запись. 27 января 1959 года. Сегодня первый день пути. Рюкзак ничего, тяжеленький. Как распределялся груз между участниками похода. Вещи, продукты, снаряжение, печка, ледоруб, топоры. Каждый килограмм на учете. Очень тяжелая палатка. Из брезента. Да, по сути, две палатки. Кто ее нес? Юдин дает пояснение. Палатку всегда тащил самый выносливый. В этом походе, возможно, ее нес Рустем Слободин. Он был самый спортивный из нас. Остальные тяжести распределялись среди других парней. Когда они начинали свой путь на лыжах из поселка Северный, у всех в рюкзаках груза было поровну. Но, как обычно бывает, на второй или третий день они должны были перераспределить его. Руководитель похода обязан был следить, чтобы ноша была каждому под силу. Каждому груз по силам. Но, тем не менее существовала неписанная норма. Парни 30 килограммов, девушки 20. Далее в общем дневнике дятловцев записан адрес. Тюменская область, Березовской район, поселок Няксимваль, Соболиная Плеса, Огневу Николай Грик, Рудик Иван Иванович. Огнев геолог, которого встретили в Вижае, Борода, видимо запал он в душу Зины. Кто знает, вернись она из похода, завязалась бы между ними переписка. В скобках непонятная Соболиная Плеса. Есть в Ханты-Мансийском округе деревня Долгая Плеса, но почему Соболиная? Найти бы Огнева Николая Григорьевича, хотя вряд ли он жив. Все же год рождения 1931. Жаль, что следствие не заинтересовалось этой фигурой. 28 января. Утро выпало теплым, всего лишь минус восемь. Собирались к выходу долго, подгоняли крепления, мазали лыжи, отправились в путь только в 11.45. Запись Зины в дневнике не очень веселая. Вчера вечером мальчишки глупо острили. По-моему, на них не надо обращать внимания, может они меньше хамить будут, а так пока ничего. Уже пора выходить, а все еще копаются и копаются. Не понимаю, как можно так долго собираться. Вот прошли первые 30 минут. Конечно, рюкзак ничего, тяжеленький, но идти можно. Зина почему-то искажает дату записи. 28 февраля 58 и месяц не январь, и год прошлый. Чем интересно была вызвана описка? Но главное, на что обращаешь внимание в записи, мальчишки глупо острили. И скорее всего не только острили, но и хамили. И вот они идут по маршруту. Первый день похода всегда дается тяжело, да к тому же повалил снег, метель. Часто приходится останавливаться и соскабливать мокрый снег слышь. Кривонищенко идет последним, делает кроки маршрута. После обеда сделали всего один переход и в 17.30 встали на привал. О привале попутное замечание. В феврале 1957 года Дятлов водил группу в поход. В общем дневнике есть запись, как устраивается привал. Хорошо зимой в лесу, можно устроить ночлег в любом месте. Не имеет значения крутизна склона. Из снега можно сделать площадку на любом скате. Лишь бы были дрова и не просто деревья, а сухары. В такой группе, как наша, 11 человек, надо завалить две-три сосенки или на худой конец елки, распилить их и расколоть. И все это до темноты. Ладно, в феврале день уже прирастает, но все равно в пять часов вечера надо вставать на ночлег. На устройство бивака ушло чуть больше времени. Снег на склоне очень глубокий, а яму для костра надо копать до земли. И главное завтра восхождение. И трудно предугадать, сколько времени оно займет. Так что дрова надо заготовить и на завтра. Скорее всего и в январе 1959 года процесс устройства привала был похожим. Поужинали, потом долго сидели у костра, как обычно пели. Зина пыталась учиться на мандолине под учительством Рустема. И опять дискуссия, и опять про любовь. Тибо записывает в дневник. Кому-то приходит в голову стенографировать все наши высказывания или завести на этот счет особую тетрадь. Да, жаль, эта идея не реализована. Далее Николай пишет. Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека. В дальнем отсеке располагаемся мы с Зиной. Никому не хочется спать у печки и решили положить туда Юрку к Ри. С другой стороны располагается дежурный Саша Колеватов. Юрка, полежав минуты две, не выдерживает и перебирается во второй отсек, при этом страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве. После этого еще долго не могли заснуть. О чем-то спорили, но, наконец, все стихло. Спать в палатке ложились поперек, и на каждого приходится чуть больше сорока сантиметров. Печку ставили в дальнем конце палатки, а ее труба горизонтально тянется под коньком и отдает тепло лежащим под ней. Временами с трубы капает смешанная с копотью смола. Зина пишет, что на привале зашивала палатку. Интересно, когда успели порвать? Ведь ее ни разу до этого не раскладывали. А перед выходом в поход еще в Свердловске все снаряжение проверили. Последняя запись Зины за день. Улеглись спать. Игорь весь вечер хамил. Я просто не узнавала его. Пришлось спать на дровах у печки. И Дятлов хамил. Уж Игорь-то должен был держать себя в рамках. Он же руководитель. От него во многом зависит атмосфера в маленьком коллективе. Видимо, его хамство было болезненным для Зины, если она в палатке устроилась спать подальше от него. Шли по лозьве, потом свернули на ауспию. Заметили след лыж охотника Манси. Часто встречались на деревьях мансийские знаки. Сфотографировали, зарисовали, пытались разгадать их смысл. Вставали лениво, медленно. Похолодало, минус семнадцать. Двинулись в путь около десяти утра. Идти тяжело, лыжи утопают в снегу. Несколько раз пробовали придерживаться реки Ауспии, но под снегом попадалась вода, лыжи покрывались льдом. Приходилось останавливаться, счищать его. А перебираешься на берег, тонешь в снегу, вот и выбирая из двух зол, которая полегче. В лесу придерживались тропы, пробитые охотниками манси, но часто ее теряли, потому шли на ощупь. В час преодолевали не больше двух километров. Использовали такой метод продвижения. Идущий первым оставляет рюкзак и налегке торит лыжню минут пять. После этого возвращается к рюкзаку и отдыхает минут десять. Отдохнув, догоняет группу. Скорость прохождения увеличилась. Опять на деревьях загадочные таинственные знаки. Манси оставили. Это своеобразный рассказ. Знаки рассказывают о замеченных зверях, о стоянках, о приметах. В дневнике запись. Возникает идея нашего похода в стране таинственных знаков. Знать бы эту грамоту, можно было бы безо всяких сомнений идти по тропе, не сомневаясь, что она уведет нас не туда, куда нужно. Сегодня, думаешь, ну и пошли бы дальше по тропе Манси. Она как раз и вывела туда, где остались бы живы. Нет, бросили тропу, свернули направо. Эх! Солнце во все небо. Около двух часов привал, устали, пора подкрепиться. Меню корейка, сухари, сахар, чеснок, кофе. Не было в то время удобных и легких пластмассовых термосов для кофе или чая. Утром в медицинские грелки заливали горячий чай или кофе. Закутывали грелки в теплые вещи, но к обеду они чуть теплые. Описать вкус и запах напитка из резиновой грелки невозможно. Настолько сложен его букет, хотя основной аромат, привкус резины, преобладает. Настроение хорошее. Еще два перехода, остановка на ночлег. К вечеру температура упала до минус двадцати шести. Это уже серьезный холод. Долго подбирали место, где поставить палатку, наконец нашли. Высокие ели, полно сухостоя для костра. Установили палатку, устроились на ночь. В палатке обычно не раздеваются крайние. На ночь ложились в лыжных костюмах и свитерах. Дежурных ночью не оставляли. Если кого заставить дежурить, то ему на другой день трудно идти, и под него придется всем подстраиваться. Замедление хода. Спальных мешков дятловцы не имели, поэтому для лучшего согревания они формировали подобие коллективного спальника, ложились вплотную друг к другу и накрывались сверху одеялами и куртками. Крупные походные вещи, ведра, топоры и пилу сложили у входа в палатку. Непонятна ситуация с состоянием палатки. Запись в дневнике. Люда быстро отработалась, села у костра. Коля Тибо переоделся, начал писать дневник. Закон таков, пока не кончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. А когда ж они успели порвать палатку? И где? Да нигде. Просто палатка общая, турклубовская, обветшала давно. Ни одно поколение туристов УПИ ходило с ней в походы. Наконец Тибо не выдержал, взялся за иголку. Дубинина осталось праздно сидеть, а потом нырнула в палатку. Зина пишет дальше. А мы шили дыры, а их было так много, что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды. Ребята страшно возмущены. Какая-то психологически не очень здоровая ситуация. Что происходит с Людой? Она залезла в палатку и до конца ужина не выходила. На что она обиделась? Или на кого? День рождения Колеватова. Поздравили, подарили мандарин. Значит, кто-то заранее предусмотрел. Взял с собой веселый красно-оранжевый мандарин. Саша разделил его на восемь частей, а их девять человек. Кто-то не получил дольку. Скорее всего, обиженная Люда, что должно было углубить ее обиду. Вот что интересно. В протоколе опознания вещей признано, что Дубининой принадлежат ежик и Мишка Резиновый. Юдин делает уточнение. Люда купила перед отъездом в подарок ко дню рождения кому-то. Кому? Колеватову. Больше ни у кого во время похода не намечалось дня рождения. И такая печальная ситуация. Все поздравляют Сашу, а Люда в палатке. Приблизительно в это время устроили лабаз. Записи в дневнике об этом нет. Участник поисков Юрий Коптелов отмечает. У меня один из вопросов. Когда поставили лабаз? Почему в дневнике лабаз не отражен? Поясню. Лабаз это хранилище для продуктов. Группа намеревалась покорить гору Атартен, после чего вернуться на это же место. И чтобы не тащить туда-сюда лишний груз, часть оставили в лабазе. Вырыли в снегу яму, уложили туда часть продуктов в картонных коробках, несколько вещей, мандолину, аптечку, запасные лыжные ботинки. Сверху положили дрова и закидали снегом. Рядом поставили запасную пару лыж и надели на них цветные гетры, чтобы легче отыскать. Идут дальше. Постепенно отдаляются от Ауспии. Начался непрерывный подъем. Кончились ели, остался редкий березняк. Это означает, что они приблизились к предгорью. Вышли на границу леса. Дальше наст, голое пространство, пронзительный ветер. Дятлов находит образное сравнение. Скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета. Около 16.00 решили подобрать место для стоянки. Спустились в долину Ауспии. Снег около двух метров толщиной. Усталые, измученные принялись за устройство ночлега. Дятлов фиксирует. Дров мало, хилые, сырые ели. Костер разводили на бревнах. Неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте при пронзительном вое ветра в сотне километров от населенных пунктов. Это последняя запись в общем дневнике. Погода в тот день была свирепая. Начальник узла связи Вижайского лесоотделения Василий Андреевич Попов скажет следователю. В первых числах февраля 1959 года в поселке Вижай были сильные ветры. Ветер поднимал массу снега и наносил сугробы, хотя осадков практически не было. Были занесены дороги. Я проживаю здесь с 1951 года, но таких ветров не помню. Последнее письменное свидетельство жизни группы «Боевой листок вечерний Атартен номер один». 1 февраля 1959 года. Орган издания профсоюзной организации группы Хибина передавится с третьим 21 съезд увеличением туриста рождаемости. Философский семинар «Любовь и туризм» проводится ежедневно в помещении палатки главный корпус. Лекции читают доктор Тибо и кандидат любовных наук Дубинина. Армянская загадка «Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть девять туристов?» Наука «Последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным снежные человеки обитают на Северном Урале в районе горы Атартен. Новости техники туристские сани хороши при езде в поезде на машине и на лошади. Для перевозки груза по снегу не рекомендуются. За консультацией обращаться к главному конструктору товарищу Колеватову «Спорт». Команда радиотехников в составе товарищей Дорошенко и Калмогоровой установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки 1 час 0,2 минуты 27,4 секунды. Моисей Аксельрот участвовавший в поисках высказал мнение буквы кажутся угловатыми а почерк похожим на Золотаревский но со значительными изменениями непонятно где Моисей видел почерк Золотарева это первое и второе вряд ли новый человек в команде взялся бы составлять шутливый боевой листок да и остальные не поняли бы и не приняли его порыв Как велись поиски Группа Владислава Карелина тогда же в январе-феврале предприняла поход на гору Молебный Камень это южнее маршрута Дятлова планировалась встреча двух групп в районе горы Ойко-Чакур Дятловцы не появились в условленное время Карелин с друзьями решили что Дятлов не успел дойти до крайней южной точки своего маршрута потому не дожидались его спустились по Ташемке в Вижай и дальше возвращение домой через Ивдель-Серов В Серове 25 февраля в привокзальной столовой к Карелину подошел человек назвался геологом и спросил Вы ребята случаем не студенты? Не вас ли разыскивают? Вопрос насторожил Как разыскивают? Кого? Карелин тут же позвонил в Свердловск Так они узнали Группа Дятлова не вернулась Мгновенно приняли решение Возвращаемся в Ивдель И остальные тургруппы Уральского политехнического института начали возвращаться с маршрутов Вернулись группы Юрия Блинова и Михаила Шаравина Группа Евгения Зиновьева Появилась в Свердловске 20 февраля Закончила лыжный переход по приполярному Уралу Удивились что на станции Свердловск Пассажирский их не встретили друзья Из дома обзвонили знакомых Обожгла тревожная весть Из похода не вернулась группа Игоря Дятлова Объявлены поиски А первым почувствовал тревогу Юрий Блинов его группа рассталась с дятловцами в Вижае Он вспоминает У Дятлова поход должен по плану кончаться 12 февраля в Вижае Так что мы должны были вернуться раньше их дня на 2 или 3 Мы успешно прошли весь маршрут и вернулись в Свердловск 11 февраля Я прикинул когда же должен вернуться Игорь Выходило примерно 15 или 16 февраля Кроме того Юдин когда приехал тоже кому-то передал что Дятлов опоздает дня на 4 Так что до 16 числа никто нигде и не чесался Блинов 16 и 17 февраля звонил Валерию Уфимцеву инструктору городского комитета физкультуры Он курировал туризм Спрашивал есть ли от Дятлова телеграмма Уфимцев отвечал ничего нет На том дело и кончалось Руководитель спортклуба Лев Семенович Гордо и заведующий кафедрой физвоспитания института Андрей Михайлович Вишневский тоже были спокойны Задержки групп на маршрутах случались и раньше ВУПИ поначалу вообще отпихивались от этого дела Группа сборная а не институтская В ней люди которые не имеют никакого отношения к вузу Золотарев Слободин Кривонищенко Тибо потому пусть поисками занимаются городские спортивные организации видимо это бездействие в первые дни и побудило старшую сестру Александра Колеватова Римму отправить на бланки правительственная отчаянную телеграмму первому секретарю президиума ЦК КПСС Хрущеву Дорогой Никита Сергеевич К назначенному сроку 9 февраля группа туристов Политехнического института Свердловска не возвратилась из похода с Северного Урала Поисковые работы начались поздно только по истечении 10 дней областные организации до сих пор не приняли эффективных мер Убедительно просим вашего содействия в срочном розыске наших детей теперь уже дорог каждый час А 18 забили тревогу родители Дубининой Колеватова Звонили во все инстанции начиная от директора института и кончая обкомом партии Звонили в спортклуб но там толком не могли ответить по какому маршруту ушел Дятлов с группой Он не оставил маршрутного листа в спортклубе Поднялась суматоха Гордо связался с Вежаем пытаясь выяснить возвращалась ли группа из похода Нет Вежаи их не видели позвонили в Ивдель и там группа не объявлялась Начали разбираться по какому маршруту отправилась группа Дятлова выяснилось в спортклубе нет копий протокола маршрутной комиссии и маршрутной книжки группы они должны были быть Наконец нашли протокол маршрутной комиссии но в нем никакой информации о походе Позже Рима Колеватова скажет в показаниях следователю Иванову С большим опозданием начались розыски пропавшей группы Возмутителен и преступен такой факт 18 февраля Гордо информировал партком политехнического института что извежая получена телеграмма извещающая о том что группа задерживается в пути секретарь парткома УПИ Заостровский информацию Гордо не проверил и о случившемся событии не поставил в известность директора института Сиунова директор же узнал об этом только тогда когда ему позвонила из горкома партии Фетченко Я вынуждена была обратиться в горком с просьбой принять меры к розыску группы Таким образом телеграмму перепутали Телеграмма пришла от параллельной группы от группы Блинова Дирекцию института в известность о случившемся не поставили Поиски начались только лишь по настоянию родителей туристов Установить маршрут группы помогла как раз Римма Колеватова Она вспомнила Брат Саша обращался к Рягину из Треста Гипрометруда просил его помочь с картой Нашли Рягина Он припомнил все что Колеватов рассказывал ему о предполагаемом маршруте Восстановил по памяти маршрут и нанес его на карту Эту карту передали полковнику Артюкову начальнику военной кафедры УПИ который был назначен от института руководить поисками пропавшей группы Вспомнили о Юдине Он сошел с маршрута по болезни Начали его разыскивать Он объявился сам Вернувшись из неудавшегося для него похода он подался домой в родную деревню А приехал в Свердловск и узнает Ребята пропали Вспоминает Атмосфера в институте была напряженная Многих опрашивали органы Куда ребята могли деться Почему они отправились именно туда Ведь в составе группы был француз Тибо Бриньоль секреты носители Кривонищенко и Слободин Кто-то даже собирал на дятловцев мерзопакостные характеристики Вспоминает Согрин Мы вернулись из похода по Приполярью Ко мне домой примчался возбужденный Рудик Седов Сергей в институте паника Не вернулся Игорь Тебя срочно приглашает Гордо Предпринимаются попытки начать поиски Не знают что и как делать Они помчались в институт У Гордо чуть ли не слезы на глазах Рассказал что уже предпринято Подключена военная кафедра Полковник Артюков договорился с Уральским военным округом что будут выделены для поисков военные самолеты и вертолеты Решен вопрос обеспечения групп поиска продуктами палатками снаряжением Из институтских туристов и альпинистов укомплектована группа которая вот-вот вылетит в Ивдель Согрин сразу почувствовал все в полной растерянности ничего подобного в институте да и в Свердловске никогда не случалось он начал знакомиться детально с маршрутом Дятлова район ему был знаком годом раньше его группа прошла путь по реке Вижай перевалила через Уральский хребет и вышла на Вишеру опытным взглядом он видел охватить всю нитку маршрута группа поиска не в состоянии слишком обширный район тайги и высокогорной тундры поиск может занять месяцы местность пересеченная глубокие снега неизвестно где и почему застряла группа Согрин предложил исключить те участки маршрута где группы быть не могло если дятловцы намеревались подняться на вершину от Артена то сосредоточиться надо именно в районе горы там велика вероятность обнаружить их следы 20 февраля экстренное собрание турсекции УПИ пришли 70 человек студенты которые вернулись из лыжных походов были и те кто заканчивал зимнюю сессию и собирался отправиться в поход началась запись добровольцев в поисково-спасательные группы записывали только ребят сформирован отряд возглавил его Борис Слабцов Блинов вспоминает я каждый день бегал в турклуб есть телеграмма нет телеграммы это же не населенка где они находятся строили гипотезы может кто заболел мало ли что случилось всех грела самая простая версия ногу кто-нибудь сломал потому пережидают где-нибудь в избе создана чрезвычайная комиссия Свердловского обкома КПСС во главе с заместителем председателя облсполкома Павловым и заведующим отделом науки обкома КПСС Ермашом Альпинисты Альпинисты высадились с вертолета на горе Атартен задача определить был ли Дятлов на Атартене не был слухи по России верховодят куда пропала группа Дятлова весь Свердловск был занят этим вопросом обсуждали на всех факультетах политеха в общежитиях на предприятиях города по домам достоверных сведений было мало потому событие обрастало догадками слухами домыслами поначалу самой популярной версией была уголовная на группу напали заключенные бежавшие из лагеря другие утверждали что туристов задрал медведь шатун грешили иноманси мало они убили студентов за то что те осквернили их священные места говорили и такое парни подрались не поделив девушек Согрин комментирует такое могло родиться только в головах людей далеких от туризма спорта и весьма ограниченных для нас познавших туристские путешествия не понаслышке а изнутри все это казалось невероятным чудовищным но самым бредовым было предположение студенты могли убежать за границу действительно бред где северный урал а где граница ближайшая с финляндии полторы тысячи километров до нее по прямой блинов вспоминает говорили может свалили на запад через хребет перевалили и ушли туда карелин добавляет рассматривались самые невероятные для нас сегодняшних версии собирали негативную информацию о дятловцах в том числе и о Юрии Юдине никто не знал что он вернулся с маршрута но это предположение утекли за границу сегодня представляется бредом а тогда рассматривалось партийными органами как вполне реальное и было понятно почему измена родине была страшнее атомной войны секретарь парткома института за смерть студентов мог отделаться выговором а если бы они ушли за кордон наказание было бы много суровее самое малое ему пришлось бы положить партбилет на стол что для партийного начальника катастрофа тогдашнюю ситуацию поможет понять и такой эпизод из мира кино в 1964 году кинорежиссер Георгий Данелия снял фильм «Я шагаю по Москве» ставший знаменитым и знаменитой стала песня из фильма со словами «А я иду шагаю по Москве и я пройти еще смогу соленый тихий океан и тундру и тайгу над лодкой белый парус распущу пока не знаю с кем последняя строчка сначала звучала так пока не знаю где когда фильм сдавали в госкомитете по кинематографии то там попросили изменить эту строчку почему удивился режиссер слова представлялись ему вполне невинными и услышал что значит пока не знаю где ваш герой в Израиль собрался плыть или в США дурь конечно но строчку переначали и пошла песня в народ со словами пока не знаю с кем так что туристы могли пройти приполярный Урал тундру тайгу переплыть ледовитый океан и вот они в Америке смешно и дико но это сегодня смешно и дико а тогда подозрение было прочным Владимир Аскенадзи вспоминал откуда не возьмись вдруг появилась версия что студенты могли уйти за границу додуматься до такого мы конечно сами не могли никак самый ближний путь оттуда до заграницы вероятно через полюс в Америку добавьте еще горы с их бездорожьем да непролазный снег да 30 градусный мороз тем не менее перед отъездом на поиске в качестве руководителя группы мне в порткоме института на полном серьезе заявили чтобы я там внимательно посмотрел нет ли каких улик подтверждающих планы ухода за границу группы Дятлова через северный полюс и если обнаружите какие-то детали говорящие о их бегстве в Америку то никому не болтать когда я сообщил ребятам про побег в Америку они долго хохотали Нансен годами готовился чтобы покорить северный полюс а наши якобы налегке решились через весь ледовитый океан махнуть тому же без лыж ведь все их лыжи были найдены у палатки вот уровень мышления тогдашних партийных работников с логикой они не дружили я с изумлением обнаружил что и сегодня находятся такие кто верит в версию побега за кордон Сергей Казанцев дальний родственник Тибо Бриньоля предполагает возможно Золотарев находился в группе для наблюдения за туристами как бы они не сбежали за границу поход этот хороший повод уехать к границе и удрать в то время в турпоездках за рубеж всегда внедряли веселого открытого человека именно с этой целью наблюдать чтобы не сбежали да так и было в советские годы когда тургруппа советских граждан отправлялась за рубеж в ней обязательно был надзирающий от органов но внутри страны да к тому же в столь сложный поход да и до границы тысячи километров это несерьезно на всех кто побывал на перевале набрасывались с вопросами ну что там ребят убили там упала ракета расспросом не было конца а что отвечать знали не больше тех кто спрашивал аскенадзи вспоминает властям тогда никто не верил все понимали что чиновники врут и когда мы вернулись с поисков в институт нас разрывали на части требовали информацию мой друг тоже студент УПИ Моисей Аксельрот говорил это была лавина я ему говорю а ты бы испугался лавины он головой помотал так вот и дятлов бы не испугался наина Иосифовна Ельцина работала в те годы в проектном институте вспоминает что в городе все знали об этой трагической истории но это были только слухи все с кем она общалась тогда никто ничего не знал на встречах с однокурсниками обсуждали что же случилось с туристами но ни у кого никакой внятной информации не было большинство слухов склонялись к версиям гостайны самое популярное ребята случайно оказались свидетелями каких-то секретных военных испытаний слухи выплеснулись за границы Свердловска Ольга Тимофеевна Губанова в том далеком 1959 году после окончания школы работала на Каменск Уральском радиозаводе свердловщицей в механическом цехе помню по заводу поползли слухи о загадочной гибели на Северном Урале свердловских студентов туристов 9 человек и среди них наша землячка Зина Калмогорова из деревни Покровка что совсем неподалеку от Каменска слухи пошелестели и утихли Татьяна сестра Игоря Дятлова о ситуации в Первоуральске ажиотаж был страшный город маленький и это воспринялось как невероятные силы события и домыслов страшных рассказов всяких было очень много журналист Геннадий Григорьев записал в те дни в блокнот этой трагедии живет весь Ивдель сочинено много предположений и сплетен но всем их очень жалко еще запись где бы не остановился в столовой в гостинице на улице в магазине всюду слышно что народ об этом говорит вот и сейчас слышу в коридоре громкий голос кто-то их убил слухи о трагедии достигли Ленинграда вот ведь как ни слова в газетах по радио на телевидении а о трагедии узнали за тысячи километров слух искаженный погибли ленинградские туристы действительно группа студентов Ленинградского университета ушла в поход по приполярному Уралу и ушла надолго на месяц некоторые посчитали что погибли как раз они слухи достигли поселка Лермонтов на Ставрополье там в школе работал Золотарев Александр Кузнецов вспоминает весной мы узнали что Золотарев погиб школа гудела пошли толки что кто-то убил студентов директор Виктор Павлович запретил вообще все разговоры на эту тему Василий Дроботов добавляет во школе поползли слухи один нелепее другого якобы Золотарев повел группу она сбилась с маршрута попали на полигон где проводилось бомбометание и все погибли вторая версия была такая он повел группу в горы они остановились на ночлег в святом для аборигенов месте и эти нелюди туристов и растерзали вот ведь как прессе о событиях на перевале не строчки а за тысячи километров от события о нем знают и не просто знают а с подробностями полигон бомбометание святое место политехи Свердловске накал слухов нарастал день ото дня уже вполне уверенно говорили ребята стали жертвой атомных испытаний нашлись свидетели которые видели вспышку слышали гул ощутили дыхание ударной волны а уж когда появились сведения о загадочных огненных шарах на ночном небе то слухи переключились на ракеты это они убили студентов Ирина Багаева вспоминает слухи о причине гибели студентов поползли говорили что они не замерзли не попали в какой-то природный катаклизм а облучились при испытании чего-то ядерного рассказывали что их тела были разбросаны по склону горы без одежды чуть ли не голые но почти не поврежденные зима ведь была природный холодильник поэтому тела и сохранились только были почерневшими отсюда возникла версия студенты погибли от облучения а раз так то отсюда и строжайшая секретность и запрет видеть покойников кстати говоря когда на Урале случалась необъяснимая гибель людей то народ чаще всего не думал о мистике или о природных катаклизмах а верил что тут с большой вероятностью замешаны военные сестра Игоря Дятлова Татьяна о слухах факт в том что причастность военных не подвергалась сомнению совершенно вот так не подвергалась сомнению совершенно весь Урал это почти сплошной секретный военный объект в каком направлении не направишься по лесу везде запретная зона колючка да и исправительных лагерей хватало Давиденко припоминает слух казался многим гораздо более основательным это испытание какого-то нового вида оружия на полигоне новая земля вообще-то говоря от новой земли до перевала Дятлова тысячи километров но просто ближе не оказалось ни одного сколько-нибудь важного военного объекта на который можно было бы списать случившуюся трагедию тут что-то с памятью у Давиденко не могло такого быть чтобы говорили о ядерном полигоне на новой земле об этом полигоне тогда да и много позже простой люд не знал секретность была строжайшая да и полигону всего три года на тот момент было два варианта при которых информация о чрезвычайном происшествии с группой Дятлова могла попасть в газеты на радио если бы студентов убили преступники и их поймали тогда возможно был бы репортаж из зала суда чтобы показать социалистическая законность покарала извергов а резонансные дела в Свердловске были в тот год два о которых говорил весь город первый некий пастухов убил мать об этом была заметка в уральском рабочем читатели в откликах называли убийцу извергом выродком чудовищем со звериным сердцем двуногим зверем требовали его расстрелять и расстреляли и второй случай шофер треста Урал тяжстрой Анисимов убил дружинника Леонида Бахтина как раз в 1959 году партия инициировала создание общественных дружин для поддержания порядка на улицах в газетах об убийстве дружинника Бахтина ни слова но партийные органы развернули пропагандистскую кампанию в трудовых коллективах в документах обкома я нашел в одной из записок трудящиеся области на митингах и собраниях сурово заклеймили позором Анисимова требуя сурово его наказать судебной коллегии областного суда он приговорен к высшей мере наказания расстрелу я просмотрел Свердловские газеты за 1958 1960 впечатление что тяжкие преступления в области очень большая редкость только два сообщения об убийствах за три года не было грабежей бандитизма воровства крошечные заметки о карманниках хулиганах мелких мошенниках нечестных продавцах пьяницах самогонщиках а преступность была и росла она из года в год в документах обкома КПСС есть отчеты правоохранительных органов областного суда в которых приводятся ужасающие факты о преступности убийства происходили почти каждый день грабежи обычное дело так что гибель девяти туристов присутствует в документах обкома и горкома но о ней ни слова на страницах газет но природа не терпит пустоты и отсутствие информации заполняется слухами слухи это своеобразное средство массовой информации в советское время писатель Михаил Пришлин вел дневник на протяжении десятилетий до дня своей смерти в 1954 году и одно из самых частых слов в его записях слухи приведу первые попавшиеся из разных лет возможно что кому-то и выгодно паника и кто-то нарочно пускает слухи был же слух что Шмидт арестован а может быть слухи сами собой возникают все время живут слухами литературными сплетнями начинаются слухи подобные тому что Буденный исчез и так далее и тому подобное Высоцкий написал слухи по России верховодят и со сплетней в терции поют ну а где-то рядом с ними ходит правда на которую плюют не только старухи разносили слухи все поддались по ветрию распространить слух как можно дальше 1959 году в средствах массовой информации не появилось ни слова о девяти погибших в походе а ведь могли власти что-то дать в печать чтобы снизить накал слухов для начала просто сообщить пропали туристы потом в газетах репортажи о поисках потом о найденной палатке о найденных трупах полностью слухи это не прекратило бы но все же основы для них было бы меньше но власть даже на такую малость не умела пойти почему секретили многие сегодня имеют смутное представление о том что тогда можно было газетчикам а чего нельзя вот типичное утверждение анатолий гущин пишет в книге совершенно неприличным казалось в те дни и молчание газет радио хотя попытки написать об этом журналисты предпринимали не раз собственный корреспондент уральского рабочего Геннадий Григорьев материал передал сразу же как только узнал о трагедии но его публиковать не стали говорили что сам первый секретарь ЦК КПСС Хрущев предостерегал секретаря обкома Кириленко не спешить с публикациями мол вот найдут всех остальных тогда и посмотрим однако во первых нет никаких документальных свидетельств что Хрущев вообще знал о гибели девяти туристов а во вторых по поводу распоряжения Никиты Сергеевича не спешить с публикациями такого распоряжения быть не могло потому что и без указания из Москвы Кириленко знал что можно печатать в газетах а что нет даже не так не дело первого секретаря обкома КПСС следить какие заметки готовятся к печати на то существовали редакторы газет они знали границы того что может появиться на страницах их изданий а что ни в коем случае главный редактор уральского рабочего был членом обкома КПСС и партийная дисциплина для него была не пустым звуком а главный редактор молодежной газеты на смену был членом обкома ВЛКСМ тоже правильно понимал политику партии и неуклонно проводил ее в жизнь но даже если бы главный редактор дал маху и пропустил что-то нежелательное в номер то начеку была организация которая его поправила бы существовал глав лит главное управление по охране государственных тайн в печати при совете министров СССР название вполне невинное но на самом деле это был орган цензуры и в каждом издании в каждом издательстве на каждой киностудии в каждом министерстве и во многих других организациях сидел уполномоченный глав лита а иногда и целая группа которые следили как бы чего не проскочило в печатной продукции существовал список тем которые никак не могли появиться в печати я листал список запретов это огромный том который назывался перечень сведений запрещенных к опубликованию в открытой печати передачах по радио и телевидению и в нем каких только запретов не было но про всякие военные секреты понятно это не могло появиться ни под каким соусом но были под запретом и невинные на первый взгляд вещи приведу лишь некоторые из них прием выбытие текучесть рабочих сведения по выборам в верховный совет ссср сведения о чрезвычайных происшествиях авариях и катастрофах отрицательные данные о санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом состоянии отдельных районов страны сведения о привлечении воинских частей к спасательным работам при катастрофах сведения о зонах наводнения допустимые дозы радиации человека и допустимые уровни загрязнения продовольствия панорамные и перспективные фотоснимки городов топографические карты сведения о массовой гибели людей материалы уточняющие основные параметры общего земного эллипсоида и гравитационного поля земли сведения о радиоактивном загрязнении внешней среды долгосрочные прогнозы погоды водности рек влажности почвы сведения о наездах подвижного состава на людей сведения о массовой гибели зерновых сведения о недостатках советских изобретений общие сведения о погибших туристах и альпинистах численность детей и подростков доставленных в органы внутренних дел за безнадзорность лиц занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством количество специальных школ для детей нуждающихся в особых условиях воспитания сведения об органах главлита СССР раскрывающий характер организацию и методы их работы и так далее как видим под запрет попадала и гибель туристов есть в перечне соответствующий пункт даже два сведения о массовой гибели людей и сведения о погибших туристах и альпинистах помню каких усилий потребовались известному журналисту Геннадию Бочарову напечатать в комсомольской правде очерк о гибели при штурме пика коммунизма группы альпинистов в составе которой был ректор МГУ академик Рэм Хохлов это 1977 год главлиц стоял насмерть нельзя писать о гибели альпинистов тем более что один из них академик секретились даже природные катастрофы это вопреки всякой логике например советский народ ничего не знал о землетрясении в Ашхабаде в 1948 году погибли десятки тысяч человек города не стало ни слова в газетах по радио и непонятно логика почему скрыли такие катастрофы случаются во всем мире о катастрофах малого масштаба в которых погибал десяток другой людей и речи не шло их не существовало 1966 землетрясение почти полностью разрушило Ташкент десятки тысяч жертв и ведь пытались скрыть но тогдашний руководитель узбекских коммунистов Рашидов решил если трагедии как бы нет то нет и помощи в восстановлении разрушенного точнее получишь по минимуму и он предпринял хитрый ход пригласил знаменитого журналиста комсомольской правды Пескова и Василий Михайлович написал страстный репортаж о трагедии он был напечатан на целую газетную полосу и страна узнала о беде Ташкента помощь пошла со всех сторон а мелкие катастрофы успешно скрывали в 1973 году в ущелье Медео под Алмаатой сошел сель сель это поток грязи несущийся со скоростью курьерского поезда все смел на своем пути в том числе и лагерь туристов несколько десятков погибших я случайно оказался в Алмаате через месяц после этого события в газетах о трагедии ни слова местные журналисты рассказали мне подробности и нашелся один свидетель катастрофы фотокорреспондент молодежной газеты он отдыхал в турлагере ранним утром часа за два до схода селя поднялся с подругой на гору хотел поснимать восход солнца в горах вспоминал небо было чистое потому странно было услышать раскаты грома но в горах такое случается в одном месте солнце а за перевалом гроза а потом началось страшное они уже спускались к лагерю когда накатил грохот а за ним лавина грязи из лагеря бежали туристы их настигал поток журналист на автомате несколько раз щелкнул затвором фотоаппарата ему с подругой удалось выскочить на безопасную высоту когда оглянулись вместо зеленой уютной долины безжизненная равнина грязи показывал он фото одно меня потрясло на нем парень за мгновение до смерти над его головой огромный камень до сих пор не могу забыть выражение ужаса на его лице наверняка он мгновенно посидел 1973 году в ущелье Медео под Алма-Атой сошел сель сразу же после того как сель успокоился район был оцеплен войсками никого туда не пускали Алма-Ата естественно полна слухами и самый упорный велись подземные испытания ядерного оружия которые и стали спусковым крючком селевого потока через год я снова оказался в Алма-Ате встречался с теми же журналистами они рассказали что любые попытки хоть что-то сообщить в печати о катастрофе наталкивались на нельзя фотокорреспонденту у которого были леденящие кровь снимки пришли из КГБ забрали все негативы напомню в скобках поисковики в 1959 году могли фотографировать на перевале что угодно и кого угодно никто у них пленок не конфисковал и сравним с нашими днями 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел сель погибла съемочная группа фильма связной 26 человек среди них режиссер фильма Сергей Бодров младший об этой трагедии писали все писали подробно называли виновных в трагедии в ночь на 7 июля 2012 года сильнейший паводок затопил больше 7 тысяч жилых домов в городах Геленджик Крымск Новороссийск по данным МЧС погиб 171 человек все газеты писали о трагедии фото с места катастрофы на всех каналах телевидения репортажи ничего не скрывалось вернемся в советские времена в марте 1974 года в Свердловске вспыхнул огромный пожар в доме контор известное здание в городе много погибших люди прыгали с верхних этажей и разбивались насмерть на следующий день об этом сообщил голос Америки а голоса тогда слушали все и на следующий день люди проклинали партийных боссов в местной печати ни слова о трагедии в Москве в 1977 году горела гостиница Россия иностранцы фотографировали пожар КГБшники отбирали у них фотоаппараты вынимали пленки засвечивали поэтому утверждение Гущина что совершенно неприличным казалось в те дни и молчание газет радио звучит наивно наивность объясняется полным незнанием реалий того времени Советский Союз был такой страной в которой не происходили катастрофы то есть они случались и метан на шахтах взрывался и при этом гибли шахтеры и альпинисты срывались в пропасть и поезда сносилось рельс и самолеты падали и подводные лодки тонули и страшно сказать восстания трудового народа случались но правительство берегло свой народ мудро не травмировало его психику разного рода новостями об авариях катастрофах взрывах крушениях и восстаниях катастрофа 1960 года на Байконуре взорвалась ракета на старте погибло больше сотни человек среди них и главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения маршал Неделин Сергей Хрущев свидетельствует о происшедшем на полигоне решили не сообщать отец беспокоился что взрыв развеет миф о нашем ракетном превосходстве спутники шумно весь мир и вдруг такое тех кто остался в живых после аварии проинструктировали как себя вести ничего не говорить о катастрофе а естественный интерес что стало причиной жертв объяснять неудачным приземлением самолета кстати подписок о неразглашении тайны не брали люди понимающие и без того все прекрасно знали гробы с Байконура отправили в Днепропетровск Харьков Киев Москву Химки и Загорск родственники погибших все-таки узнавали правду весь Днепропетровск знал в общих чертах что произошло обычно с Байконура в Днепропетровск летали по самому короткому направлению а тут после катастрофы решили запутать шпионов и самолет со специалистами особого конструкторского бюро Южное послали в Днепропетровск через Узбекистан Таджикистан Азербайджан по замысловатой дуге летели по времени в три раза дольше чем обычно так что секретность вокруг гибели туристов в 1959 году вполне обычная для того времени да и не так чтобы уж очень секретили Согрин считает не было никакой закрытости со стороны следователей криминалистов и всех кто там находился все свободно обменивались впечатлениями и результатами полученных данных вскрытия и экспертиз партийных организациях тоже особого секрета из трагического случая не делали на заседаниях бюро обкома КПСС и бюро горкома партии был проведен разбор полетов с раздачей взысканий и предупреждений но обо всем этом в газетах ни слова таков был порядок были на месте трагедии и журналисты им спокойно давали работать вести записи фотографировать Юрий Яровой корреспондент Свердловской молодежной газеты на смену собрал настолько богатый материал что его хватило на художественную книгу много сведений собрал Геннадий Григорьев корреспондент областной партийной газеты Уральский рабочий и даже попытался написать материал вспоминал как он рвался на перевал но за меня бояться и не берут говорят зачем об этом писать нельзя в газету я сказал что напишу рассказ и конец будет другой приезжали журналисты московских газет комсомольской правды советской россии красной звезды военной окружной газеты публикации не появились от комсомолки в командировку летала Татьяна Агафонова вернулась через три дня сказала что ничего интересного обычная уголовка студентов убили бандиты Агафонова была цепким жестким журналистом уж если она не прочувствовала трагизм ситуации значит на тот момент ничего особенного не высветилось будь хоть что-нибудь она бы написала материал и пробивала бы его в печать как бульдозер главным редактором в комсомольской правде был тогда Алексей Иванович Аджубей он бы не побоялся поместить в газете острый материал зятю Хрущева было позволено больше чем другим руководителям газет но Агафонова ни слова не написала так что в газетах не появилось ни строчки о гибели группы Дятлова и не могло появиться из дневника Валентина Якименко участника поисков 6 марта никакой официальной информации ощущение засекреченности происшедшего с тем что охранять гостайну необходимо советский человек был согласен что нужна цензура тоже не сомневался ему даже не приходило в голову что возможно жизнь без подобных запретов через год под Свердловском сбили американский самолет разведчик У-2 следователь Иванов расследовавший дело группы Дятлова вспоминал помню когда сбили Пауэрса 1 мая 1960 года после праздника пришел на работу Коля Стерехов и говорит что позавчера они допрашивали американского шпиона которого сбили на Свердловском а никто еще не знал что сбили шпиона я видел как сбивали но я подумал что просто пошел зенитный снаряд это же была государственная тайна и когда Стерехов рассказал про допрос то кто-то ему дружески посоветовал ты Коля не болтай пока не угодил куда надо а через две недели на сессии Верховного Совета Хрущев сказал о сбитом американском самолете шпионе вот тогда уже все могли обсуждать кого сбили ракетой не принято было болтать в советские времена чуть ли не на каждом углу висел плакат не болтай а все равно болтали пробалтывали важные государственные секреты 1962 году кинорежиссер Данелия снимал в мурманске фильм путь к причалу как-то сидели со съемочной группой в ресторане к ним подсадили двух моряков завязался разговор и моряки рассказали что идут на Кубу везут ракеты Фиделю Кастро вот так просто за ресторанным столиком раскрыта страшно секретная операция под кодовым названием Анадырь об установке ракет на острове Свободы и прошла операция втайне от американцев они узнали о ракетах только в ходе авиаразведки а могли узнать в ресторане Мурманска как бы там ни было а все равно все все знали не печатали в газетах не было интернета а знали в 1962 году в Новочеркасске произошло восстание рабочих понятно что ни слова ни полслова в печати а вся страна знала что рабочие выступили против власти я сам мальчишкой слышал как взрослые пересказывали страшную подробность рабочий мир нашли колонной горкому партии перед ними строй солдат солдаты дали предупредительный залп поверх голов и попали в любопытных мальчишек которые забрались на деревья тут-то рабочие и озверели от Новочеркасска до нашего города Южноуральск в Челябинской области очень далеко но люди знали подробности так что секретность по трагедии на перевале нужно воспринимать как норму так было не по прихоти кого-то из руководства области а таков был порядок и порядок этот сохранялся до конца восьмидесятых годов прошлого века пока не пришел Горбачев и не разрешил гласность и благодаря этой гласности мы получили возможность заниматься трагедией группы Дятлова а в 1959 году власти не раскрыли причин гибели девяти туристов потому что похоже и сами не знали что там произошло в воспоминаниях много о том что брали подписку о неразглашении тайны что вроде бы указывает дело было особое потому приказали молчать но был такой порядок всякий свидетель проходящий по любому уголовному делу давал следователю подобную расписку действующий тогда уголовно-процессуальный кодекс не содержал такого требования но порядок такой был а вот в принятом в 1960 году УПК появилась статья 139 в которой говорилось о недопустимости разглашения данных предварительного следствия потому от свидетелей потерпевших адвокатов стали брать подписку о неразглашении тайны следствия кстати тогда и при приеме на работу на любое предприятие человек давал расписку все что узнает на рабочем месте будет держать в тайне когда меня принимали в комсомольскую правду в 1972 году я такую бумагу подписывал да и забыл о ней вот только сейчас вспомнил штаб официальный и настоящий поиски официально возглавила комиссия облсполкома это обычная практика в советское время если какое ЧП то создается комиссия штаб в данном случае комиссия вполне авторитетная в нее вошли представители обкома партии облсполкома областных и городских организаций учреждений но реально все поиски вел оперативный штаб который возглавили заведующий военной кафедрой УПИ полковник Артюков и председатель федерации области по туризму Масленников об Артюкове в дневнике участника поисков Юрия Блинова замечательная запись начальником всего штаба выбрали полковника О этот полковник в основном мешал всем дуб он окончательный и бесповоротный кроме того болван и служака с претензиями но погоны его здесь помогали а вот о Масленникове у Блинова совсем иное впечатление деловой умный мужик Владислав Карелин свидетель и участник тех событий добавляет именно Масленников а невысокопоставленные гражданские и военные чины руководил всей поисковой операцией именно он разработал стратегию поисков именно он руководил всеми реальными работами на месте трагедии всюду чувствовалась его умелая организационная рука тогда в Свердловской области да и в других регионах не существовало какой-либо системы организации подобных поисковых работ не были разработаны хотя бы приблизительные инструкции как вести поиски потому действовали спонтанно по наитию Артюков обратился к командующему военно-воздушными силами Уральского военного округа с просьбой выделить самолет и два вертолета для поиска пропавших выделили 24 февраля штаб вылетает в Ивдель в тот же день решено выбросить десанты по всему маршруту похода группы Дятлова аксель рот отмечает во время заседания штаба бросалась в глаза слабая компетентность членов его за исключением Масленикова в туризме вообще и в организации подобного типа поисков в частности в вину членам штаба этого поставить нельзя но при таких обстоятельствах решения вопросов поисков на мой взгляд нужно было возложить именно на туристов оставив за штабом общее руководство и организацию Согрин добавляет по этой теме вывдели набрал обороты штаб поисковиков подключились официальные лица представители власти прокуратуры народу много но самое главное я увидел среди них Масленникова он первый из свердловчан мастер спорта работает на визе верх и сетском металлургическом заводе главным инженером как специалист и ответственный за областной туризм он включился в организацию поисковых работ и возглавил их туристскую сторону штаб до глубокой ночи заседал в местной гостинице Блинов был назначен комендантом базового лагеря воссоздали приблизительный маршрут дятловцев разработали план поисковых работ план сводился к простому по всему маршруту высадить группы поисковиков каждой группе четкое задание начались поиски первые дни поиски шли на обум одна из групп побывала на вершине от артена убедиться был ли там дятлов на вершине обнаружили только записку группы туристов мгу датированную 1956 годом никаких признаков того что дятлов с группой побывал на тартене значит дятловцев надо искать где-то на подходе к горе сформированы поисковые отряды из туристов и альпинистов один отряд возглавил третий курсник Борис Слабцов второй студент четвертого курса Олег Гребенник третий выпускник УПИ мастер спорта по туризму Моисей Аксельрот Аксельрот вспоминал поиски были построены тактически безупречно четыре поисковые группы пересекли заявленный маршрут дятловцев в различных местах что позволяло определить до какого места добрались путешественники пятая группа шла по их маршруту мобилизованы военные в район поисков переброшены отряды солдат под командованием капитана Чернышева и старшего лейтенанта Моисеева через три дня подключились курсанты школы сержантов Ивдельлага под командованием старшего лейтенанта Потапова и группы саперов с миноискателями во главе с подполковником Шестопаловым привлекли проводников Моисеева и мостового со служебно-розыскными собаками из северной геолого-разведочной экспедиции командирован радист Егор Неволин в поисках участвовали Манси Куряковы Анямовы семейство Манси Бахтияровых вело поиск туристов в своей зоне обитания к группам поиска присоединились местные жители лесник Пашин охотник Чеглаков население предупредили о необходимости информировать штаб поиска при обнаружении любых следов пропавшей группы из Москвы прибыли в Ивдель опытные туристы Кирилл Бардин Семен Баскин Евгений Шулешко самолет Ан-2 продолжал облет района по предполагаемому маршруту пропавшей группы Блинов вспоминает о полете план был таков пролететь до 2-го северного затем вверх по Ауспии до Атартена дальше на юг вдоль реки Вишеры до горы Айка-Чакур из-за непогоды мы до Атартена не добрались пролетели до среднего течения Ауспии никаких следов не обнаружили с 26 февраля с воздуха просмотрены реки большинство вершин осмотр результатов не дал летал и инженер энерголесокомбината Дряхлых который общался с группой Дятлова на 41-м квартале район спасательной операции огромен авиаторам не давал развернуться короткий зимний день всего лишь 6 часов были пригодны для полетов мешали погодные условия то снег то низкая облачность обзор из кабины самолета ограничен поэтому обнаружить группу или разглядеть на снегу следы лыж в тайге трудно вести поиски на земле не легче поиск шел так после высадки в районе группа разделялась на несколько звеньев из двух трех человек они налегке пытались найти следы лыж в радиальных направлениях на расстоянии несколько километров гадали каким путем могла пойти группа Дятлова Коптелов вспоминает мы целый день барахтались по пояс в снегу переходили с одной стороны ручья на другую прошли за день приличное расстояние километров 10-12 никаких результатов 24 февраля поступило сообщение об обнаружении следа группы Дятлова радиограмма номер 24.2 след видел пастух Анямов Андрей примерно 8-9 дней назад след узких спортивных лыж количество человек не установлено следы направляются от верховьев Ауспии от нее в направлении восточного склона Увала к северу верховьем Лозьвы нужно искать этом месте в верховьях Ауспии Лозьвы также на западном склоне хребта по верховьям рек Ванья и Вишера неволен это уже был хоть какой-то кончик за который можно было ухватиться в поисках Масленников и Артюков сделали вывод Дятлов с группой шел к Катартену по долине реки Ауспии там и надо их искать поэтому штаб направил две поисковые группы на этот участок а снизу по Ауспии двигалась группа Манси в составе которой был радист Егор Неволин а с севера в этот район шла группа Слобцова после обследования долины Лозьвы группа Слобцова повернула на юг в верховье Ауспии обнаружили следы стоянки группы Дятлова а на левом берегу реки заметили заметенный снегом лыжный след Брусницин вспоминает о том моменте спускаемся в долину Лозьвы и ищем там следы кругом лес а в лесу эти следы должны сохраниться почему именно в Лозьву мы логически рассуждали так Дятлов с группой на восхождении пойдет именно по Лозьве но никак не думали что он пойдет по Ауспии вышли на лыжный след лыжня на открытых местах исчезала в лесу она хорошо сохранилась и дошли километров через пять до стоянки задание у нас было отыскать где у них склад продовольствия потому-то все понимали что когда идут на восхождение лишнее оставляют внизу максимально облегчаются то есть если найти Лабас то ясно что где-то не очень далеко должны быть и дятловцы тогда еще верили что они живы обнаружили палатку поиски придерживались принятого плана радиальное отклонение от основного направления группами из двух трех человек задача обнаружить следы или места привала дятловцев Слобцов вспоминает наш путь с Шаравиным и охотником Иваном лежал на перевал в долину реки Лозьвы и далее на хребет с которого надеялись в бинокль рассмотреть гору Атартен на перевале Шаравин просматривая в бинокль восточный склон хребта увидел нечто похожее на заваленную снегом палатку решили туда подняться по мере приближения к палатке склон становился круче а наст плотнее и нам пришлось оставить лыжи и последние десятки метров идти без лыж но с палками Шаравин излагает события несколько иначе мы же с определенной целью пошли мы пошли на ближайший перевальчик чтобы посмотреть в сторону Атартена потому что проводник нам сказал что вот там дескать есть озеро где бывают обвалы обрыв довольно крутой что там олени пасутся сверху смотришь а они как варежки и мы решили посмотреть в сторону этого обрыва поэтому и двинулись туда а когда двинулись в таком вот направлении метрах в пятидесяти слева мы обнаружили палатку причем угол только торчал отметим Шаравин не упоминает что рассматривал склон в бинокль говорит просто пошли посмотреть крутой обрыв это было 26 февраля уперлись в палатку один торец палатки ориентирован на юго-восток перевалу в долину Ауспии другой на северо-запад долину Лозьвы скат палатки разорван внутри снег виднеются какие-то вещи у входа внутри палатки в ее разрыве со стороны склона находилась меховая куртка вдавленная в снежный склон наружу торчал угол над устоявшей стойкой со стороны входа пара лыж ледоруб острия лыжных палок на которых крепились оттяжки задняя стойка рухнула упавшая часть палатки сзади была закрыта снежным сугробом наружный скат крыши палатки разорван снег на палатке твердый было видно что он на палатку надут на снегу лежит фонарик людей нет это было потрясением слабцов от тех эмоций страшно было аж жуть они долго стояли молча не знали что делать еще во время поисков высказывались подозрения что на дятловцев кто-то напал потому поисковиков инструктировали быть на стороже если вдруг встретятся с незнакомыми людьми предупреждали в районе поисков могут быть беглые зэки дикие звери потому первая мысль здесь поработали преступники слабцов взял фонарик включил позже уверял что лампочка зажглась но на морозе батарейка разряжается через сутки как фонарик мог зажечься пролежав почти месяц шаравин вспоминает о своих первых действиях мы поработали пытаясь отгрести снег ледорубом разбили снег наверху и прорубили конек палатки нам нужно было добраться внутрь и посмотреть есть ли кто там потому они осторожно через разрыв крыши осмотрели палатку внутри никого залезли в палатку обнаружили телогрейки лыжные ботинки суконные одеяла фотоаппараты фляжку со спиртом рюкзаки продукты у входа лежал фотоаппарат корейка нарезана большими кусками нашли дневник группы вниз в долину лозьвы уходили следы они возвышались столбиками над продуваемой ветрами поверхностью склона длина шага составляла около метра шаравин предположил что люди бежали следов насчитывалось местами восемь а местами девять пар и спускались они вниз двумя шеренгами то сближаясь то расходясь изумило многие отпечатки явно следы голых ступней был и след валенка местами различим отпечаток как показалось поисковикам лыжного ботинка скорее всего это были следы не от ботинок а от бурок в них был обут золотарев бурки разновидность теплых сапог изготавливаются из войлока или фетра подошва кожаная шаравин уточняет следы начинались метрах в восьми от палатки не дальше сразу за палаткой это так ветер действует брусницин который побывал у палатки на следующий день так описывает следы именно столбиком торчали столбик высотой до 10 сантиметров чтобы образовался такой след должен быть жесткий наст непробиваемый опытные туристы знают в силу особенностей ветров в горах хорошо сохраняются следы в виде возвышения столбиков снег под следом остается спрессованным и не выдувается а вокруг следов выдувается под действием солнечных лучей след твердеет и в виде столбиков сохраняется всю зиму вадим брусницин делает анализ следы от палатки они не у самой палатки были сразу я их и не заметил тщательно их рассматривал сомнения у меня не вызывало что эти следы следы группы это были следы бегущих людей не так что они взялись за руки и спокойно пошли цепочкой нет это следы бегущих людей я замерил шаг для меня самое главное было шаг идущий человек это 0,7 метра бегущий это полтора метра там эти полтора метра и были меня не интересовало чьи там откуда следы меня интересовало то что они бежали судя по следам дятловцы не рыскали не блуждали а целенаправленно спускались вниз слабцов и шаравин взяли штормовку спирт фотоаппараты ледоруб дневники фонарик и спустились в лагерь как раз в этот момент с манси подъехал в лагерь поисковиков на оленье и упряжке радист неволен по рации в Ивдель отправили сообщение о трагических находках штаб приказал всем группам поисковиков сосредоточиться в лагере на берегу реки Ауспия и продолжить поиски дятловцев вечером решили отпраздновать находку Шаравин использует в рассказе именно радостное слово праздновать верили что ребята еще живы налили каждому по пол стакана разбавленного спирта кто-то поднял тост за здоровье дятловцев на что местные проводники пашин и чеглаков мрачно пробурчали скорее надо пить за упокой студенты их чуть не избили были убеждены что ничего серьезного с группой дятлова не случилось хотели в это верить охотники люди бывалые знали в таких условиях выжить невозможно аксель рот со своей группой были в это время на вершине от артена около 13 часов прилетавший над ними самолет сбросил вымпел с сообщением вещи и лыжи группы дятлова найдены километрах в 12 и 13 южнее на склоне горы 1079 аксель рот предложил обнажить головы ему было ясно что группа дятлова погибла без лыж шансов выжить в мороз у нее не было на другой день палатку осмотрели уже тщательно достали несколько смершихся в комок одеял ведра печку мешки с сухарями ботинки осмотрели внимательно палатку она была установлена с точки зрения безопасности грамотно было видно что прежде чем установить палатку дятловцы аккуратно выровняли снег так что она стояла без перекосов на дно постелены рюкзаки на них телогрейки на телогрейках расстелены одеяла сделали вывод палатка поставлена самими ребятами потому что рюкзаки аккуратно расстелены не турист так действовать не будет ведра печка топор лежали у входа справа здесь же часть продуктов корейка сухари сахар остальные продукты в дальнем от входа правом углу ботинки лежали по левому от входа краю палатки печки поленья дров немного только для растопки слева у края были теплые вещи у выхода валенки по палатке разбросаны чуни свитера штаны можно предположить что группа готовилась лечь спать разбросаны сухари у задней стенки сумка с документами и походным дневником группы записи оборвались боевым листком вечерний атортен на нем дата первое февраля по дате спасатели сделали вывод что-то произошло в палатке в ночь с первого на второе февраля поверх всех вещей лежала изрезанная лыжная палка палка поразила больше всего турист в нормальном состоянии мозгов никогда не будет резать палку кто-то высказал предположение что растапливали палкой печку но это явный бред брусницин говорит у них были дрова хорошие дрова сухара есть нож есть топор они опытные ребята и если есть дрова то нет проблем с разжиганием печки и высказывает свое предположение если резали палку значит голова у них не работала почему не работала внятных мыслей ни у кого не нашлось это разрезанная палка и через десятки лет не давала покоя тем поисковикам кто ее видел они убеждены этого не могло быть потому что быть не могло факт не укладывается ни в какую логику но была разрезанная лыжная палка решиться на порчу палки учитывая то что не было запасных можно только при чрезвычайных обстоятельствах а у меня такой вопрос а почему не разрубили палку топором ведь в палатке были топоры если уж так приспичило испортить жизненно важный предмет снаряжения возьми топор и за один-два удара получишь обломки палки нет кто-то резал именно ножом тупо долго брусницин вспоминает палка была деревянная когда я увидел эту палку то сразу на ней озадачился почему она резаная палка на три части три примерно одинаковые части я дальше думаю зачем надо было резать палку видел даже стружку которая лежит под ней стружка мелкая значит от ножа минут двадцать наверное должно уйти чтобы разрезать так палку ну на каждый рез надо минут десять точно да она не до конца дорезана она потом сломана и у того который резал должен быть фонарик не мог же он в темноте минут двадцать резать и почему никто из остальных не дал ему в лоб никто не сказал ты что дурак делаешь голова у них была отключена они ничего не контролировали и не ясно какая именно палка деревянная или бамбуковая брусницин говорит о деревянной а лебедев уверен что бамбуковая он брал палку в руки и четко вспоминает что она была разрезана именно по сочленениям бамбука тщательный осмотр палатки привел к горестному горестному выводу не могли они без лыж уйти далеко от палатки не могли выжить без одежды и продуктов картина рисовалась такая люди приготовились ко сну почти все разделись может даже уже лежали палатки может и не тепло но не улица где мороз ветер у них дружный коллектив впереди восхождение все нормально все здоровы никаких тревожных мелодий и вдруг что вдруг необъяснимое аксель рот вспоминает я с группой туристов согрин королев баскин шулешко долго стоял у палатки и мы пришли к единодушному выводу если бы у них появился лишь один шанс вернуться они вернулись бы и вернулись при любом ветре масленников пытался воспроизвести события последнего дня дятловцев может быть это будет очень смелым но я считаю что группа остановилась на том месте где потом была разбита палатка и один или два человека поднялись на гребень от рога высоты 1079 там их встретил сильный ветер и разведчики вернулись обратно еще накануне группа безуспешно пыталась взять перевал и вернулась первого февраля они прошли дальше им было не взять гребень от рога в таких условиях можно принять два решения первый снова спуститься в лес и заночевать и второй разбивать палатку на голом месте провести холодную ночевку а утром не потеряв достигнутой высоты легко взять перевал дятлов принял второй вариант по моему мнению намеренно остановиться на ночевку в этом месте зная о том что это склон главного хребта дятлов не мог он очень был осторожным человеком и опытным туристом на утро 2 февраля группа рассчитывала подойти к вершине горы от артен заночевать там а 3 февраля подняться на вершину и вернуться к лабазу за один день в случае хорошей погоды и за два дня в случае непогоды после того как обнаружили палатку штаб в Ивделе отдал приказ все группы перебрасывать в этот район разбили там базовый лагерь для организации поисков всем было ясно живых искать поздно а мертвых под снегом найти непросто Борису Слабцову была передана радиограмма чтобы он и его группа нашли подходящее место для базового лагеря в долине реки Лозьве Масленников назначен во главе всех работ на месте поисков Шаравин сделал и вторую важную и страшную находку обнаружил первые два трупа обнаружил вместе с Коптеловым кедр костер два трупа утром 27 февраля Коптелов и Шаравин получили задание обследовать район вокруг палатки и попробовать определить в каком направлении могли уйти дятловцы предположительный вектор бегства указывали следы небо в тот день было ясным с запада дул сильный холодный ветер склон горы гладкий отполированный постоянными ветрами лыжи почти не оставляли следов поисковики встали спиной к ветру и стали размышлять куда двинуться слева метрах в двухстах ниже по склону заросли невысоких деревьев логика подсказывала что если люди не ориентировались в пространстве то они ринулись вниз в долину ручья на это указывали и следы пошли по следам вскоре они исчезли под слоем пушистого снега Коптелов и Шаравин спустились по долине вошли в заросли деревьев высотой в человеческий рост но идти невозможно проваливались в снег по колено вышли из этой зоны и свободно покатили вниз вокруг ничего за что мог бы зацепиться глаз только белый ровный снег через несколько сот метров уперлись в крутой обрыв высотой примерно 3-4 метра на нем низкорослые деревья склон крутой стали подниматься сначала елочкой затем лесенкой когда поднялись на обрыв то увидели высокое дерево а рядом что-то вроде поляны Шаравин вспоминает метров 10 не доходя до кедра видим что-то черное одеяло наверху оно не занесено выделялось подошли посредине поляны следы кострище лежат два трупа одного Шаравин сразу узнал Дорошенко знал его лучше других по секции туризма Юрий Блинов записал в дневнике одеты они были абсолютно странно трупы полураздеты в нижнем белье у одного ноги босые поразило его лицо оно было коричнево красным нос темный Коптелов позже скажет как будто поклеван кедровкой и вот что их поразило прошел почти месяц а они лежали на земле только чуть припорошенные снегом и костер чуть-чуть припорошен снегом а вокруг этой поляны снег выше колена никаких следов небольшая кучка обгоревших сучьев Коптелов назовет костер жалким костерчиком диаметр около метра Коптелов и Шаравин не стали ничего трогать современный исследователь трагедии на перевале Олег Архипов в ходе своих розысков обратил внимание вот на что вовсе и не Коптелов с Шаравиным нашли два трупа он приводит воспоминания коренного жителя Вижая Владимира Андросова о леснике Иване Пашине он первый нашел в лесу парня с девушкой здесь под этим кедром нашел два тела мужчины и женщины как он говорил они сидели на корточках у одного спички в руках у другого сухие веточки они так и замерзли борясь за свою жизнь замерзли глядя в глаза друг другу сильная картина к сожалению никто больше не подтверждает находку лесника Пашина у кедра но не может же такого быть лесник видел мужчину и женщину сидевших на корточках под кедром а десятки поисковиков не заметили их с трупами у кедра появились новые загадки первое но не главное как босые люди вскарабкались на обрыв Коптелов и Шаравин на лыжах то елочкой то лесенкой преодолели его а без лыж как ведь в снегу провалились бы по пояс уже в наши дни определили крутизна обрыва 25 38 градусов приблизительно как наклон эскалатора в метро Брусницин на другой день как были обнаружены трупы у кедра прошелся по пути по которому предположительно бежали дятловцы вспоминает о тогдашних впечатлениях я дошел до палатки тут нашел и следы группы как они бежали дошел до кедра и посочувствовал группе я там в ботинках то скользил не падал но мне было неуютно я видел что там камни гряда каменная а они босиком и Юдина эта деталь удивила ноги голые не повреждены не ободраны в кровь по снегу и камням больше полутора километров и носки целые да еще и такая работа у костра не мог он понять и найти хоть какое-то здравое объяснение как ребята прошли от палатки до кедра без обуви не поранив ступни об острые камни не порвав носков а если учесть что туристы передвигались в темноте то есть неизбежно натыкались на камни уже не загадка а чертовщина мерещится современный исследователь трагедии группы Дятлова Алексей Коськин был неоднократно на перевале долго не мог определить а какой собственно кедр он пишет кедр около которого были найдены трупы стоит на высоком косогоре над ручьем мы в 1999 году не могли предположить что там можно искать сложно забраться на тот косогор зимой в обессиленном состоянии от русла притока Лозьвы как они туда попали я до сих пор не понимаю другая странность у кедра костер определили костер из веток кедра и елочек рассчитали горел костер часа полтора восьми сантиметровые сучья кедра перегорели пополам понятно что его развели чтобы согреться но возникает ворох непонятных вопросов если собирались согреться то почему только двое остались у костра нижние ветки кедра на высоте до двух метров обломаны до них можно было дотянуться с земли но ветки обломаны и на высоте около пяти метров значит кто-то забирался на дерево обламывал их там следов топора или ножа на них нет масленников отметил сучья сломаны были толстые такие можно обломать только при большом усилии если например повиснуть на них всем телом недалеко от кедра две березки на них сильные надрезы ножом брусницин вспоминает они ломали ветки ломали диаметром около восьми сантиметров сырые ветки очень толстые я поразился мне бы не сломать не обрублены не отпилены отломаны сломаны на высоте человеческого роста и выше примерно полтора человеческого роста валежника не было не было видно жалкий костер был незанесенный снегом ветки не перекладывали в костре у Шаравина свое толкование сломанных веток тогда подумали что ломали ветки для костра но почему ломали на высоте четырех пяти метров ведь ниже тоже есть подходящие для костра ветки когда Шаравин попал на перевал в 2001 году то пришел к выводу а ведь на кедре нечто вроде смотровой площадки расчищено от веток пространства чтобы открылся вид в направлении палатки люди залезли на кедр чтобы наблюдать что происходит у покинутой палатки для костра никто не полезет на такую высоту обламывать ветки если ниже есть подходящие сучья ствол кедра в обхвате метра два с половиной он голый то есть очевидно что проламывали пространство для обзора и Шаравин делает вывод я склоняюсь к тому что кто-то из них делал наблюдательное окно другое дело у кого было столько сил откуда взять силы в такой мороз да босиком да раздетый да без рукавиц следователь Иванов вносит уточнение когда мы подошли к огромному кедру возле которого туристы пытались развести костер и тщательно все осмотрели и сопоставили нас поразило мужество и стойкость ребят боровшихся за свою жизнь и жизнь товарищей представьте себе ствол дерева толщиной 50-60 сантиметров на это дерево ребята по очереди взбирались чтобы обломать ветки для костра костер-то они развели на коре дерево остались замерзшие это даже страшно выговорить их мышцы внутренних поверхностей тела бедер обрывки нижнего белья все это покрывало кору кедра опытные туристы дают справку у кедра растущего в лесу ветки очень тонкие и легко ломаются или надламываются под весом человека даже если ставить ногу к самому стволу то есть человек взбираясь на него должен обнимая ствол руками максимально теснее прижиматься к нему ставить ноги на ветке осторожно чтобы не сломать причем чем выше тем ветки тоньше и растут гуще то есть надо стремиться как можно теснее прижаться телом к стволу но наступает момент когда руки предельно устают и человек перестает прижиматься телом к стволу и человек срывается скользит по стволу вниз ломая нижние ветки зимой в мороз ветки хрупкие и ломаются легко может от этого скольжения на стволе обрывки белья частицы кожи у поисковика от монаки однако другой взгляд на сломанные ветки вокруг было относительно много сухого материала не было необходимости резать или рубить так как молодые побеги легко ломались даже от небольшого усилия можно подумать что делали это люди сильно ослабевшие либо с затуманенным рассудком капитан Чернышов участвовавший в поисках тоже анализировал ситуацию у Кедра и высказывает свое мнение можно полагать что у костра кроме обнаруженных Дорошенко и Кривонищенко были и другие лица так как у костра обнаружены обрывки одежды которой нет на этих трупах однако других людей мы не нашли у трупов ножей обнаружено не было а у костра деревья были срезаны ножом и Аксель Рот тоже уверен у костра были и другие люди тщательное исследование кострища позволяет считать что у костра было больше людей основания эти у меня следующие первое судя по проделанной работе двоим не под силу справиться с тем объемом работ который там проделан второе у костра найден маленький прожженный явно женский платок третье найден оборванный обшлаг свитера темного цвета какого нет ни на одном из уже найденных туристов объем работ действительно большой но известно что силы у человека в экстремальной ситуации удесетеряются женский платок ну а если он принадлежал зине или люди обшлаг свитера непонятно о чем собственно речь да если бы там были посторонние то зачем им рвать свою одежду чтобы оставить улику глупо непонятно было поисковикам почему кривонищенко и дорошенко замерзли температура воздуха предположительно была не смертельной точные сведения отсутствуют но некоторые современные исследователи высчитали не ниже минус пяти градусов по мнению опытных туристов именно при такой температуре остаются снежные столбики от разутых ног стало быть было не так уж и холодно конечно минус пять для разутых раздетых тоже чувствительно но не смертельно да к тому же у костра как они могли замерзнуть при сравнительно теплой погоде было холодно и дятлов с калмогоровой рванули к палатке за теплыми вещами вспоминаю эпизод из своего детства я и младший брат сережа пошли кататься на санках с крутого берега речки монашки летели вниз дух захватывало а потом решили выбрать откос покруче да и свалились с обрыва метра три там было хорошо что склон не крутой был я крепко расшибся сломана рука хорошо что брат упал на меня у него все в порядке но тоже ушибы мало того скатились мы в промоину промокли температура градусов десять мороза я погрузил брата на санки и дотащил домой а это километра четыре и ничего даже не простыл а рука срослась так что и мне не очень понятно как они могли замерзнуть хотя вот Геннадий Птицын высказал мнение когда человек оказывается в одной рубашке да в кальсонах на таком морозе он продержится до момента пока у него не замерзнут руки у человека в первую очередь мерзнут руки если пальцы замерзли то он уже ничего не может делать он не достанет спичек и вообще ничего не сможет у костра нашли клетчатую ковбойку с вывернутым рукавом носовой платок несколько носков манжету от куртки или свитера и много мелких вещей 8 рублей купюрами в 3 и 5 рублей прожженный женский носовой платок еще один обрывок одежды был найден собаками в нескольких метрах от кедра по направлению к палатке костер до сих пор не дает покоя исследователям опытным туристам ветеран туристского движения Свердловской области Геннадий Птицын говорит меня удивляет другое что за 50 лет разговоров хоть кто-нибудь попробовал бы хоть один раз в лесу с друзьями развести костер а потом вот ты давай разденься и в рубашке и носках без рукавиц пробеги метров 300 и разведи костер в лесу ни у кого не получится уверяю вас никто не разведет костер в тех жестоких условиях полтора километра это по снегу в мороз большое расстояние почти полчаса бега у нас бегают километр на лыжах 10 минут полчаса на холоде да без рукавиц это немыслимо первым делом руки замерзнут а потом и все остальное они были обречены на гибель обречены одним только морозом но костер то был однако с птицыным можно согласиться в другом немыслимо по снегу преодолеть считай босиком такое расстояние неоднократно пытались воспроизвести на перевале бег зимой в носках брусницин рассказывает об одной попытке мои ребята скауты зимой на перевале дятлова заночевали попробовали пройти в одних носках дальше пяти метров не одолели а ребята крепкие и все же не дает покоя почему они замерзли вот случай из нашего времени как человек не погиб в жесточайший мороз спасение трое суток не спать возможности человека иногда кажутся безграничными бригада лесорубов стояла в двадцати километрах от небольшого села Шеломки в Дзержинском районе Красноярского края в январе мороз ударил такой что техника отказала рабочие решили переждать морозы разъехались по домам 45-летний Игорь Крымов остался присматривать за хозяйством скучно было одному и предпринял а когда когда понял что забрел не туда то решил вернуться назад идет по своим же следам а места незнакомые словно бес его кружил пробовал костер разжечь но дерево не занялось руки окоченели совсем зажигалку потерял с варежками что делать в голове только одна мысль нельзя спать надо идти садился ненадолго отдохнуть на поваленные деревья на пеньки долго старался не сидеть только в сон начинал оклонить сразу начинал двигаться знал что никак ему нельзя погибать у него двое детей растил их один без жены трудно бы им пришлось без него шел и шел по тайге на делянку вернулись лесорубы удивились что сторожа нет начали его искать но он как сквозь землю провалился позвонили в полицию оперуполномоченный Николай Комаров и участковый Ярослав Астафьев на лошади отправились на поиски удача нашли шапку и рукавицы обнаружили Крымова на небольшой поляне он сидел на поваленном дереве поначалу полицейские решили мертвый на звуки не реагирует но оказался живым Комаров рассказывает мы поверить не могли что он живой но был в глубоком шоке не понимал где находится я спросил у него как ты сильно обморозился а он мне да все хорошо я в порядке обморозился но выжил трое суток в тайге сорок градусов мороза и выжил это чудо или воля к жизни помогла ему выжить в любом варианте этот случай показывает насколько живуч человек почему замерзли Кривонищенко и Дорошенко у них условия были лучше чем у Крымова они у костра мороз много слабее даже полураздетые могли спастись у огня не спаслись а Крымов без шапки без рукавиц да и одет не для сорокаградусных морозов в ватнике и остался жив Владимир Хиновкер директор центра лечения боли заведующий отделением анестезиологии и реанимации высказал мнение организм умеет поддерживать температуру тела на постоянном уровне вне зависимости от того находится ли человек в горячей бане или скажем бредет по тайге в минус 50 очевидно что Крымов бывалый человек приспособленный к жизни в суровых сибирских морозах то что он двигался и старался не спать совершенно правильно потому что основное количество тепла организм производит при мышечной работе но что мешало дятловцам двигаться и двигаться это был их шанс на спасение хотя трое Калмогорова Дятлов Слободин двигались шли к палатке но замерзли а Крымов двигался и не замерз загадка кожа странного цвета теперь о трупах определили что у костра Дорошенко и Кривонищенко поначалу правда предположили что трупы Дорошенко и Золотарева но потом люди хорошо знавшие Кривонищенко сказали он Дорошенко в майке ковбойке теплых кальсонах и трусах руки и ноги обожжены кожа коричневого цвета о цвете трупов надо сказать особо об этом много чего сказано и написано эксперт Владимир Борзенков проанализировал все воспоминания очевидцев в которых говорилось о цвете кожи трупов под кедром и выдал свое суждение мнение первое цвет был красный оранжевый и прочие оттенки действительно так и бывает когда только что извлеченный труп выглядит как бы окровавленным цвет действительно красно-оранжевый это не что иное как морозная эритема или пятна киферштейна кто наблюдал это впервые в жизни и говорил потом про цвет находился в состоянии психологического дискомфорта от вида трупа и впоследствии приводит к аберрации в памяти мнение второе цвет кожи трупов был белым это тоже правильно через некоторое время пятна киферштейна на воздухе при отрицательных температурах бледнеют до цвета очень светлого естественного цвета мнение третье цвет кожи трупов был темным тоже верно но уже на другой стадии нахождения тела после разморозки сначала коричневеет а затем темнеет вплоть до темно-оливкового цвета это уже результат частичного разложения поэтому не стоит делать каких-либо далеко идущих выводов а будто бы внешнем вмешательстве только на базе эмоциональных воспоминаний это их восприятие и не более того на трупе Кривонищенко ковбойка изорванные белые кальсоны и плавки Кривонищенко лежал лицом вверх руки свободно откинуты Дорошенко лицом вниз руки под головой под трупом Дорошенко четыре сучка кедра Зиновьев вспоминает до этого момента еще оставалась некоторая надежда обнаружить дятловцев живыми среди поисковиков воцарилось тягостное молчание даже пайки спирта не помогали сбросить оцепенение и стресс на следующий день старший лейтенант Моисеев с разыскной овчаркой Альмой нашел Калмогорову собака учуяла Зину под 10-ти сантиметровым слоем плотного снега она лежала метрах в 850 от палатки лежала на правом боку одетая без обуви положение туловища рук и ног указывали на движение к палатке и рядом охотник Манси обнаружил тело Игоря Дятлова поисковик Брусницын вспоминает увидел Дятлова устремленного вперед у меня был фотоаппарат с собой но рука не подымалась их снимать и под кедром снимать не смог Дятлов полу лежал на спине обхватив ствол небольшой березки на линии соединяющей палатку и кедр в 300 метрах от кедра и в 1200 метрах от палатки Карелин и солдаты из группы Потапова обнаружили Рустема Слободина наткнулись на него железными зондами под слоем снега толщиной около 20 сантиметров череп разбит ледяной наросту лица указывал на то что перед гибелью он долго дышал в снег и растопил его своим дыханием на колмогоровой дятлове и слободине свитера и лыжные костюмы на ногах носки на слободине майка нательная трикотажная рубашка ковбойка хлопчатобумажный свитер трусы кальсоны сатиновые штаны лыжные брюки на ногах четыре пары носков на правой ноге валенок то есть в отличие от других Рустем был одет тепло впечатление что готовился к выходу наружу один валенок был уже на ноге а вторую ногу собирался обуть да не успел интересно вот еще что ковбойка застегнута на все пуговицы накладной карман с паспортом деньгами и авторучкой застегнут на английскую булавку в карманах перочинный нож коробка спичек расческа в футляре карандаш и появляется версия а ведь и одежда и предметы в карманах подтверждает предположение что Слободин единственным из дятловцев находился на улице вышел по малой нужде и увидел нечто страшной силой крик остальные в панике выскакивают полуодеты из палатки но это только предположение и ничего больше у всех погибших ссадины и царапины на лице неясно были ли Калмогорова Дятлов Слободин у костра поисковики военные поднимают погибших на перевал к скале Останцу там место посадки вертолета в тот день порывы ветра достигали такой силы что при переноске погибших слабцово сбило с ног а лыжную палку висящую на темляке ветер удерживал в горизонтальном положении вертолет доставил погибших в Ивдель где в морге выполнили их осмотр и санитарную обработку судебно-медицинский эксперт возрожденный провел вскрытие составил пространные отчеты по каждому трупу его вывод Дорошенко Кривонищенко Калмогорова Дятлов Слободин погибли от замерзания у Слободина обнаружена трещина кости с расхождением краев до 0,1 сантиметра длина трещины 6 сантиметров Что могло быть причиной этой травмы в акте экспертизы нет Да и не могло быть Это задача следствия выяснить Измучены тем что ищут не живых а мертвых Группа Слобцова и охотники Манси 2 марта нашли лабаз дятловцев в лесу недалеко от лагеря поисковиков До этого теплилась надежда С продуктами не найденные четверо могли где-то продержаться Теперь надежда рухнула Рухнула безнадежно Стали искать мертвых четверых оставшихся дятловцев Морально измучены тем что ищут не живых а мертвых Пленов участник поисков уже в наши дни припоминает Выдали нам сапоги кирзовые деньги на дорогу и настроение на работу Употребляет Бленов слово работа Это действительно была работа тяжелая тупая изматывающая Бленов на поисках отработал в двух сменах Когда прилетел второй раз то отмечает в дневнике Лагерь за полтора месяца очень сильно изменился Лес кругом вырубили строили вертолетную площадку Капитально устроенный склад продуктов удивил меня а содержимое склада просто не подается никакому сравнению Продуктов в нем месяца на два Перед нами поставлена задача обследовать реку Лозьву вниз по течению километра на 3-4 и описывает как проходил день поисков Жизнь в лагере налаживается ребята понемногу освоились с обстановкой назначили одного повара постоянного и каждый день ему в придачу дается поваренок ложимся спать в 10 часов встаем в 7 7.30 утра как пишет журналист Григорьев вначале рвались не обедали до пота работали потом когда поняли что они мертвые напряжение ослабло наступило молчание всюду особенно тяжело подействовали следы борьбы двоих за жизнь они ведь рвали на себе кольсон и бросая их в огонь чтобы он не погас они как железные боролись за жизнь да тогда было предположение рвали свою одежду чтобы поддержать огонь в костре но это явная глупость убавилось охотников участвовать в поисках аскенадзи вспоминает в середине апреля вызывают меня в портком УПИ и велят набирать группу студентов на поиски дятловцев мне с трудом удалось подобрать пятерых студентов потому как никто не хотел ехать сессия на носу я и сам предлагал начальству подождать с поисками покуда растает снег но в порткоме и слушать не хотели нам только пообещали академ отпуска и сохранение стипендий в случае нашей задержки на перевале день поиска выстраивался так подъем в восемь завтрак и в поле от лагеря до района поисков три километра с большим трудом взбираются на перевал иногда ветер такой что рвет одежду часов с десяти начинается тяжкий труд встают в шеренгу локоть к локтю и протыкают штырями снег через каждые полметра случается штырь упирается под снегом на что-то с мыслью что это труп принимаются копать лопатой но пусто на месте поисков три гряды камней высота каждой гряды метров пятнадцать их преодолевали каждый день на перевале твердый наст в отчете союза спортивных обществ и организаций говорится о поисках начиная с 3 марта 59 года поисковый отряд перешел на планомерное зондирование на месте катастрофы зондирование производилось металлическими шупами полтора метра укол производился либо до грунта либо при глубоком снеге на всю длину шупа люди следовали цепью с интервалом один метр на один квадратный метр площади приходилось 6-8 уколов работая с большим напряжением на плотном насти люди делали порядка 10 тысяч уколов в день каждый таким образом была обработана площадь примерно 30 тысяч квадратных метров подозрительные участки были пройдены по 2 и 3 раза подписан отчет участниками поисков мастером спорта Бардиным и перворазрядником Шулешко Якименко отметил в дневнике сегодня как и вчера и все предыдущие дни работали на склоне выстраивались в шеренгу длинными железными двухметровыми прутьями щупами протыкали снег до упора до земли через каждые 40-50 сантиметров местами снег по колено местами по пояс снег рыхлый мы проваливаемся в нем почти до земли движемся медленно и так несколько часов потом возвращались в лагерь тяжелый этот труд искать трупы под снегом все смертельно уставшие метель валит с ног иногда так снег закрутит что не видишь того кто рядом если ветер сырой то одежда обледеневает погода меняется мгновенно метель вроде бы бескрайняя но неожиданно заканчивается и солнце сияет а через полчаса вновь метель настроение у поисковиков отвратное у многих гадкая мысль бросить поиски и рвануть отсюда Шулятьев вспоминает работа на поисках была не из легких но мы в те дни не ощущали всего трагизма происшедшего это осознание пришло потом и присутствует постоянно Зиновьев вспоминает это была тяжелая работа мы изо дня в день аккуратно участок за участком протыкали зондами снежный покров но результатов не было вечера в палатке скучно тоскливо заняться нечем Якименко описывает жилье армейская взводная палатка 6 на 6 метров посреди палатки кол он поддерживает потолок и скаты палатки возле кола железная печь от нее идет и расплывается по всему объему палатки приятное тепло вдоль стен валяются рюкзаки спальные мешки ближе к печи лежат валенки на веревке висят штормовки ватники белье и прочая промокшая одежда и везде сидят люди все замерзшие грязные с красными обветренными лицами блинов записал в дневник по вечерам делать было нечего рассказывали были и небылицы оперативники забавляли нас всевозможными случаями из будней преступного мира анекдоты пользовались большой популярностью среди рассказчиков выделяется старший лейтенант Моисеев друг друга узнали поближе все отношения упростились приятного мало но вполне терпимо есть в лагере и другое развлечение это служебная собака она понимает каждое движение хозяина забавляются с ней каждый день журналист Григорьев рисует картину вечера в палатке печальную песню поют все печально аккомпанирует на гитаре один молодой паренек потрескивают дрова в печке гудит пламя в трубе около нее на банке из-под сгущенного молока сидит один паренек из стопник и тоже поет вокруг печки около стенок палатки на спальных загнутых мешках лежат или сидят ребята сидят в шапках штурмовках валенках руководитель в свитере на ведре в шерстяной шапочке худощавый высокий между колышками на которых держится палатка натянута проволока а на ней висят два фонаря фотоаппараты трем столбиком в привязанных банках из-под сгущенного молока стоят свечи и все-таки в палатке полумрак на улице хотя ясно но ветер что-то шалит он порывами налетает на палатку ее натянутые стенки полога затреплются зашатаются закачаются фонари в палатке распахивают самотерчатые двери потянет холодом дымом а песни все поют и поют и такие чудесные песни то веселые разудавые и так плакать хочется печально печально про гибель альпинистов во время обвалов в горах так печально что плакать хочется списал Григорьев и слова той печальной песни над долиной седой поднимался туман пики горных вершин золотятся вот уж близок рассвет горы шлют свой привет время в дальний поход собираться вверх по скользким камням по уступам крутым альпинистов отряд пробирался все сердца как одно штурма ждали давно каждый шел и горам улыбался вдруг глухие раскаты до нас донеслись страшный грохот в долине раздался это снежный карниз по крутым склонам вниз роковой лавиной сорвался вот промчалась лавина сметая отряд собираются люди на скалах лишь один не пришел он могилу нашел там под снегом в глубоких провалах мы товарища ровно три ночи три дня стиснув зубы упрямо искали горы жертву свою в том неравном бою несмотря ни на что не отдали высоко в облаках пики гор стоят между ними зияют провалы всюду снежный простор ничего кроме гор ледники да суровые скалы тревожные безрадостные строки тем более в тех условиях и обстоятельствах от них действительно могли навернуться слезы состав поискового отряда каждую неделю менялся Карелин вспоминает я находился на поисковых работах период с 27 февраля по 9 или 10 марта точно не помню уже 5-6 марта поисковикам стало ясно что на склоне горы больше никого из дятловцев не стоит искать так как весь склон был обследован еще один безрезультатный день еще один день и еще каждый вечер радист морзянкой выстукивает ничего нового поиски продолжаем неволен вечером в палатке рассказал в Швейцарии для поиска людей под глубоким снегом используют Синбернаров а в горных местах СССР нет таких собак а в поисках трупов участвует только Альма она умница но не для таких задач хотя вот Слободина отыскала родилась идея написать письмо директору в НИИ криминалистики прокуратуры СССР профессору Голунскому письме подписанным прокурором Свердловской области Кленовым крик о помощи прислать на поиски основанный на свойствах ультразвука опытный прибор искатель захороненных трупов от миноискателей пользы никакой на трупах туристов вряд ли есть массивные металлические предметы но не было тогда таких приборов по обнаружению трупов так что единственным прибором оставался щуп появление огненных шаров 31 марта события Виктор Мещеряков вышел из палатки и увидел движущийся по небу светящийся шар разбудил всех минут двадцать наблюдали движение шара пока он не скрылся за склоном горы двигался он в северном направлении явление взбудоражило всех возникло предположение гибель дятловцев как-то связана с шаром послали в Ивдель подробную телеграмму 31 марта в 4 утра в юго-восточном направлении гнивальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо которое в течение 20 минут двигалось на нас скрывшись затем за высотой 880 перед тем как скрыться за горизонтом из центра кольца появилась звезда которая постепенно увеличивалась до размера луны стала падать вниз отделяясь от кольца необычное явление наблюдал весь личный состав поднятый по тревоге просим объяснить это явление и его безопасность так как в наших условиях это производит тревожное впечатление авенбург потапов согрин так это ничем и не кончилось тогда никто и не предполагал что огненный шар даст толчок мощный толчок развитию версии внеземного влияния на события в ночь с 1 на 2 февраля а поиски продолжались унылые безнадежные на склонах и по долине постоянные сильные ветры нередко достигающие 30 метров в секунду люди с трудом преодолевали мощные порывы а если еще и снегопад то видимость сокращалась до 3-5 метров тяжело брусницин об ощущениях того периода поисков дальше мы понимаем все тупик нам тут делать нечего усталость большая нервы у всех на пределе масленников передал чрезвычайной комиссии единодушное мнение всего поискового отряда поиски следует временно прекратить до апреля чтобы дождаться усадки снега в ответ радиограмма получив вашу телефонограмму руководство областного комитета партии приняло решение первое продолжить поиски погибших товарищей и разыскать их каких бы усилий не стоило второе заменить уставших товарищей особенно из группы словцова горком партии принимает меры к замене группы манси курикова радист должен остаться у вас спасатели ломали головы что же случилось ночью с первого на второе февраля вечерами подолгу обсуждали что могло быть ничего подобного никто из поисковиков не припоминал а люди все опытные много чего видевшие и испытавшие пытались выстроить логику событий главная загадка трагедии выход всех из палатки записал в рабочем дневнике масленников журналист григорьев вспоминает вопрос почему они выскочили из палатки волнует всех в лагере только об этом и говорят вот как вечером соберутся в палатке и только разговор об этом высказывают сотни различных предположений но ни в одну никто не верит сотни предположений тогда родились первые версии в дневнике масленникова краткое перечисление что могло случиться в трагическую ночь причины выхода группы из палатки первое выход одного человека падение выход остальных расчет на лабаз вернуться не могли вторая метеоракета ночью взрыв испуг третье нападение манси знали о группе шли на атортен испугать наверняка ружья выходи по одному беги в скобках кавказ но следов нет ушли верхами четвертое нападение зверей в скобках волки пятое групповой психоз паника интригует упоминание кавказа в скобках возможно кто-то рассказал какую-то историю с вооруженным нападением на туристов на кавказе таежные края свердловской области благодатный край для исправительных лагерей а уж ивдельский район и подавно поэтому сразу же и первые подозреваемые беглые заключенные но проверить убежал ли кто дело одного часа нет беглых шаравин вспоминает мы так размышляли если бы уголовники то ограбили бы они бы буженину и спирт не оставили в палатке были бы следы присутствия других людей то есть насчет уголовников говорили вначале и быстро замолкли масленников сразу по горячим следам в радиограмме отправленной в штаб поиска называют самую простую причину ураганный ветер пострадавшие были выброшены ураганом из палатки полураздетые без валенок некоторые без брюк курток направление урагана северо-восточное восточное поэтому все они на одной линии от обнаруженной палатки самые дальние примерно в двух километрах от палатки в истоках ручья впадающего лозьву развели костер есть обгорелые поленья самая ближняя Калмогорова 500 метров разбита голова завтра обследование продолжим радиограмма из штаба Масленникову почему остались палатки вещи если людей унесло из палатки как удалось обнаружить трупы ТЧК Сульман резонное замечание людей унесло а вещи нет Масленников ответил палатку осмотреть не успел вероятно вещи были завалены снегом тяжелыми продуктами палатку разорвало люди встали понесло ветром вниз ТЧК от версии ураганного ветра быстро отказались она ничего не объясняла не мог ураган унести людей а вещи в палатке не тронуть Брусницын говорит был полный порядок в палатке так правильно уложено там лыжи под палаткой рюкзаки кое-какие вещи ботинки в одном месте хотя на заседании бюро Свердловского горкома КПСС которое состоялось в апреле именно это объяснение причин трагедии ураганный ветер было единственным журналист Яровой побывавший на месте аварии поделился с коллегами такой версии погибшие вышли с последней стоянки около трех часов дня а поднялись к месту где выберут место для палатки не ранее пяти шести часов в то время здесь уже темно они устали и поэтому идти дальше не могли решили заночевать погибшие шли в метель и по-видимому сбились с маршрута они умаялись наступила темнота и ничего не оставалось сделать как заночевать палатку установили добротно со стороны горы вкопали ее в снег и снегом присыпали с другой стороны так что ветер только лизал крышу палатка порвана и порезана ножом ножи они схватили возможно для обороны от кого обороняться может стая волков но будь волки они бы их поели может как раз четверых которых сейчас ищут звери и съели брусницин занимался экстремальным туризмом альпинизмом попадал с друзьями по походам и восхождением в разные ситуации но никогда ни у кого и близко даже в мыслях не возникал порыв бросить все и всех с выключенным сознанием куда-то ринуться говорит никто из личного опыта и истории серьезного туризма и альпинизма не сможет привести примеры аналогичной ситуации которая была зимой 1959 года жаль что к этой проблеме в свое время да и сейчас не подключились специалисты психоаналитики не подключились врачи и спецслужбы знающие все препараты той поры которые могли восстанавливать силы или действовать на психику человека группа молодых тренированных в институте и в походах всегда уравновешенных и спокойных ребят в экстремальных условиях северной зимы вдруг совершает коллективный непонятный для нас поступок ну положим о психоаналитиках в те времена и не слыхивали не то чтобы звать их на помощь да и что мог сказать психоаналитик аксель рот попытался реконструировать события понять мотивы поведения дятлова игорь ходил в зимнюю тройку со мной и поэтому ему в какой-то мере должен быть присущ мой если можно так выразиться творческий почерк то есть выбор пути на микроучастках выбор места для ночлега пути восхождений и так далее тройка это третья категория сложности похода но слушаем аксель рода дальше группа с облегченными рюкзаками выходит на маршрут но в относительно позднее время часов в пять плохая видимость точнее отсутствие ее заставляют группу остановиться на ночлег вне леса было ли решение о ночлеге на голом месте обоснованным на мой взгляд да в 1958 году во время похода по приполярному Уралу у нас было четыре таких ночлега все в таких условиях когда соображение безопасности группы диктовали необходимость останавливаться там где есть место пока еще есть светлое время поставить палатку это было сильные до минус тридцати градусов морозы и никаких поводов к тому чтобы признать это решение тактически неверным не было так что у Дятлова были прецеденты и они остановились на ночь не смолодушествовав не слепо покорившись силам природы читали поисковики дневник группы возникали новые вопросы Коптелов вспоминает непонятно когда поставили лабаз почему в дневнике лабаз не отражен это приводит меня к мысли что лабаз поставлен не тридцать первого когда писали дневник а на следующий день и он в дневник уже не попал а раз он поставлен на следующий день то есть возможность что они на атортен сходили и на обратном пути их застала пурга и прочее и поэтому чтобы не потерять ориентировку не уйти куда-то в сторону а вернуться к лабазу они специально остановились под этой горой чтобы окончательно не заблудиться и Коптелов приводит свои предположительные расчеты погодных условий в тот трагический день тридцать первого было двадцать четыре градуса при ветре каждый метр скорости ветра дает один градус мороза если скорость ветра была десять метров в секунду значит по ощущениям было как при минус тридцати четырех а если скорость увеличилась до пятнадцати метров то это уже ниже сорока градусов то есть при таком ветре обморожение вполне вероятно и Коптелов предположил дятловцы поставили лабаз и в тот же день сходили на Атартен на обратном пути с Атартена они попали в мороз в пургу да к тому же стало темнеть и поэтому они решили остановиться на ночлег в неподходящем месте ему возражали да так могло быть но что заставило их в панике покинуть палатку не находили ответа палатка убежище почти каждый из спасателей попадал в походе в ураганный ветер вихри страшно воют порывы ветра пытаются снести палатку непроизвольно вжимаешься в землю накрываешься всем чем можешь чтобы согреться а чтобы в ураган рвануть из палатки раздетым разутым и ринуться куда глаза глядят это вопреки всякой логике поведения туриста об этом не может быть и речи палатка самое надежное укрытие в таком случае да к тому же при урагане самое верное решение снять стойки чтобы сбросить парусность палатки а стойки на месте согрин предположил все произошло рано утром группа поднялась чтобы совершить восхождение на тартен и вернуться назад к палатке снять ее и спуститься к лобазу когда одевались завтракали то были чем-то смертельно напуганы и покинули палатку по его предположению это могло случиться в 5-6 часов утра он сам в походе по приполярному уралу поднял свою группу в 4 часа чтобы в 6.00 начать восхождение на гору Неройка Зиновьев только что вернулся из лыжного похода по приполярному уралу поход как у группы Дятлова тоже был высшей категории сложности испытали они эту высшую категорию по полной программе попадали в аварийные ситуации ощущения остались острые внезапно сгорела воспламенившись от печки палатка сгорел случайно оброненный в костер и вспыхнувший ярким факелом горнолыжный ботинок Зиновьева от которого осталась одна лишь подошва дальше он двигался в ботах страшная пурга пережидали ее в снежной пещере а когда выбрались из нее в мороз минус тридцать два градуса то оказались в скафандрах из смершейся одежды единственное спасение бежать и бежать на лыжах не останавливаясь с заснеженного уральского хребта вниз к спасительному лесу к большому прибольшому костру мало того с Игорем Кузьминых случилось несчастье после холодных ночевок в сырой пещере у него заболели суставы боль страшная его груз распределили среди других он шел налегке можно представить его физические и моральные страдания путь давался ему чрезвычайными усилиями воли Игорь выдержал стонал но двигался вперед одолел сто километров до ближайшего жилья и вот Зиновьев не мог понять как могла погибнуть группа Дятлова но просто в голове не укладывалось как такое могло произойти он же видел условия у группы Дятлова были намного безопаснее тех с какими столкнулась его группа но они выжили а Дятловцы погибли непонятно это навело его на глубокие размышления думая об этих самых здоровых и сильных в группе парнях неподвижно распростертых невдалеке от погасшего костра невольно содрогаешься какую миссию они взяли на себя поддерживая гаснущее пламя на пронизывающем всеми ветрами и лютым холодом пятачке под кедром какую нечеловеческую силу и волю пришлось им сконцентрировать чтобы влезая на кедр ломать и бросать в огонь все новые и новые кедровые сучья толщиной в человеческую руку и какие адские боли выпало перенести этим ребятам чтобы обожженными руками своими телами ломать сучья падать вместе с ними оставляя клочья живой еще кожи на других ветках кедра срывать сучья и поддерживать этот факел нет не могли они замерзнуть упылающего жаром костра в процессе адской физической работы тут замешана другая скрытая причина от которой они замертво свалились на заготовленные сучья думаю что одинокий кедр был им нужен как маяк возвещавший люди вы найдете нас здесь вот еще что очень важное отмечали у них были блокноты карандаши почему они не сделали хотя бы краткую запись что их напугало хоть бы несколько слов о том что заставило в панике покинуть палатку не сообразили не было времени пытались поисковики реконструировать события той ночи что же происходило в последние часы перед трагедией исходя из собственного опыта предположили группа специально выбрала суровое испытание холодной ночевкой на открытом склоне горы приобрести опыт поставили печь набили ее дровами но не разожгли скорее всего собирались затопить ее утром чтобы подниматься и готовиться к штурму горы в тепле после выпуска газеты вечерний от артен ужина из корейки и сухарей и веселых разговоров перед сном туристы спокойно готовились лечь спать с краев возможно легли наиболее опытные туристы дятлов и золотарев куртка с документами прикрывала створ входа от ветра вход палатки закрыли двойными бортами застегнули их на клеванты место у входа конечно является самым холодным но и наиболее удобным для руководителя он утром мог не тревожа остальных выйти оценить погодную обстановку все логично но почему принялись полосовать палатку что или кто заставил их паниковать вот тут никто не мог предложить ничего логичного убедительного брусницин предположил такой вариант реконструкции событий 31 января группа в условиях плохой погоды дошла до перевала и даже сумела подняться на него на перевале дятлов предполагал сделать лабаз базой для штурма от артена но плохая погода помешала ему сделать это пришлось спуститься в долину реки ауспии было уже поздно темно в этот день группа сильно устала проснулись поздно погода портилась дятлов по-видимому колебался идти или нет на штурм учитывая отставание от графика на один день было принято решение идти до трех часов провозились с перекладкой продуктов устройством лабаза вышли только в три часа с явным намерением организовать по пути холодную ночевку такие ночевки практиковались и всегда проходят удачно у места где была поставлена палатка были около пяти часов была вырыта яма также спокойно стали подготавливаться ко сну около семи часов под страхом смерти что-то необычное никем еще не виданное заставило туристов в панике покинуть палатку бежать раздетыми в темноте можно только спасаясь от смерти но что вызвало смертельный ужас гадали перебирали варианты вспышка звук газы рассуждали и так в нормальных условиях человек полтора километра пройдет минут за пятнадцать двадцать а тут мороз ветер они полуодетые и приличный слой снега палатку они покинули в панике значит нормальной ходьбы а тем более бега не получится неизбежны спотыкания падения так что при таких жутких условиях они бы не одолели за полчаса полтора километра тем более если среди них были ранены а ребята у кедра что с ними произошло не находили внятных ответов вновь и вновь возвращались к панике панику явно породила некая опасность которая надвинулась неожиданно и мгновенно люди готовились ко сну уже почти все разделись может уже лежали они чувствовали себя сплоченным коллективом позади трудный переход впереди восхождение все нормально все здоровы никаких причин для паники нет но тем не менее она накрыла девятерых что стало причиной вопрос повисал и вопрос на какое расстояние от палатки мог гнать дятловцев ужас или страх прежде чем они опомнились допустим что-то их смертельно напугало и они ринулись вниз но метров через 200-300 они бы пришли в себя но пусть через полкилометра остановились бы оглянулись опасности нет и вернулись бы обратно но нет они бежали дальше значит что-то страшное опасное для жизни оставалось у палатки что перебирали и перебирали мелкие детали вот лыжная палка разрезана на несколько частей кто и почему ее разрезал никто не мог предположить варианта хоть чуть близкого к разумному брусницин вспоминает всем тогда показалось это очень странным потому что зачем резать палку трудно придумать к чему бы это тем более про запас никто палки не берет это лыжи иногда берут с собой а палки нет припоминали случаи из походов и приходили к выводу дятлов и его группа безусловно столкнулись с серьезной погодой но у других было и посуровее ходили и при ураганном ветре и при морозе за минус сорок градусов шли в масках и в палатку при сильном ветре снег через щели набивался так что впечатление будто лавина надвинулась и наст был такой что только топором разрубить бывало что в снежную бурю по трое суток отсиживались в палатке припомнили случай поднялась пурга не видно на расстоянии вытянутой руки ветер такой силы что палатку не поставить вырыли в снегу пещеру и в ней пережидали трое суток при морозе ниже тридцати градусов опытный турист птицын высказывает мнение ясно учитывая их опыт учитывая их возраст молодость таких ребят погубить просто так ну невозможно ну никакими природными условиями люди подготовленные основательные со снаряжением не могли погибнуть сами а раздел кто их как и почему они разделись поэтому мнение однозначное им помогли умереть помогли умереть на этом морозе на этом холоде при помощи этого мороза то я не знаю но я уверен что так было возникали осторожные предположения а что если в тот день проводились какие-то военные испытания но тему эту особо не развивали мало знаний нет фактов да и что можно тут развивать масленников отправил в штаб радиограмму хорошо бы уточнить пролетала ли над районом аварии метеоракета нового типа вечером первого февраля ТЧК ответа не получил согрин тогда предполагал первая мысль которая пришла нам в голову это ядерный или иной взрыв какие-то испытания но некоторые тут же возражали если это ядерный взрыв то его проводят на полигоне где испытываются сооружения размещается скот для определения поражающих факторов и никаких следов известных по предмету гражданская оборона а предмет этот в те годы преподавался очень серьезно от взрыва нет палатка целая ударной волной ее не сорвало вся местность не тронута снег не растаял следов пожаров или поваленных деревьев в округе не просматривается на километры отбросили вариант взрыва восстанавливали ситуацию у кедра все указывало там шла отчаянная борьба за жизнь кривонищенко и дороженко а может и еще кто-то добывая дрова поднимались на кедр и обламывали своим весом толстые нижние засохшие сучки других пригодных дров в окрестностях видно не было однако полноценный костер развести не удалось поразительно то что оба были раздеты разумного объяснения этому поисковики найти не могли предположили что дятлов слободин и калмогорова пошли к палатке за теплыми вещами и замерзли по пути к ней эта отчаянная попытка в ночи вряд ли бы увенчалась успехом так как найти одинокую палатку в темноте да к тому же преодолеть подъем было нереально поисковики хорошо экипированы обстановка спокойная но даже им не так-то просто подняться туда и другое если эти трое пошли к палатке значит чего-то страшного пугающего возле нее уже не было рассуждали и о том что кто-то постороннее допустим беглые зэки могли дятловцев перебить не похоже зэки бы забрали с собой какие-то вещи да и были бы следы борьбы крепкие ребята дорошенко колеватов так просто не сдались бы но палатка в первозданном виде вновь читали дневники в записях все спокойно все хорошо нет никаких признаков тревоги и раздражения из тревожного только заметки о не очень благоприятных погодных условиях идет снег и дует ветер но в зимних походах на севере да и не только на севере такая погода не редкость и группу ни снегом ни ветром не напугаешь были и такие предположения приняли какую-то отраву во время ужина съели что-нибудь не то и взбесились что если корейка тому причина корейка в те голодные годы была в большом дефиците в магазине ее не купишь доставали с превеликим блатом и дятловцы видимо приберегали ее для самого трудного этапа пути восхождение на гору от артен корейкой а в ней возможно содержалась какая-то дурь и поужинали препарат начал действовать когда они уже спали или готовились заснуть произошел психический взрыв у девяти человек одновременно отключилось сознание они располосовали палатку все бросили все забыли и ринулись во тьму в холод побежали по снегу в одних носках без теплых вещей в одежде в которой легли спать нет отбрасывали такой вариант уж очень он нежизненный масленников придерживался такой версии возможно кто-то решил выйти из палатки с фонариком чтобы отгрести снег обычное дело скорее всего это был слободин он успел надеть один валенок но в этот момент произошло нечто что заставило всех панически покинуть палатку в том что вся группа покинула палатку абсолютно здоровой не было никаких сомнений о чем говорили и следы группы и опять все упиралось в вопрос что это за нечто единому объяснению аварии поисковики не пришли все время спотыкались о главный вопрос что заставило дятловцев в панике покинуть палатку или кто тогда понятно многого не знали из того что стало доступно позже потому версии были умозрительные но ситуация предельно запуталась когда обнаружили последние четыре трупа тут уж совсем все стало непонятно трупы в мае пришла весна солнце тепло на снегу обнажались камни темные предметы стало трудно ходить по рыхлому снегу проваливались чуть не по пояс но появилась надежда что по вытаивающим следам и предметам одежды удастся найти остальных и нашли то была страшная находка трупы дубининой золотарева колеватова тибо бриньоля обнаружили в первых числах мая впечатление что они пытались спрятаться в снежном кармане в овраге который потом был занесен многометровым слоем снега причем этот участок уже обследовали щупами 3 марта в дневнике масленникова после того как нашли трупы дорошенко и кривонищенко точная догадка еще раз обследовали площадку у кедра объем проделанной работы места срезов лапника дают основание предполагать что кроме двоих здесь есть еще кто-то может быть этот лапник использован для снежной ямы в которой спят остальные да четверо были совсем рядом но понадобилось еще два месяца прежде чем обнаружили их обнаружили так рассказывает аскенадзи на настил нас навели манси курниковы я смотрю они переговариваются на своем языке и указывают на маленькие поломанные еловые веточки величиной не больше мизинца которые вытаили из-под снега эти ветки как бы указывали дорожку от порезанных елочек к оврагу получалось что туристы срезали ветки и тащили их в овраг теряя по дороге часть веток где дорожка оборвалась там и начали мы копать снег мокрый слежавшийся мы вырубали блоки и вынимали их таким образом мы нашли настил дрожащими руками вот-вот сейчас найдем ребят выгребали снег но когда увидели пустой настил то стало очень тягостно где они находка была странная загадочная на глубине около трех метров обнажилась площадка с настилом из срезанных молодых стволов елки и пихты на них несколько предметов одежды на настиле никого нет отправили в штаб радиограмму сверх настила скомканном вывораченном на левую сторону состоянии обнаружены безрукавный чисто шерстяной свитер китайского производства серого цвета теплые улучшенные трикотажные брюки с начесом на левой стороне коричневого цвета верхние и нижние резинки брюк разорваны теплый шерстяной свитер коричневого цвета с сиреневой ниткой правая штанина от первоначально найденных брюк одна обмотка солдатского образца из шинельного сукна рядового состава с пришитой тесьмой коричневого цвета длиной около метра полковник артюков предложил прозондировать щупами снег вокруг настила вскоре чуть в стороне щуп захватил крючком кусок одежды принялись осторожно раскапывать снежный сугроб на дне оврага в русле ручья по которому весенним полноводным потоком журчала вода обнаружены тела трех мужчин и тело дубининой она стояла на коленях прислонившись головой к каменистому уступу с которого скатывалась небольшим водопадом вода на дне оврага в русле ручья по которому весенним полноводным потоком журчала вода обнаружены тела трех мужчин и тело дубининой она стояла на коленях прислонившись головой к каменистому уступу с которого скатывалась небольшим водопадом вода кто видел ту жуткую картину не могли отделаться от ощущения что тела мужчин были уложены в русле оврага еще до того как был сооружен настил колеватов и золотарев лежали в обнимку их тела обмывал ручей и бобриньоль находился ниже всех в ручье и впечатление что дубинину принесли и поставили лицом к уступу чтобы ей было удобнее переносить боль у всех погибших отсутствовали глазные яблоки а у дубининой не было языка с одеждой Николая Тибо неясности он был в ватнике застегивающемся на левую сторону то есть в женском а когда Александру Белясову который жил с Николаем в одной комнате общежития управления механизацией предъявили для опознания вещи то он утверждал Тибо брал с собой телогрейку личную но здесь ее нет кроме того он взял с собой серые валенки новые ватные брюки и меховой заячий жилет белого цвета которых здесь тоже нет следствие не обратило на это внимание в акте судмедэкспертизы говорится на левом предплечье двое часов спортивные часы которые показывают 8 часов 14 минут 24 секунды часы победа показывают время 8 часов 39 минут почему у Тибо часов двое почему они не на запястье где их обычно носят а на предплечье эх слезняк вот вот еще загадочный момент о котором рассказал Аскенадзе мне очень хорошо врезался в память эпизод с записной книжкой потому что полковник Артюков который руководил поисками при этом как-то неадекватно себя повел он подпрыгнул как сумасшедший когда увидел что в руках одного из трупов была записная книжка у кого конкретно сказать нельзя мы же не знали этих ребят да и были они уж практически неузнаваемы так вот Артюков схватил эту книжку и начал ее судорожно листать а я стоял рядом листает листает она пустая и Артюков ругнулся в сердцах не помню какими словами но он сказал примерно так эх слезняк не смог ничего сообщить по-моему вполне адекватная реакция полковника он надеялся вдруг кто-то из погибших все же успел записать что же произошло у палатки хоть пару слов о том что смертельно напугало их не дошло до нас послание вот впечатление журналистки оказавшейся на краю гибели помню паром тонул крен 30 градусов люди все слали смс хоть они и не отправлялись люблю ситуация такая некоторые лихорадочно писали записки просили друг у друга простые карандаши прятали бумажки на себе или в пластиковые бутылки и я на всякий случай лежа на полу все лежали на полу накатала страниц пять на всякий на всякий случай и вот эти ребята у которых нет сил растяжку палатки сделать но есть силы писать дневники и газету нигде ни на чем не оставили ни слова о происходившем хотя тянулось это все долго шесть-восемь часов как экспертиза говорит прошло от приема пищи до смерти не верю и нож был могли бы на коре на деревяшке что-то вырезать на часах нацарапать на ремне погибаем или умираем или мама прости или глаза выкололи чтобы наверняка ничего не написали ну это слишком отчаянное допущение выкололи глаза да проще отобрать все чем можно было писать а была ли возможность оставить даже короткое послание да и к тому же в момент предельного напряжения сил скорее всего меньше всего думали о том чтобы оставить потомкам то есть нам послание и одно уточнение никто кроме Аскенадзи не помнит о записной книжке но и не верить ему нет оснований детали явно не придуманные полковник Артюков вполне мог ругнуться студенты и солдаты вынесли тела наверх уложили на носилки собранные из срубленных молодых пихточек самое трудное путь к вертолетной площадке подъем крутой гряды камней рыхлый снег пилоты вертолета наотрез отказались перевозить полуразложившиеся трупы полковник Артюков выхватил пистолет вертолетчики не испугались сослались на инструкцию запрещающую перевозить неизвестно чем зараженный груз руководитель студентов поисковиков аскенадзи с товарищами с большим трудом успокоили Артюкова убедили его связаться по рации с генералом которому подчинялись военные вертолетчики из Ивделя специально вызвали судебно-медицинского эксперта возрожденного чтобы он дал заключение можно ли перевозить трупы в таком состоянии он прямо на месте обследовал трупы и сказал летчикам тяжкий груз транспортабелен Артюков связался по рации с генералом командующим ВВС военного округа и согласовал с ним технологию перевозки останков на другой день вертолеты доставили в Ивдель гробы которые уложили тела кто и зачем сооружал настил поисковики сворачивают лагерь их работа закончилась опять мучительное обсуждение что могло случиться с этой четверкой настил из 14 стволов небольших пихт и одной елки длиной до 2 метров подсчитали сколько нужно времени чтобы сделать такой настил срубить одно деревце пусть 3 минуты итого 42 минуты перенести на 100 метров пусть по 3 ствола за раз минут 10 3 ходки 30 минут допустим что и рубили и носили одновременно то будет 10 минут итого 52 минуты устройство настило не меньше 10 минут итого чуть больше часа способны ли раненые полураздетые люди на такой подвиг расчет времени сооружения правилен если бы они были здоровыми но судебно-медицинская экспертиза показала Голеватов погиб от замерзания у Дубининой Золотарева и Тибо Бриньоля тяжелые внутренние травмы Тибо Бриньоль имел вдавленный перелом правой височно-теменной области на участке размером 9 на 7 сантиметров с расхождением краев кости от 0,1 до 0,4 сантиметров обнаружили трещину в основании черепа результат компрессионного перелома в области правого плеча кровоподтек 10 на 12 сантиметров не под силу четверым соорудить настил да и вообще а для чего погибшие сооружали настил допустим чтобы положить на него раненых эта версия противоречит показаниям судмедэксперта возрожденного который заключил что смерть Дубининой и Золотарева наступила через 10-20 минут после нанесения травмы а Тибо погиб от удара по виску кто же тогда строил настил Кривонищенко и Дорошенко замерзали у костра они вряд ли занимались по мостам Дятлов Слободин Калмогорова бежали к палатке замерзли по дороге нет оснований допускать что они занимались настилом у Калеватова не было ран несовместимых с жизнью но одному такая работа была явно не под силу да к тому же в столь краткие сроки предположили такой вариант настил соорудили Золотарев Дубинина Калеватов Тибо Бриньоль еще до того как получили смертельные травмы значит они были в полном порядке когда бежали от палатки но в таком случае когда и как они получили травмы падали когда бежали но травмы не такого рода которые люди получают при падении да и если получили травмы по пути к ручью то опять же не могли в таком состоянии срубать елочки тащить их 150 метров укладывать нет это нереально и самый главный вопрос почему они посчитали что на настиле им будет безопаснее чем у костра ведь костер это тепло ничего не может быть важнее тепла в мороз а они почему-то идут от костра затрачивают массу сил и времени чтобы соорудить настил на котором конечно можно развести огонь но выглядит неразумно а вопросы множатся и множатся почему настил рассчитан только на четверых почему его не сделали на всю группу почему Кривонищенко и Дорошенко оставлены у костра а не перенесены на настил неужели эта четверка намеревалась спасаться без остальных то есть не было сплоченной группы и почему они не на настиле на котором им было бы удобнее пережидать беду а в стороне и почему у троих тяжелейшие необъяснимые травмы каких не было у ранее найденных и возвращаемся к вопросу почему тратили силы на сооружение настила а не на костер да если бы развели настоящий большой костер то он бы и сгорел и спас бы но нет рубили елки тащили стволы чуть не за сто метров зачем где логика и закрадывается мысль а ведь без постороннего вмешательства здесь не обошлось но кто эти посторонние и почему они не оставили никаких следов и какой смысл заставлять обессилевших туристов сооружать бессмысленный настил с похоронами странная даже дикая история вдруг возник вопрос где хоронить ответ казалось бы очевиден в Свердловске в городе где они жили и учились но мать Юрия Кривонищенко рассказывала родителей погибших вызывали в обком партии в портком УПИ и принуждали согласиться хоронить сына или дочь в Ивделе заставляли дать подписку о неразглашении самого факта их смерти что за тупость весь Свердловск знал о гибели ребят а с родственников требуют неразглашать то что всем известно 6 марта в спортклуб УПИ пришла информация о готовящихся похоронах в Ивделе в институте начали обсуждать в каком количестве и составе отправлять делегацию от турсекции на похороны родители не соглашаются настаивая на похоронах ребят в Свердловске поползли слухи хоронят в Ивделе потому что трупы в страшном состоянии после военных испытаний Римма Колеватова старшая сестра Александра вспоминает власти настаивали на том чтобы похоронить ребят в братской могиле в Ивделе и пообещали соорудить обелиск Колеватовы Слободины Дубинины Колмогоровы категорически отказались после переговоров с секретарем обкома КПСС Кураедовым вопрос с похоронами решился хоронить в Свердловске но какие страдания такое бездушное отношение властей к себе пришлось перенести матерям отцам и близким потерявшим самое дорогое трупы Дятлова Дорошенко Колмогоровой Кривонищенко Слободина доставили в Свердловск в спортклуб политеха 7 марта поступает новая информация тела погибших привезли в Свердловск и будут хоронить 9 марта на Михайловском кладбище студенты готовят объявления о месте и дате похорон и вновь не обходятся без тупых козней партийных властей Якименко вспоминает Я повесил объявление о похоронах в фойе главного корпуса УПИ Через полчаса был вызван на портком УПИ где секретарь порткома Касухин устроил мне разнос за самоуправство и потребовал снять объявление Я отказался Реакция секретаря порткома непонятна Он явно чего-то боится Скорее всего боялся портком одного скопления людей Многолюдные похороны в те времена рассматривались как манифестация И мало ли какие обвинения могут вспыхнуть в толпе И вспыхивали Римма Калеватова кричала в обкоме Требую от имени всех моих близких от имени матери А она не перенесет такой большой тяжелой утраты привлечения к судебной ответственности людей так безответственно организовавших поход товарища Курочкина председателя городской спортивной секции товарища Уфимцева его заместителя товарища Гордо председателя спортклуба Уральского политехнического института Возможно на жесткое решение партийных властей повлияло проведение с 28 февраля по 1 марта 1959 года на центральном стадионе Свердловска чемпионата мира по конькобежному спорту среди женщин студент политеха вспоминает сам я впервые услышал о первой группе найденных под снегом погибших студентов на центральном Свердловском стадионе где проводились международные соревнования по конькобежному спорту на них съехались спортсмены из многих стран и их проведение в ранее закрытом для таких акций Свердловске воспринималось как некоторое приоткрытие железного занавеса и сулило радужные перспективы мы упишники сидели на трибуне компактно и вдруг пополз слух о первых найденных под снегом трупах студентов туристов о том что их привезли в Свердловск и собираются хоронить но в закрытых гробах потому что лица у них неестественно коричневого цвета обгорели и экспертиза показала что все они ослепли как достоверная версия их загадочной гибели называлось то что они каким-то образом попали в зону проведения секретного атомного испытания или запуска ракеты поэтому да еще из-за наплыва в связи с соревнованиями в город иностранцев прощание с ними и похороны не будут афишироваться и пройдут не коллективно а поодиночке и может быть в разное время и на разных кладбищах и это воспринималось довольно естественно при общей закрытости тогдашнего общества но главная причина запрета похорон совсем иная летом 1958 года в Грозном были серьезные волнения за два года до этого Хрущев разрешил чеченцам и ингушам вернуться из ссылки на родину если в сельскую местность возвращение прошло более или менее спокойно то с Грозным возникло напряжение в городе жили в основном русские постоянно возникали стычки между русскими и чеченцами как писала одна русская жительница Грозного в письме подруге приезжают чеченцы творят что только вздумается бьют русских режут убивают поджигают дома народ в панике власть бездействовала русские стали давать отпор чеченцам что только усилило напряжение и произошел взрыв 21 августа 1958 года чеченцы зарезали только что вернувшегося из армии Евгения Степашина слух об убийстве мгновенно разнесся среди русских появились объявления о мести и дне прощания с убитым на похороны собрались тысячи людей они требовали публичной казни убийц кто-то предложил нести гроб к обкому КПСС милиция выставила преграду грузовики молодые парни опрокинули машины процессия с гробом прошла дальше события в Грозном развивались стихийно буйно люди ворвались в обком громили кабинеты на пишущих машинках стали печатать листовки нашли первого секретаря обкома Черкевича требовали приезда Хрущева на площади собралось порядка десяти тысяч человек на подавление беспорядков были посланы войска активистов бунта больше восьмидесяти человек осудили на десять лет на президиуме ЦК КПСС обсуждались события в Грозном среди прочего было принято решение запретить участвовать в похоронах больше тридцати человек следить за исполнением решения поручили МВД так что похороны погибших туристов как раз попадали под этот запрет Свердловские партийные власти попали в непростое положение ясно что проводить в последний путь своих товарищей придет масса народу как отсчитать три десятка человек которым разрешено участвовать в траурной церемонии запретить не удастся потому и предложили родственникам похоронить всех в Ивделе естественно они не согласились властям пришлось согласиться на похороны в Свердловске партийной организации института было приказано предпринять меры чтобы в траурном мероприятии участвовало как можно меньше народу секретарь парторганизации УПИ не придумал ничего умнее чем распорядиться снимать объявления студенты снова повесили объявления о похоронах по указанию секретаря парткома его сняли студенты решили каждый на своем факультете обойдет учебные аудитории и сообщит о часе и месте похорон еще из воспоминаний о том моменте во время лекций в студенческие аудитории кем-то подбрасывались записки с оповещением когда будут проводиться похороны когда и где можно будет попрощаться с погибшими студентами Юрий Бондарев он учился вместе с Рустемом Слободиным вспоминая мне в спортклубе сказали ты должен забрать из морга тела трех погибших из группы Дятлова и привезти на траурный митинг у института не побоишься и добавили можешь отказаться я удивился а чего отказываться мне ответили трое уже испугались я не испугливых согласился дали мне машину грузовую и я поехал в морг он был в дальнем конце города на улице Щерса первым я узнал Дятлова хотя до того видел его всего пару раз поразило что тела у погибших были темного почти шоколадного цвета даже с фиолетовым оттенком запомнил потому что на этом фоне резко выделялись зубы и по структуре кожа была как рифленая фотобумага и вроде как-то меньше в размерах они стали будто усохли в фойе студенческого общежития выставлены гробы с телами Игоря Дятлова Зинаиды Калмогоровой Юрия Дорошенко и Рустема Слободина родители родные близкие покойных трудно выдержать слезы застилают глаза из воспоминаний однокурсницы Дубининой а я не могу забыть маму Люды ну такая безысходность на лице прямо какое-то вот у всех горе а у нее ну дикая безысходность Люда видимо единственная была дочка единственное вообще живое существо для нее она курила и ее всю трясло похоронная процессия выстраивается на улице Ленина и многотысячной колонной направляется к политехническому институту двигаются молча на перекрестке с улицей Кузбасской офицер милиции вежливо но непреклонно направляет колонну влево то есть минуя Упи кратчайшим путем к Михайловскому кладбищу там вырыты четыре могилы горестное прощание рыдание родственников на траурном митинге народу было очень много вспоминает Бондарев помню что мать Рустика не кричала а просто постоянно тихо повторяла его имя а имя Рустика на табличке с ошибкой написали Руслан хотя он Рустем я обратил на это внимание просил поправить все это сильное впечатление на меня произвело неделю потом отходил на вторые похороны не пошел мне хватило и первых Брусницын вспоминает о тех печальных днях когда мы прилетели со Спасаловки мать Кривонищенко пригласила нас на поминки но мы пришли а квартира была пустая мы сидели просто на полу и так это мероприятие проходило они уезжали покидали это место чувствовали они что что-то такое с ними связано они похоронили Юру здесь и срочно отсюда уезжали уехали в Киев на Украину 12 мая 1959 года похороны Александра Колеватова Людмилы Дубининой Николая Тибо Бриньоля Семена Золотарева их тела в цинковых гробах были доставлены из Ивделя в морг первой городской клиники многолюдная похоронная процессия расследовала от морга по улицам Декабристов Малышева и Кузбасской до Михайловского кладбища следователь Иванов много позже будет каяться я виноват сильно виноват перед родственниками ребят телам их не допустил но да и выдержать такое им было бы нелегко единственное для отца Люда Дубининой сделал исключение приоткрыл крышку гроба чтобы показать что одета дочь как полагается он сознание потерял Татьяна сестра Игоря Дятлова вспоминает я была маленькая горя взрослых не понимала на похороны меня не брали ограждали я госю ждала я же привыкла что он приезжал с друзьями приезжал готовиться к походам раскладывали рюкзаки палатки я помню что всегда масса людей они очень остроумные были всегда смеялись были здоровые сильные здравомыслящие люди масса людей масса хороших людей мама их всегда кормила всегда было весело и всегда было хорошо а тут нет госи нет нет и нет потом конечно я стала понимать что он погиб что его нет вообще но вот это ожидание поскольку это всегда были его приезды хорошие веселые а тут вдруг не стало вот это было жутко всем было жутко как велось следствие трупы туристов обнаружены на территории Ивдельского района потому местная прокуратура и возбудила дело 26 февраля 1959 года прокурор города Ивдель Тимпалов ознакомившись данными об обнаружении трупов студентов туристов на высоте 1079 полученными от прочерк 1950 года и принимая во внимание что на высоте 1079 были обнаружены замерзшими трупы Кривонищенко Калмогоровой Зе Дятлова и других студентов туристов Свердловского политехнического института и принимая во внимание что по данному факту требуется производство предварительного следствия по выяснению причин смерти гибели указанных лиц а потому руководствуясь статьями 96 и 110 УПК восстановил принять дело к своему производству возбудить уголовное преследование по факту гибели туристов Свердловского политехнического института и приступить к расследованию прокурор города Ивдель младший советник юстиции Тимпалов подпись старший следователь народный следователь составлена в гор Статья 96 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР формулировалась на тот момент так при наличии поводов указанных в статье 91 Уголовно-процессуального кодекса и при наличии в заявлении указаний на состав преступления первое органы дознания приступают в производство дознания причем по делам где обязательно производство предварительного следствия обязаны в течение суток сообщить о том следователю и прокурору второе прокурор направляет дело для производства предварительного следствия или дознания либо непосредственно в суд третье следователь приступает к производству предварительного следствия о чем в течение суток сообщает прокурору четвертое суд направляет дело для производства дознания или предварительного следствия, либо принимает дело непосредственно для рассмотрения его по существу. А статья 110 звучала так. Следователь, получив сведения или материалы о совершившемся в его участке преступлении, требующем предварительного следствия, обязан немедленно приступить к производству следствия, составив о том постановление, копия которого немедленно направляется к прокурору. С момента начатия предварительного следствия органы дознания вправе действовать по данному делу не иначе, как по поручению следователя. Возможно, многим непонятно, кто такой народный следователь. Его подпись под документом. В те годы проводилась политика. Народ на страже законности. Потому создавали народные дружины по поддержанию правопорядка, вводили товарищеские суды. Появились должности внештатных сотрудников милиции, общественных инспекторов органов регулирования и управления дорожного движения. На милицию и уголовный розыск были сокращены осигнования, в том числе и на оперативно-розыскную работу. Вообще 1959 год прошел под знаком эйфории по поводу возможности общественности по охране правопорядка. А вот в помощь прокурорским следователям снарядили еще и народных. Настораживает, что у дела отсутствовал официальный номер. Но такова была практика расследования в то время. Если прокуратура сомневалась в том, что имеется состав уголовного преступления и что дело будет передано в суд, она не присваивала номер. Если же номер присваивался, то по закону дело нужно было закрывать в установленном УПК порядке. А это лишняя морока, чем заниматься не хотелось, да и времени на это уходила прорва. Следственные действия. Начались следственные действия. Осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза. Дело переходит в руки следователя-криминалиста Свердловской прокуратуры Льва Никитича Иванова. Сам он описывает свое назначение так. Неладное я почувствовал с того момента, когда зашел в кабинет прокурора области и получил приглашение сесть. Садиться при обычных посещениях у прокурора области у нас не было принято по той простой причине, что в кабинете задерживаться не приходилось. Среди 60 человек областного аппарата ежедневно было много желающих попасть на прием лично к прокурору области. Прокурор области объяснил Иванову задачу. В заключении добавил, что надеется на его способность расследовать дело и на закалку фронтовика. Спросил, ты, кажется, десантник? Да, тогда справишься. Дело переходит в руки следователя-криминалиста Свердловской прокуратуры Льва Никитича Иванова. На сборы Иванову было дано полчаса. Начальник административно-хозяйственного отдела принес прямо в кабинет новые валенки, шапку-ушанку, новенький полушубок. И через полчаса Иванов уже сидел в самолете, который доставил его в Ивдель. Иванов был профессионалом, ответственным и добросовестным. Не думая, что история с туристами поначалу показалась Иванову сложной. Пропажи людей происходили и раньше. Незадолго до этого он расследовал пропажу девушки в парке Свердловска и нашел убийцу. Брусницин вспоминает. Иванов появился чуть ли не с первым вертолетом, когда поставили большой лагерь. Владислав Биенко, который тогда был студентом, отзывался об Иванове положительно. Прокурор-криминалист Лев Никитич Иванов был молодой, умный и честный. Как только поступили первые вести о трагедии с группой Дятлова, он привлек меня к своей работе. С места трагедии Иванов прислал мне в Свердловск самолетом первую уже найденную фотопленку из фотоаппарата Юрия Кривонищенко. Ее надо было срочно проявить. И я проявил ее за ночь в своей квартире и отпечатал с нее фотографии последнего дня группы. От утренних веселых сборов до вечерней установки палатки в штормовых условиях. Правда, немного поторопился, плохо промыл бумагу, и теперь фотографии пожелтели. Наверное, он мне доверял. Спешил увидеть, что там на фотографиях. Неизвестно, почему именно студенту Биенко следователь поручил работать с пленкой. Предположительно, чтобы ускорить получение снимков. Потолаборатория областной прокуратуры могла быть занята. Поначалу Иванову, как человеку нетренированному, пришлось тяжело физически на перевале. Да, во время войны он был десантником, а значит, крепким и выносливым. Но прокурорская работа в основном сидячая. К концу экспедиции он подтянулся, как спортсмен. Расследование было настолько трудным, что вечером в палатке он валился замертво. Много помогал следователю Масленников. Иванов характеризует его как человека большой души и огромного личного обаяния. Вести следствие – это унылый и нередко безрезультатный труд. Под безрезультатным трудом имеется в виду поиски четырех последних трупов, а он как следователь ввел свою работу. Мне пришлось разобрать каждую вещь каждого погибшего, провести множество самых разнообразных экспертиз, много раз пройти по тому пути, который для группы оказался роковым, и только после этого удалось восстановить трагедию в ее подробностях. Но это он сильно преувеличивает. Удалось восстановить трагедию во всех подробностях. Восстановить и сегодня не удалось. Впрочем, возможно, тогда Иванову казалось, он знает, что произошло в трагическую ночь с 1 на 2 февраля. Да и фраза, что провел множество самых разнообразных экспертиз, не соответствует действительности. Экспертиз было только три. Судебно-медицинская, радиологическая и экспертиза палатки. Но вернемся к документам уголовного дела. Протокол от 28 февраля 1959 года представляет место обнаружения стоянки группы туристов товарища Дятлова Игоря. Подробно описывается, как поставлена палатка, какие в ней обнаружены вещи и продукты. Заключительная фраза. Ни одного трупа в палатке не обнаружено. Протокол от 27 февраля. В нем зафиксировано. Обнаружены трупы у кедра. Опознаны. Кривонищенко Юрий Алексеевич. Лицом вверх. Одет в рубашку ковбойка. Порваны кольсоны. Голова откинута. Глаза закрыты. Рот закрыт. Губы сжаты. Правая рука заброшена за голову. Левая рука согнута. Кисть приподнята над грудью. Правая нога вытянута. Левая слегка согнута в коленях. Правая нога разута. На левой одет порванный коричневый носок. Рядом с ним, с Кривонищенко, лежит труп Золотарева. Сверху написано в скобках. Ошибка. Александра Алексеевича. Труп лежит животом вниз. Трупы сфотографированы на месте преступления. Найдены трупы Дятлова и Калмогоровой. В протоколе подробно, детально описывается их положение, что на них было надето. В протоколах возникает слово «преступление», то есть, по мнению следствия, на перевале совершено действие, нарушающее закон. Преступление означает, должна последовать уголовная ответственность за деяние. В чем состав преступления? Кто совершил преступное деяние? Это и должно было выяснить следствие. Приложение к протоколу, список документов и ценностей, которые обнаружены в палатке. Первое. Фотоаппарат «Зоркий» с штативом и с разбитым светофильтром. Фотоаппарат номер 488797. Заснято 34 кадра. Второе. Фотоаппарат «Зоркий» номер 486963. Заснято 27 кадров. На футляре глубокие царапины. Ремень оборван. Третье. Фотоаппарат «Зоркий» номер 55149239. Заснято 27 кадров. Четвертое. Наручный компас. Пятое. Железнодорожные и автобусные билеты. Шестое. Полевая сумка. Седьмое. Фонарик электрический. Восьмое. Две железные банки с нитками и так далее. Девятое. Записная книжка «Слободина». Деньги и письмо правкома в горторготдел. Десятое. Деньги в сумме 975 рублей. Одиннадцатое. Дневник Калмогоровой. Последняя дата записи 30 января. Двенадцатое. Протокол маршрутной комиссии. Тринадцатое. Письмо на имя Дятлова. Четырнадцатое. Маршрутная книжка номер 5 в количестве трех экземпляров. Пятнадцатое. Банка герметичная. В ней 10 фотопленок, рулон кинопленки и деньги в сумме 700 рублей. Шестнадцатое. Тринадцатое. Командировка на имя Дятлова. Семнадцатое. Карты, кальки и фотокопии в количестве девяти штук. Восемнадцатое. Проект похода. Девятнадцатое. Сопроводительное письмо от правкома института. Двадцатое. Паспорт на имя Дятлова. Зафиксировано как положено. Следствие и поисковиков поставила в тупик солдатская обмотка. На снимках с Первой мировой войны, гражданской войны, можно их увидеть. Солдаты в грубых ботинках, а выше ноги обмотаны. Вязали обмотки на специальных фанговых машинах. Обмотки сохранились в Красной армии вплоть до окончания Великой Отечественной войны. А после нее солдаты ходили уже в сапогах, знаменитых кирзачах. Так что встретить обмотку в 1959 году – это редкость и загадка. Юдин вспоминает о процессе опознания вещей дятловцев. Среди всего барахла только одна вещь была чужая – солдатская обмотка. Я это сразу сказал Иванову, но он, я видел, почему-то не записал этого в протокол. Откуда она там могла взяться? В мае начальник поиска полковник Артюков нашел во враге, где были обнаружены последние четыре трупа вторую обмотку, и дал даже тревожную радиограмму, в которой указал – присутствие данной обмотки мне непонятно. Так эта непонятность и сохранилась в первозданном виде до наших дней. Никакого логичного объяснения появления солдатских обмоток не находится. Можно ли было что-то утаить? Следствие велось открыто. Действия Иванова и других прокурорских работников были на виду. Все знали, кого и когда допрашивали, как обследовали палатку, лабаз, что в них нашли. Да и скрыть было невозможно. Все вместе – поисковики, следователи, военные, милиционеры. Все на виду. Согрин свидетельствует. Не было никакой закрытости со стороны следователей, криминалистов. Все проживали в гостинице Ивделя и обсуждали полученные данные, пытаясь понять случившееся. Каждое мнение, версия внимательно выслушивались. Как-то вечером в холле гостиницы я сидел с патологоанатомом. Он только закончил вскрытие первых тел и откровенно рассказывал о результатах. Объяснил мне, что по остаткам пищи в желудке, он считает, что ребята замерзли под утро. Смерть наступила только от переохлаждения, без каких-либо следов насилия или внешних воздействий на организм. Это уже позже, когда стали умалчивать о случившемся. Появились слухи, что трупы были то черные, то красные и обожженные. Возникали и другие небылицы. Экспертизу палатки проводила эксперт научно-исследовательской криминалистической лаборатории Генриетта Елисеевна Чуркина, помощник эксперта Евгений Григорьев. Он вспоминает, что следователь поставил перед ними вопрос. У палатки разрез или разрыв? Определили, что разрез. Даже Чуркина определяла, с какой стороны был разрез, снаружи или изнутри. Состояние краев разрезов говорило о том, что разрезали полотно с внутренней стороны. Сделано заключение. Характер и форма всех указанных повреждений свидетельствуют о том, что образовались они от соприкосновения ткани внутренней стороны палатки с лезвием клинка какого-то оружия, ножа. Все указанное свидетельствует о том, что нанесены имеющиеся разрезы с внутренней стороны, из палатки. Владимир Владимирович Пешкуров работал прокурором Ивделя с 1978 по 1988 год. Его разыскал исследователь Олег Архипов. Пешкуров уверен, поиски были открытыми. Это прямое свидетельство того, что изначального стремления сокрыть и закрыть, вообще закопать эту тему не было. Иначе все было бы не так. КГБ имел очень сильные позиции и большой опыт, как действовать в подобных ситуациях. Для меня однозначно. Никакого убийства, никаких зачисток не было. Сейчас все выдергивают из контекста и извращают. Здравые слова бывшего прокурора. Да кто ж к нему прислушается? Первые версии следствия. Поступили результаты вскрытия. Тогда у Иванова родилась первая версия, что произошло в трагическую ночь на перевале. Он вспоминает о ней так. Туристов застигла буря, и они вынуждены были остаться на ночлег. Ночью, во время ураганного ветра, сорвало их палатку и их разметало по склону. Собравшись в долине, без одежды они не смогли преодолеть ветер со скоростью 40 метров в секунду и погибли на морозе. В дневнике журналиста Григорьева запись. Прокурор говорит, что бураном пробило палатку. Кто-то вышел залатать палатку. Но угол 45 градусов. Он издал крик, и его бросились спасать. Что они выскочили, это истина. Но какая причина их всех выбросила босыми? Иванов на себе испытал суровость тех условий. Был такой эпизод. Снежный ураган не утихал несколько дней. Нашу палатку продуло насквозь. Заканчивались продукты, а вертолеты не могли нам ничем помочь из-за непогоды. Из штаба поиска мы получили радиограмму. Готовятся к лыжному переходу к ближайшему населенному пункту, что в 100 километрах от нас. И вот в такой обстановке штаб снова и снова посылал военных летчиков сбросить нам продукты питания. Не только в книжках, но и в жизни бывает много тяжелых ситуаций, которые заканчивались удачно. Так получилось и у нас. Один из экипажей вертолетов каким-то образом сумел пролететь по долинам и привез нам продукты. Экспедиция продолжилась. Прилетал на расследование прокурор области Клинов. Он присутствовал на вскрытии. Что у современных исследователей вызвало подозрения? С чего вдруг сам областной прокурор примчался на обычное вскрытие? Ну а почему нет? Клинов тоже был заинтригован непонятными событиями на перевале, странной смертью туристов. Хотел сам увидеть, что и как. Иванов впервые в своей практике столкнулся с тем, что пришлось внимательно изучать дневники, анализировать каждую строчку записей, просматривать кадры фотопленки, положение каждого трупа. И как он вспоминает, все это взаимно увязывать. Идти от частного к общему. Восстанавливать картину происшествия. Обратил внимание следователь на следы мочи возле палатки. Это дало ему повод предположить. Были все основания построить версию, что именно этот человек подал сигнал тревоги. И у него самого уже не было времени обуться. Значит, была какая-то страшная сила, которая не только испугала его, но и всех других, заставив их аварийно покинуть палатку и искать убежище внизу, в тайге. Найти эту силу или хотя бы приблизиться к ней, и была задача следствия. Этот момент, найти страшную силу, будоражил Иванова все следствие. И не отпускал десятилетия спустя. Но на главный вопрос, что стало причиной панического бегства туристов из палатки, следователь как не силился, так и не отыскал ответа. Что показали свидетели? Допрос свидетелей. Свидетелей смерти, понятно, не было. Потому допросили тех, кто встречал группу Дятлова на пути к перевалу. Следователи прокуратуры в первую очередь искали следы уголовного преступления. Не обнаружили достоверных улик, указывающих на присутствие посторонних людей в районе палатки до прибытия групп поиска. Допросили людей, которые находились поблизости от места трагедии, охотников и местных жителей. По этим показаниям следствие проследило путь группы Дятлова до Северного поселка. Евгений Федорович Окишев работал в то время в Свердловской прокуратуре заместителем начальника следственного отдела. Вот что он сообщил корреспондентам комсомольской правды Наталье и Николаю Варсеговым. В числе иных проверялась версия в отношении причастности лиц к гибели студентов из числа местных жителей. Нам было известно, что в тех краях содержались осужденные трибуналом за различные враждебные действия, за службу в частях СС, карательных немецких органах. Они вполне могли оказаться в числе подозреваемых. Еще мы проверяли, а не было ли конфликтных ситуаций с кем-то из лиц, кого туристы встретили по пути следования. В связи с этим мы поручили оперативным органам МВД выяснить все эти вещи. Следователи быстро пришли к выводу, местные жители и охотники не причастны к трагедии. Ничто не указывало на то, что вблизи места трагедии появлялись посторонние. Охотники Анямовы и Шешкин, видевшие следы узких лыж дятловцев на Успии, определенно утверждали, если бы кто-то кроме туристов там был, они бы об этом знали. Следствие выяснило. Группа дятлова двигалась по следу охотника Манси, который в свою очередь шел по следу лося. Примерно за 10 километров от найденной палатки их пути разошлись. Путь охотника ушел в сторону по следу лося, а группа дятлова пошла дальше вдоль реки. Охотники дали показания. Ветер ураганной силы может дуть наверху в течение 10 суток и более. Некоторые сторожилы отмечали. Были случаи гибели людей в горах от сильного ветра. Свидетели Ряжнев, Дряхлых, Попов и другие определенно утверждали. В начале февраля дули необычно сильные ветры, а мороз был ниже минус 30. Поэтому вполне естественно, следствие посчитало, что ветер и мороз сыграли роковую роль в гибели дятловцев. Следствие не обнаружило предметов, которыми нанесены травмы дятловцам. Не пришли к единому мнению, где получены травмы. У палатки, у кедра, у настила. По пути от палатки к кедру. Вывод возрожденного о том, что Дубинина с травмой сердца могла жить не более 10-20 минут, вроде бы исключал возможность получения травм у палатки. Ведь вниз уходили 8 или 9 пар следов. Но казалось очевидным, что Тибо Бриньоль, Дубинина и Золотарев не могли с такими травмами самостоятельно передвигаться, а следов волока или иных способов переноски раненых не обнаружено. Очень помог следствию Юрий Юдин. Он стал не только свидетелем и консультантом. Что-то вроде доверенного лица Иванова. Так как он знал, кто из дятловцев во что был одет, то участвовал в опознании вещей. Сам он вспоминает. Следователь Иванов относился ко мне как к ребенку. Я ему говорил, что это могла быть лавина, а он отрицал, мол, не было ее там. Он мне даже сказал, когда закончим расследование, тогда я всех соберу и скажу, что же случилось. Но надо понимать, что там были мороз, пурга. И в итоге он все свалил на ураган. Юдин присутствовал на опознании вещей погибших. Протоколы опознания написаны явно его рукой. Имена в официальной бумаге ласковые. Рустик, Люда, Саша. Не мог следователь так называть погибших. Помогали следствию и другие студенты. Шулятьев вспоминает. Фотографии печатали много. Сколько было пленок, не помню. Фотографии были страшные. Погибшие в разных ракурсах. Некоторые фото просто шокировали. В вещах группы были обнаружены четыре фотоаппарата зоркий. Вернули родственникам погибших. Иванов после изучения снимков разрешил Брусницыну и Юдину, которым помогали Бычков и Чубарев, сделать отпечатки в нужном количестве для родственников погибших. Прокуратура не скрывала ход расследования. Участника поисков Юрия Коптелова спросят в интервью. У вас было задание от прокуратуры, чтобы не портить ничего? Он четко ответил. Не было у нас никакого задания. С самого начала не было. Интервьюер настаивает. А было, свое дело сделали и больше не суйтесь. Коптелов терпеливо разъясняет. Ничего такого не было сказано. Не было предписаний. Вот это делайте, а это не делайте. Все было открыто. Шаравин на эту же тему. Запрета фотографировать не было. Если бы кто-то имел с собой фотоаппарат, то снимал бы. Задайся он такой целью. Брусницын вспоминает, что когда откопали найденную палатку, даже не думали, что нужно сохранить для следствия все как было, потому и бездумно рубили брезент ледорубом. Потом получили от Иванова за это нагоняй. Пришлось следователю делать подробный опрос, в каком состоянии была палатка, что в ней было. Свидетельства иногда противоречили друг другу, о чем-то вообще не упоминали. Взять ту же изрезанную лыжную палку. Куда она делась, никто не мог припомнить, потому и нет ее фото. Да Иванов и не заинтересовался ею. Он не был туристом, потому не понимал, что это ненормально уничтожать палку. Брусницын вспоминает. Разрезанная палка говорит о том, что дятловцы не соображали, что делали, но никто Иванову этого не подсказал. Установлено. Смерть дятловцев наступила примерно через 6-8 часов после последнего приема пищи. Из четырех наручных часов трое показывали близкое время, когда они остановились. Слободин 8.45. У Тибо было двое часов, 8.14 и 8.39. Часы дятлова показывали 5 часов 31 минуту. Следствие предположило, что гибель дятловцев произошла 2 февраля около 7-8 часов утра. Что не так с трупами у ручья? Последние четыре трупа туристов, найденные у ручья – новые загадки следствию. За исключением Колеватова, остальные – Дубинина, Тибо Бриньоль и Золотарев – имели обширные, несовместимые с жизнью внутренние повреждения, как обозначено в акте судебно-медицинской экспертизы, причинены воздействием большой силы. Иванов и через десятилетия будет помнить номера сломанных ребер. У Дубининой справа – второе, третье, четвертое, пятое, слева – второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Один обломок ребра проник в сердце. У Золотарева – второе, третье, четвертое, пятое, шестое ребра. Видимых внешних телесных повреждений не обнаружено, наружных кровоподтеков нет. Следствие высказало предположение – была направленная сила, которая действовала избирательно на конкретного человека. Но что за сила? Сформулировать даже предположительно не удалось. Трупы у ручья произвели на Иванова угнетающее впечатление. Биенко вспоминает. «После страшной находки четвертого мая я виделся с Ивановым лишь единожды, и меня поразила перемена в нем. Исчезла живость характера, словно он постарел на много лет. «Ты знаешь, Слава», – сказал он. «Мне кажется, что там было два приложения неведомой нам стихийной силы. Одно психическое, выгнавшее здоровых ребят из палатки, и второе – физическое, искалечившее и убившее трех ушедших в сторону от основной группы». Перемену в Иванове современные исследователи склонны объяснять просто. Он получил в обкоме указание искажать следствие, уводить его в сторону от настоящей причины гибели ребят. Но это мнение бездоказательное. А измениться он мог, потому что перестал вообще что-то понимать, потерял надежду разобраться в причинах трагедии. Иванов в следственной практике встречал подобные повреждения, если на человека воздействует большая сила, например, наезд автомобиля на бешеной скорости. Получить такие повреждения просто от падения невозможно. Могла объявиться на перевале большая сила на бешеной скорости? Теоретически – да. Но практически. Что это может быть? Значит, надо выяснить, что нанесло повреждения тем, кто у ручья или кто нанес. Никаких идей у Иванова не возникало. Но вот на что он обратил внимание. Когда уже в мае мы с Масленниковым осматривали место происшествия, то обнаружили, что некоторые молодые елки на границе леса имеют обожженный след, но эти следы не носили концентрической формы или иной системы. Не было и эпицентра. Это наводило на мысль о направленном как бы тепловом луче или сильной, но совершенно неизвестной энергии, действующей избирательно. Снег не был оплавлен, деревья не были повреждены. Создавалось впечатление, что когда туристы на своих ногах прошли более 500 метров вниз с горы, то с некоторыми из них кто-то направленным образом расправился. То-то. Но кто именно? Иванов не указывает на конкретного преступника, но, судя по всему, он имел в виду неких инопланетных пришельцев. Уже много позже он придет к выводу, скорее всего, гибель туристов не обошлась без участия НЛО. Чем можно объяснить травмы? Загадка травм не дает покоя многим исследователям. Объяснение первое. Травмы они получили, когда спускались от палатки. На их пути три гряды камней. Ребята и девчата падали, некоторые неудачно, получали ушибы, некоторые переломы ребер. А Тибо ударился о камень головой с соответствующими смертельными последствиями. На таком варианте настаивает Евгений Буянов, страстный приверженец лавинной версии. В соответствующей главе мы подробно рассмотрим его доказательства. Они заслуживают внимания. Объяснение второе. Четверка попала под обрушившийся снежный навес. Некоторые грамотные исследователи произвели подсчеты, сколько тонн снега навалилось на несчастных туристов. Получается от двух до десяти тонн. По неволе возникает сравнение с наездом автомобиля. Эксперт Сергей Никитин участвовал в эксгумации останков из могилы Семена Золотарева. Он высказал такое мнение. Сейчас трудно сказать, было ли это ударное воздействие или медленное сдавливание в течение какого-то времени. Если бы это был удар, то мы бы увидели в мышцах и подкожной жировой клетчатке кровоизлияние. Если эта масса типа снежного слоя сдавливала постепенно, вряд ли мы это кровоизлияние увидели бы. Кровоизлияния были отмечены при вскрытии. Значит, это говорит о том, что было резкое сдавление, резкое воздействие, непостепенное. Похоже на удар, скажем, автомобиля. В нашем случае можно говорить, что было ударное воздействие большой массы на тело человека. Могла ли быть взрывная волна? Исключается полностью. Травмы были бы другого характера. С выводами Никитина согласен судебно-медицинский эксперт, которого привлекла комсомольская правда, Эдуард Туманов. Он сравнил данные судебно-медицинской экспертизы 1959 года и состояние костей скелета, извлеченного из могилы. Его мнение. Локализация переломов ребер, которые указал возрожденный и которая была выявлена при эксгумации скелета, полностью совпадают. Но кое-чего нет в описании возрожденного. Он не описывает переломы лопатки, которые были выявлены на эксгумации. Это можно объяснить тем, что возрожденный недостаточно полно исследовал труп, то есть не были вскрыты мягкие ткани спины, что следовало бы при этом виде экспертизы сделать при таких повреждениях. Получается, что перелом ребер возник в результате сдавления груди в передне-заднем направлении, несколько по диагонали. Это была компрессия каким-то достаточно твердым, тупым предметом с поверхностью, сопоставимой с поверхностью груди. Если бы мне просто представили описание повреждений, и я не знал бы обстоятельств дела, то сказал бы, человека скорее всего переехал автомобиль. Но, учитывая ситуацию в целом, готов поверить в мистику. Все переломы разные. Должно быть какое-то невероятное стечение обстоятельств, чтобы все травмы образовались, например, от схода на человека большой массы снега. Туманов, как и Никитин, исключает травмы в результате воздействия взрывной волны. Исключено. Ни на одном погибшем нет признаков действия взрыва. Однако, надо отметить, однотипных повреждений ни у кого нет. Все разные. Есть вдавленный перелом черепа у Николая Тибо, есть переломы ребер, но по разным анатомическим линиям. У одних нет повреждений костей скелета, но есть повреждения мягких тканей. У Колеватова совсем не обнаружено повреждений. И заключение туманово. Повреждения, которые отмечены у погибших, это действия твердых, тупых предметов, либо с преобладающей, либо с ограниченной травмирующей поверхностью, в зависимости от того, где такие повреждения локализуются. То есть, можно исключать действия инфразвука, ультразвука, взрывной волны, радиации, психогенные факторы. Травмы исключительно действия твердых, тупых предметов. Если бы на них обрушились тонны снега, то смерть четверых наступила бы от удушья. От удушья гибнут люди, попавшие в лавину. Объяснение третье. Туристов покалечили, а потом убили спецназовцы ЦРУ. Их сбросили на парашютах в район горы Атартен. Переломы ребер – результат применения американскими садистами приемов рукопашного боя. Это объяснение приводит Ракитин, автор шпионской версии. Подробно об этом будет рассказано в соответствующей главе. Объяснение четвертое. Последствия ядерного взрыва. Шамиль Сабиров, учитель истории из Зеленодольска, сообщил. В ночь с 1 на 2 февраля СССР произвел высотный ядерный взрыв в районе горы Атартен. Учитель рисует такую картину. Взрыв накрыл группу и в первый момент смертельно ранил и покалечил или оглушил четверых – Дубинину, Золотарева, Тибо и Колеватова. Оставшиеся пятеро смертельно испугались, убежали в лес и замерзли. Автор этого объяснения не имеет никакого представления о том, как выглядит местность после воздушного ядерного взрыва. Это безжизненная пустыня. Какие уж тут травмы, костей не соберешь. Не говоря уж о том, что в 1959 году СССР придерживался моратория на ядерные испытания в атмосфере. Объяснение пятое. Травмы – результат падения скедра Тибо. Ученый-исследователь Александр Алексеенков рисует такую картину. Во время панического бегства от палатки у Дубининой возникают проблемы с сердцем. Ее укладывают у кедра. Над ней склоняется Золотарев, пытается ей помочь. А Тибо в это время вскарабкался на кедр, чтобы наломать веток для костра. Веса тела Тибо не выдержала ветка, он летит вниз, падает на Золотарева и Дубинину, ломает им ребра, а сам виском ударяется в корневище кедра, получает черепно-мозговую травму. Мне представляется как-то уж очень сложное объяснение. Да и кто потом потащил тела искалеченных к оврагу? Да если бы и нашелся такой могучий человек, то зачем? Все же у костра и безопаснее, и теплее. Объяснение шестое. Травмы получены в результате падения Дубининой, Тибо Бриньоля, Золотарева и Колеватова с обрыва. Это объяснение выдвинул и обосновал Владимир Борзенков. К его анализу характера травм и их причин я отнесся очень внимательно. Анализирует ситуацию специалист, который имеет глубокие знания по данной теме. Сфера научных интересов Борзенкова – биомеханика и эргономика в аэрокосмической отрасли. Он занимался разработкой катапультных кресел в самолетах, защитно-спасательного оборудования для авиации и космонавтики. А это означает, что он располагает массой данных статистикой о травмах. Борзенков, он в туризме многие десятилетия. Имеет огромный опыт походов, попадал в разные ситуации, участвовал в спасательных операциях. Он неоднократно бывал на перевале Дятлова, проводил там различные эксперименты, чтобы докопаться до логики событий. Подробно анализ Борзенкова содержится в его статье «Краткая попытка объяснить причины и обоснование возникновения травм». Мне нравится слово «попытка» в названии. Почти все, кто приступают к разработке темы травм у погибших дятловцев. Выводы делают безапелляционные. «Было так, как я сказал, и только так». Борзенков не настаивает на своем объяснении. Для него это только попытка внести ясность. Но попытка, сужу по содержанию статьи, весьма и весьма проработанная. Обоснована расчетами, представлены графики, схемы, кинематика. Борзенков использовал при анализе травм дятловцев возможности механической модели головы «Мангуст», которая была создана в 80-е годы прошлого века для исследования возникновения повреждений головы. Это нужно знать при разработке и изучении защитных шлемов для пилотов. В модели были учтены практически все составляющие, которые влияют на травмоопасность, включая передвижение тела мозга внутри черепной коробки. Не буду приводить расчеты и схемы Борзенкова, для обычного читателя они сложны и непонятны. Представляю упрощенно ход событий, как он видится автору. Согласно предположению Борзенкова, Тибо получил травму головы во время спуска, когда группа перебиралась через одну из трех каменных гряд. Николай споткнулся, что в темноте до вспешки вполне вероятно, упал, угодил головой на острый камень. Борзенков приводит на схеме динамику образования травмы головы Тибо. Далее Борзенков пишет. Описание травм в акте возрожденного позволяет судить, что серьезные травмы получены в результате ударного, то есть кратковременного воздействия. Вполне определенно можно предположить, что внутренние травмы Золотарева, Дубининой, Тибо Бриньоля получены одновременно, в одном и том же месте, одним и тем же способом. И Борзенков рисует такую предположительную картину. Колеватов, Золотарев, Дубинина несли раненого Тибо, не увидели в темноте кромки оврага и ухнули вниз. И, цитирую Борзенкова, в результате падения друг на друга и реакции на твердую поверхность оврага получили ударно-здавливающие повреждения. И представил схему, иллюстрирующую кинематику этого падения. Приводит и расчеты, какова должна быть ударная и сдавливающая силы, чтобы возникли именно такие травмы. Приведу цитату. Импульс силы F при этом, даже если принять время процесса в пяти единичных периодах, получается равен 16 тысячам аж, или около полутора ТС, тонны силы. Вот вам и наезд автомобиля. Расчеты, объяснения Борзенкова смотрятся убедительно. Объясняет Борзенков и травму Рустема Слободина. По его предположению, она результат падения на склоне. Предположение обосновывается расчетами, фотографиями. Напомню, Борзенков неоднократно бывал на перевале Дятлова, досконально изучил рельеф местности, перепад и крутизну направлений передвижения туристов. И он обнаружил, что на пути бегущих туристов начало овражистой части одного из притоков Лосьбы. Высота перепада около двух метров. Борзенков пишет. Рустем Слободин подошел к этому месту, не увидел двухметрового перепада, упал головой вниз. В результате получил закрытую черепно-мозговую травму. Обычно для такого состояния характерны потери ориентировки с расстройством координации движения. Травма Слободина была не смертельной, но отсутствие тепла и помощи привели к медленному умиранию. С Борзенковым согласен Владислав Карелин, участник поисковой операции. Каменные гряды представляли собой практически ледовую поверхность. Изо льда торчат множество камней, то острые, то плоские, то конусообразные. Пройти вниз по склону, пересекая такую ледово-каменистую гряду, было весьма непросто. Я сам, поскользнувшись, приземлился буквально рядышком с острой каменюкой. Причину травмы Тибо, удар каким-то предметом, Борзенков отвергает. В доказательствах, что этого не могло быть, приводят формулы, расчеты. И как итог, камень или что-то другое массой даже в пять килограммов, невозможно разогнать до нужных для подобных описываемому повреждений скоростей, используя силу человека.